Гара Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Джеймс Валлоу Особый обед Калт пылал В глубине системы Веридан Под враждебным светом раненого солнца Война, каких еще не бывало, достигла планеты Война, чье эхо отзывалось По всей галактике Война, что навсегда изменит облик человечества На умирающих лугах С почерневшей травой В разваленных безмолвных городах В мрачных скалистых ущельях И на обледеневших отмелях брат сражался с братом Ультрадесантники Сыны великого тактика Примарха, Робаута, Желемана Стянулись в систему Веридан Для подготовки своих сил к сражению Их командующий Верный воин Империума Собрал лучших из Астартов Тринадцатого легиона И из войск поддержки Из ультрамарских полков Имперской армии Он сделал это по приказу своего брата Воителя Харуса Сделал без колебаний или сомнений Платой за верность Стало предательство Невероятно подлый удар Вместо ожидаемой битвы Схватки, к которой Харус велел ему подготовиться С небес вслед за кровью и смертью Обрушились дикие крики Воины семнадцатого легиона Лоргара Фанатики, несущие слово Пришли, чтобы убивать И в нарушение своих клятв Императору человечества С еще не просохшей на доспехах Краской кроваво-черного цвета Их новой, предательской верности Харусу Несущие слово ударили Своих братьев в спину И разметали ультрадесант По всем сторонам света И теперь пламя держало Калт в сияющих когтях Бурлящего газа Гигантских пылающих струях Что протянулись вдоль всех широт И разодрали небо В атмосфере планеты Бушевали последствия Массированного обстрела Термоплазматическим оружием И водородными бомбами Тонкий слой хрупких небес Был разбит И ущерб был непоправимым Каждый новый рассвет Приближал калт к смерти Пока в конце концов На нем не останется Ни глотка чистого воздуха Лейтенант Олан Сомневался Что в этом пекле Он дотянет до следующего рассвета Как и его люди Олан родился На Эспандоре Бывшем наряду с калтом Одним из немногих миров Ультрамарской коалиции И в прошлом Как и они все Он пожелал встать На защиту своего империума И своего императора Олан с гордостью носил Эмблемы Аквилы и Ультрамара Хоть ему и не хватало стойкости Чтобы встать Астартес Ультрадесанта Он тем не менее Справлялся с возложенными На него задачами И почему-то Даже в самые черные дни Битв Великого крестового похода Олан никогда не боялся За свою жизнь Он не считал Это самонадеянностью Просто он никогда не встречал Врага столь могучего Что его не могло победить Мужество Ультрамара По крайней мере До сегодняшнего дня Олан никогда не сходился Олан никогда не сходился в бою С Адептус Астартес И не было никаких оснований Считать Что такое вообще может случиться Было глупо даже думать об этом Как невозможно было вообразить Что один единственный космодесантник Способен восстать Против своего повелителя А уж предположить Что целый легион Или даже примарх В поисках личной славы Могут обратиться Против императора Если кто-нибудь Из его бойцов Сказал бы такое Хохот Олана Заглушил бы их всех Теперь же смеялись Только их убийцы Когда появились Несущее слово Они принесли с собой смерть На глазах Олана От первого шковала огня Погибли сотни людей Он увидел Как ультрадесантники Не расчехляя оружие Двинулись Чтобы приветствовать Неожиданно появившихся собратьев И как они Не успев сойти с места Были предательски убиты В мгновение ока Лучшие из лучших Ультрамара Люди из Астартес Дрогнули под ударом Пришедшим как гром Среди ясного неба Ошеломленные Они рассеялись По Калту А сыны Ларгара Набросились на планету И предали ее огню Как если бы целый мир И каждое живое существо В нем было Огромной Огненной Гекатомбой Последним С кем связался Отряд Алана Был патруль На бронемашинах Двигавшийся на север В направлении столицы Нуминус Экипажи танков Рассказали солдатам О перегруппировке войск В пещерных городах В местах Под километрами Камней и стали Где можно было выжить Несмотря на портящуюся Атмосферу Калта И Олан Со своими людьми Бросился в путь Рассчитывая совершить Быстрый рывок До пещер Через поля ужасов Это был хороший план Но он провалился Когда появились чудовища Они выплеснулись Из ледяного сумрака Выбравшись Из своих укрытий В руинах Пылающего космопорта Олан Сражался с чужими Но эти отличались От любой породы Ксеносов Которую он мог припомнить Пульсирующие Изменчивые существа Ухали И лаяли Тянулись когтистыми щупальцами И разевали зубастые воронки ртов Они сочились ядом Растворявшим плоть людей И таращились скоплениями глаз От одного взгляда Которых застывало сердце И нечто Самое худшее в них Казалось отчасти Напоминавшим Человеческих существ Только рассматриваемых Через отвратительную линзу Безумия и скверны Когда они напали снова На ум пришло слово В эти далекие от религии времена Человеческой империи Им пользовались лишь немногие Он слышал однажды Как покойный дед Бормотал его В моменты старческого Помутнения рассудка А может его прояснение Демон В рассвете лет Старик был звездным торговцем И в безумии варп пространства Он подглядел тайны Преследовавшие его до гроба На глазах юного Олана Просто сказав это слово Он еще на шаг приблизился к смерти Наблюдая за убывающим зарядом Ласт пистолета С мрачным пониманием Олан осознавал Что очень скоро Воссоединится со своим стариком Существа наступали И он собрал последние силы Бросив бойцам Не тратить в пустую Ни один выстрел Пусть это заплатит за всех Что они забрали Кошмарные отроди Ворвались в ряды бойцов Как ураган Повергая их назем Пожирая заживо Пистолет в руках Олана Раскалился до красна Но они все не кончались Самые большие из них Кричали и визжали Пероя над падшими И постепенно солдаты Оказались в кольце Которое смыкалось все туже По мере того Как рядели их ряды Затем сверху На крыльях из серой стали Пришло спасение Грозовая птица Упав из горящих облаков Как огромный орел Накрыла сражение своей тенью Сверкающий огнями Десантный катер Начал разворот Стоя на столбах белого пламени На короткое мгновение Он полностью завладел Вниманием Олана Корабль несомненно Принадлежал Астарту И все же Как Олан не пытался Он не мог узнать символику Не было ни кроваво-красного окраса Предателей несущих слова Ни ярко-голубой масти Ультрадесанта Он был цвета призраков Ржавый побитый люк Со скрипом распахнулся И из него выпрыгнула вниз Гигантская фигура В броне того же оттенка Что и у грозовой птицы Корабль унесся прочь А огромный воин приземлился С оглушительным ударом Сила которого убила Пару клыкастых чудовищ Олан увидел Мерцание огромного меча В человеческий рост Который серая фигура Извлекла из ножен на спине Держа в другой руке Болтер Черно-изумрудной расцветки Воин бросился в рукопашную Меч взлетал и падал Взлетал и падал Болтер грохотал Каждый мощный залп Разнося противоестественных тварей Нарваной кровавой ошметки Чудовищные существа Как один развернулись К воину Почувствов Откуда исходит Наибольшая угроза Но это был не солдат Необычный человек Фигура В светло-сером керамите Была адептус астартес И она шла Сквозь ряды своих врагов Как ангел смерти Позади него Не было криков Он оставлял за собой Только смерть Прореживая Поголовье Наседавших на него чудовищ Олан выкрикнул приказы Веля своим бойцам Поддержать Сражавшегося воина На тому не было нужды В одиночку Он преуспел там Где десятки солдат Умерли В бесплодных попытках Он один Когда все было кончено Воин направился к ним И Олан не смог удержаться И не попятиться назад На поле боя Он много раз видел астартес Но никогда Так близко И никогда таким Нависающим над ним С холодным вниманием Оценивающим его Через изумрудные линзы Хмурого боевого шлема Астартес небрежно Взмахнул мечом Стряхнув мерзкую кровь Пятнавшую лезвие И вернул его в ножны Перед тем Как тот исчез из вида Олан заметил Слово высокого готика Вытесненное на металле Либертас Вольнолюбец Ты здесь командуешь Спросил астартес Это не было вопросом Олан натянута кивнул Сильнее сжимая Рукоять лаз пистолета Он не рискнул Вернуть оружие в кабуру Боясь что астартес Может принять Любое внезапное движение За атаку И отреагировать соответственно Лейтенант Мне нужна информация Конечно Ответил Олан Примите нашу благодарность Вы здесь Как часть подкрепления Воин поднял руку Призывая его замолчать Двадцать первая рота Ультрадесанта Под командованием Брата капитана Эрикона Гайюса Скажи мне Где их найти Астартес Не повышал голос И все же рука Олана Начала подзывать Помощника с Воксом Еще до того Как он понял Что выполняет приказ Он замер в нерешительности Можете сказать нам Что происходит Несущие слова Они напали на нас Мы перехватили сигнал Люди говорят Что воины Ларгара Пошли против императора Сказав это вслух Олан окончательно осознал Весь ужас ситуации И вздрогнул Все хуже Чем ты думаешь Итак Где капитан Гайюс Лейтенант Отдал информацию В последний раз Двадцать первую роту Видели на западных окраинах Ну минуса Мгновенно охватив взглядом Отрывочную карту данных Бывшую в распоряжении Олана Астартес Наградил его Коротким кивком И пошел прочь Олан внезапно понял Что он их покидает Сэр Подождите Что-то в Астартес И его броне Выбивалось Из общего ряда И рассмотрев его еще раз Лейтенант понял Почему Экипировка воинов Включала в себя Богатый нагрудник С медной И золотой отделкой На груди Распростерлась Голова яростного орла А позади шлема Возмышалась Тяжелая пластина брони В форме еще одной Хищной птицы Но как ни странно Все остальные детали Отсутствовали Каждый воин Из легионов Адептус Астартес Гордо носил Свои цвета А также имел На наплечнике Доспехов Символ своего братства У этого не было ничего За исключением Немногих вкраплений Темной отделки Его броня От шлема до подошвы Была однородного Серого цвета И лишена символики Кто вы? Астартес замер Можете сказать Перед тем Как уйдете Назовите хотя бы имя И легион воина Который спас наши жизни Какое-то мгновение Астартес медлил Затнеб поднял руки И снял свой шлем Бледное Аристократическое лицо Чисто выбритое Покрытое шрамами Посмотрело на Олана Тревожными Умудренными жизнью глазами Меня зовут Натаниэль Гарра И я сам себе легион Ультрадесантники 21-й Держались уже который день И честно говоря Теперь Они были ротой Лишь по названию Они оказались На переднем крае Первой атаки Несущих слова И им выпала участь Увидеть смерть Столь многих боевых братьев Капитан Герой Идеерского восстания Твердый Гайюс Непоколебимый Гайюс Сплотил их перед лицом Страшных потерь Он вел их в битву Словом и делом И предъявив Право на кровь Они взяли с предателей Плату Но недостаточную Все еще недостаточную И сейчас Отрезанные от связи Со своими собратьями Они удерживали Один из железнодорожных Подходов К городу Нуминус И ждали Когда эта новая война Дотянется до них В очередной раз Брат Рубио Поменял положение тела Бдительный И неподвижный Он стоял Среди рядов Импровизированных Баррикад По приказу капитана Позволив Имплантированному В мозг Каталептическому узлу Избавить его От потребности во сне Перед ним Уходили вдаль Магистрали стальных рельсов Частью По поверхности Частью Исчезая В подземных проходах Железные дороги Входили В социальную Инфраструктуру Калта Соединяя сеть городов Как на поверхности Так и под землей За его спиной Зияла широкая пасть Тоннеля Пробитого В сплошной стене Огромной черной скалы А далеко За ней Лежала столица Остатки 21-й роты Стояли на пути Которым должен был Пройти любой неприятель Собиравшийся Захватить Ну минус И враги пытались Все началось С многочисленных войск Обычных людей Культистов Собранных Несущими слово На удаленных мирах Ввергнутых В безумную жажду убийства И выпущенных против Астарти Эти порабощенные Звали себя Братством ножа И несмотря на всю Слабость их подготовки Они брали количеством Простреливаемая зона Перед баррикадами Была покрыта Ковром из их тел Трупами В мантиях С капюшонами Похожими на монашеские Фигуры старых культов На их обгоревшей коже Виднелись ритуальные Татуировки Из линии звезд Ультрадесантики Перехватили их Скосили Пока они безрассудно Бежали под дуло Астарти Втаптывая своих Павших В кровавую грязь Атака была отбита Но за это Пришлось заплатить Свою цену Рубио Заметил движение И склонил голову Из теней Перевернутого Грузовика Появился его командир Брат Капитан Гюй Смахнул ему Отзывая с поста Пора Кто-нибудь Должен остаться В дозоре Сэр Внезапно Рубио Ощутил стесненность В груди Сожаление Его скорбь Как в зеркале Отразилась на лице Гайюса Дыхание капитана Велось Изо рта Тонкой Дымкой Пара Кто-нибудь Останется Но сначала Мы должны Отдать должное Нашему брату Рубио Мрачно кивнул И убрал Свой болтер Пристраиваясь За капитаном Чтобы последовать За ним В глубину Туннеля Где отблески И люм Сфер Проливали Озера Слабого Желтого Света Покойный Брат Милиус Лежал Внутри Круга Обступивших Его собратьев Броня Апотекария Контрастно Белая На фоне Насыщенно Голубых Доспехов Стоявших Вокруг Него Воинов Была Запачкана Потеками Крови Страшная Рана Послужившая Причиной Смерти Раскроила Его Корпус Поперек Подарок Культиста Прорвавшего Строй И покончивавшего С собой При помощи Ранса Со взрывчаткой Милиус Был последним Из тех Кто погиб И смерть Его была Внезапной Апотекарий Был прекрасным Человеком Доброго нрава Другом Каждому Из них Его потеря Задела Воинов Двадцать Первой Сильнее Чем все Предыдущие Смерти Во имя Ультрамара И во имя Долга Во имя Прошлого И во имя Будущего Во имя Теры Императора Ни один Из павших Братьев Не будет Забыт Гайус Повторил Слова Которые Произносил Уже В который Раз И аккуратно Приложил К телу Милиуса Редуктор Благоговейно Извлекая Прогеноидные Железы С геносеменем Их Отвезут Обратно На Макраг В крепость Ультрадесанта И добавят В хранилище Генетического Материала Легиона Наследство Будущим Поколениям Астартов В этом Смысли Милиус Продолжит Жить Но в настоящий Момент Рубио Видел Лишь Смерть И тьму Он Безмолвно Попрощался С товарищем И еще раз Проклял Сынов Ларгара За их Вероломство Подняв Глаза Рубио Поймал На себе Внимательный Взгляд Капитана Гайуса Капитан Обратился Ко всем Им Сородичи Это время Испытаний Мы не можем Знать Что за безумие Обладело Ларгаром Мы не знаем Судьбы Наших Братьев И нашего Примарха Но то Что мы точно Знаем Это наш Долг Он Обвел Рукой Окрестности Наш Долг Защищать Этот Проход Городу Не пустить В него Врага Это были Последние Слова Что сказал Нам Желеман Милиус Отдал Жизнь Выполняя Этот приказ Как и мы Если это Потребуется В глубине Себя Рубиев Кипел От гнева Его Ярость Не имела Определенной Цели Подстегиваемая Бессмысленным Безумием Культистов Смертников Предательскими Несущими Слово Даже Самим Собой Своей Неспособностью Защитить Боевых Братьев Но он Был Ультрадесантником И открыто Говорить О таких Вещах Было Ниже Его Достоинства Вместо Этого Он Промолчал Легкие Втягивали Холодный Отравленный Воздух Последнего Дня Калта Вдалеке Виднелись Огни Жилых Башен И клыки Ульев Выраставшие Из утесов Темного Камня Город Нуминус Вытянулся До самых Небес И столь же Глубоко Погрузился В пещеры Под поверхностью Планеты Однако Приблизившись Воин Увидел Выстрелы Плазмы Окутывавшие Некогда Величавые Минореты И яркие Розовые Отблески Дистанционного Лазерного Обстрела На ходу Гарра Размышлял Как долго Продлится Битва На Калте Экстремисты Несущие Слово Ввязались Сражение Которое Будет Доскональным Испытанием Всех Их Способностей Ультрадесантники Не были Легкой Мишенью Они Числились Среди Самых Натренированных И Высококвалифицированных Адептуса Стартов На любом Поле Сражения Эти качества Будут Достойным Ответом Жестокому Фанатическому Пылу Воинов Примарха Ларгара Война Бушевавшая На Калте Была Миниатюрным Отражением Гражданской Войны Харуса Луперкаля Но Как и в Случае Более Масштабного Конфликта Пылавшего Между Звезд Было Неясно Чем Оно Может Кончиться Тем не Менее Судьба Калта Не была Той Причиной По которой Натаниэль Гарре Прилетел На эту Планету Его Миссия Имела Другую Цель Сколько Времени Прошло С тех Пор Как Натаниэль Стоял Под земным Светом И получал Свои Приказы Там В галерее Цитадели Сомнус Что покоилось В объятиях Сурового Безвоздушного Лунного Пейзажа Казалось Вечно Повсюду Вокруг Него Скрадывая Все остальные Оттенки Светились Монохромным Цветом Огромные Просторы Море Кризиса Спутник Теры Стал Для Натаниэля Гарре Тюрьмой Судьба Предназначила Миру Где он Родился Постоянно Быть у него На виду Но вне Пределов Его Досягаемости Сколько Времени Он провел Здесь Дни Сливались Друг с Другом И в отсутствие Цели Они были Пыткой Он Нахмурился И не обращая Организму Уставился В темноту Где-то там В черной И в бездонной Пустыне Бушевала Война Но Гарре И его люди Знали лишь Молчание Цитадели Ему не было Конца Он чувствовал Как с каждым Оборотом Планеты Оно поглощает Еще одну Крупицу Его души Для Астартес Такое вынужденное Бездействие Было подобно Яду Боевой Капитан Гарре Он обернулся На звук Голоса Фигура С лицом Скрытым Под капюшоном Молча Пересекла Комнату И Гарре Был уверен Что еще Мгновение Назад Он был Здесь Один Однако Он узнал Голос Это Объясняло Все Великий Малкадор Я явился По вашему Вызову Лорд Сигилип Чем Я могу Служить Вам Малкадор Слегка Улыбнулся Прерывая Чеканное Приветствие Гарре Мне Вспоминается Что Когда мы Видели Здесь В последний Раз Ты был Зол На меня Я видел Цвета Твоей Ярости Сильные И яркие Как Зорница Стоит Ли Винить Меня Гарре Напрягся Я Пересек Световые Годы На Украденном Боевом Корабле Смотрел В дуло Орудий Собственных Боевых Братьев И ради Чего Чтобы Донести Предупреждение О предательстве Которое Вы уже Предвидели Чтобы Встретить Недоверие Подозрения Простите Если Я Пребываю В Плохом Настроении Улыбка Малкадора Стала Шире И Гарре Ощутил Призрачный След Психического Прикосновения Прошедшего Сквозь Него Не считая Самого Императора Малкадор Был Самым Могущественным Псайкером Из Ныне Живущих Людей И Стоять Перед Ним Означало Быть Прозрачным Как Стекло Утаить Что-либо Было Невозможно Гарре Столкнулся С этим И Не Отступил Ему Нечего Было Скрывать Малкадор Знал О нем Всю Правду Бывший Когда-то Капитаном Роты 14 Легиона Астартес Гвардии Смерти Под командованием Примарха Мартариона Гарре Ушел В бега Он Сохранил Верность Клятвам Когда Их Нарушили Все Кто Был Вокруг Него Когда Его Повелитель И Его Воителю Харусу Именно Гарра Осмелился Не Согласиться И Совершил Отчаянный Вояж Через Космос Чтобы Донести Весть Об этом Колоссальном Мятеже До Императора Натаниэль За Сою Верность Ты Заплатил Высокую Цену Твой Легион Братские Узы Жизни Твоих Людей Однако Ты Все Еще Хранишь Ее Я Астартес Императора Ответ Последовал Незамедлительно И Я Не Могу Этого Изменить Сигелит Кивнул Но Без Цели Астартес Ничто Воин Без Войны Вовсе Не Воин Вопреки Собственным Намерениям Гарра Почувствовал Как Возвращается Раздражение У Меня Есть Цель Чтобы Не Направляла Нас Человеческая Воля Судьба Или Некая Высшая Сила Я Знаю Вот Что Есть Некий Замысел По Которому Я Остался Жив Так Ж Как Был Смысл В том Что Я Принес Предупреждение Что Был Единственным Кто Устоял Пока Мои Собратья Приняли Бунт Всей Душой Он Обвел Рукой Вокруг Себя Но Пока Вы Держите Меня В этом Загоне Вы Не Даете Мне Шанса Его Понять Когда Глаза Малкодора Встретились С Будет Видно Каким Замыслом Ты Будешь Служить Действительно Ты Астартес Этого Не Изменить Но Ты Больше Не В Гвардии Смерти Ты Призрак Тень Что Пребывает Меж Светом И Тьмой Пойманная Посреди Сумрака И мне Нужны Такие Люди Тогда Дайте Мне Задачу Сиделит Я Прошу Лишь Этого И Ничего Больше Позвольте Мне Исполнить То Для Чего Я Предназначен И Видя Такое Орвение Малкадор Дал Натаниэлю Гарра Именно То Чего Тот Хотел Воображение Рубио Разворачивался Момент Смерти Его Боевого Брата Он Расслышал Озвуки Голоса Милиуса В порывах Завывающих Ветров Калта Апотекарий Выкрикнул Предупреждение За мгновение Домощного Взрыва Который Момент Когда В Болтере Кончились Заряды В эти Драгоценные Мгновения Пока Он Вставлял Новый Магазин И Наводил Оружие Ему Не Хватило Скорости Чтобы Спасти Друга Сцена Смерти Пылала Как Злое Клеймо Которым Жгло Его Чувство Вины Трагедия Заключалась В том Что Он Мог Остановить Культиста С Болтером Или Без Рубио Мог Сделать Это Усилием Мысли Но Сейчас Такие Вещи Были Под Запретом Когда То Казалось Что В другой Жизни Рубио Представлял Больше Чем Сейчас В Настоящее Время Он Был Обычным Астартес Из Тактического Подразделения Но Раньше Раньше Он Гордо Носил На Наплечнике Череп И Свиток Эмблему Звание Кодициария Знак Боевого Псайкера На Службе Ультрадесанта Некогда Рубио И его Собратья Были Грозой Любого Поля Боя И В Его Присутствии Напрягались Даже Его Товарищи Астартес Когда Мощь Варпа Струилась С кончиков Его Пальцев Актиническое Свечение Телекинетических Молний Несло Гибель Врагам Человечества И Неисчислимых Противников Сметало Прочь Чистой Мощью Его Разума Но Не Сейчас После Собрания На Никее И Издания Императором Декруи Абсолюты Многие Полагали Что Обладавшие Даром Рубио Или Как считали Некоторые Его Проклятием Отстояли От Колдунов Всего На Один Шаг Их Умы Были Открытыми Дверями Для Губительных Сил Готовых Дотянуться Из Тьмы И Поглотить Их И На Никее На Примархов Император Человечества Приказал Чтобы Все Псайкеры Легионов Астартес Каждые Эпистолярии Кодициарии Или Библиарии Воздержались От Применения Своих Способностей И Вернулись К несению Обычных Обязанностей Рядом Со Своими Боевыми Братьями Рубио Проявил Преданность И Послушание Он Сделал Так Как Ему Приказали Сдав Свой Психический Капюшон И Силовой Меч Его Официальный Статус Обнулился Он Согласился На Перевод И Не Испытывал Сомнений По Крайней Мере Поначалу Но Теперь Со Смертью Милиуса Он Потерял Покой Каждым Фибром Своей Души Рубио Знал Что Позволь Ему В полной Мере Использовать Сверхъестественные Способности И Апотекарий Все Еще Был бы Жив И Сколько Же Еще Других Подумал Он Чьих Смертей Можно Было Бо Избежать Скольких Врагов Уничтожить Благодаря Мощи Псайкера Ты Чем Ты Обеспокоен Брат Спросил Гайус Рубио Отвлекся От Самокопания И Обнаружил Стоящего Перед Ним Капитана Гайуса Ничего Важного Сэр Это Была Жалкая Ложь И Капитан Видел Это Я Знаю О Чем Ты Думаешь Друг И Еще Я Знаю Что Ты Один Из Лучших Ультрадесантников Которыми Мне Выпала Честь Командовать Независимо От Того Какие Из Своих Талантов Ты Применяешь Гайус Положил Свою Руку Ему На Плечо Отвага И Честь Рубио Мы Следуем Слову Императора И Желемана До Неожиданный Предупредительный Крик От Одного Из Астартов За Пределами Баррикад Был Замечен Нарушитель Воин Приближавшийся К рубежам Обороны С оружием Наготове Гайус Бросился Туда Бегом И Рубио Последовал За ним Взводя Болтер К оружию Приготовиться К контакту С противником Рубио Разглядел В сумерках Целеустремленно Направлявшуюся К ним Фигуру Силовой Броне Чьи размеры Невозможно Было С чем Либо Спутать Ультрадесантникам Сильно Аукнулось Предательство Несущих Слово И они Не собирались Быть столь Жедоверчивыми Во второй Раз Но Когда фигура Вышла На свет Излучающих Сфер Из Их Баррикад Рубио Увидел Не темную Медь И эмблемы Предателей А броню Цвета Грозовых Облаков Астартес Но без Цветов Легиона Резким Рубящим Жестом Гайус Дал своим Людям Сигнал Прицелиться И выкрикнул Именем Императора Остановись И изложи Свои намерения Фигура В сером Неторопливо Убрала Болтер И оглядела Шеренку Ультрадесантников Каждый Из которых Был на волоске От того Чтобы пристрелить Его Капитан Гайус Тебя непросто Разыскать Пренебрегая Нацеленным На него Оружием Астартес Смело Прошел Через баррикады И встал Лицом к лицу С командиром Ультрадесанта Все Что Рубио Мог сделать Это затаить Дыхание Пока его Психические Чувства Тянулись И оценивали Новоприбывшего И возможно Воин почувствовал Это Так как Его шлем Повернулся И бездонные Глазные линзы Внимательно Оглядели Кодициария Назови свое Имя и звание Как пожелаешь Хотя гарантирую Они тебе Ничего не скажут Я Натаниэль Гарра А что касается Звания То у меня Его нет Тогда кто ты Рубио Разглядывал Гарра В течение Долгого Момента Ты стоишь Перед нами В новенькой Броне Лишенной Символики И это На поле боя Где враги Те Кого мы Когда-то Называли Собратьями Ты заигрываешь Со смертью Гарра Как какой-нибудь Древний Странствующий Рыцарь Когда Гарра Заговорил Снова В его голосе Слышал Слабый Намек На улыбку Этот титул Будет не хуже Любого другого Брат Если ты Не сын Ультрамара И не из Предательских Ублюдков Лоргара Тогда что ты Делаешь здесь На Калте Гайус Холодно Посмотрел На нарушителя Здесь Командуй Я И ты Даешь мне Ответ Я не Оспариваю Твое лидерство На мои Полномочия Выше Смотри Он Слегка Наклонился И в отблесках Осветителей На его наплечнике Стала видна Скрытая руна Стилизованная И выгравированная На уровне Атомной структуры Керамитовой оболочки Мизонным лучом Печать Малкадора Рубио Знал символ Как и все они Это была Личная метка Регента Терры И те Кто носили Ее Представляли Человека Бывшего Самым Доверенным Лицом Императора Руна Позволяла Гарре Бывать везде Где он Хотел И будучи Инструментом Воли Малкадора Отменять Любое Распоряжение Даже Приказ Вышепоставленного Офицера Резкий Вдох Капитана Гаюса Сказал Рубио Что мысли Его командира Шли в том же Направлении Моя миссия На Калте Это воля Сигелите И Императора Лорд Капитан Это все Что тебе В настоящий Момент Нужно знать Твердый Взгляд Гаюса Не дрогнул Да будет Так Но предупреждаю Не вмешивайся В мою миссию Твоя метка Не защитит Тебя Когда отступники Пойдут на прорыв Капитан Ушагал Прочь И Рубио Снова ощутил На себе Взгляд Гарра Ты брат Кодициарий Тайлас Рубио Я просто брат Рубио И ничего Более Как скажешь В слабом Свете звезд Отраженном От лунной Поверхности Лицо Малкадора Казалось Возвышенным И безмятежным Он сделал Знак рукой Преклони колени Натаниэль Дай Адепту Сделать свое Дело Как пожелаете Нахмурившись Гарра Опустился На одно колено Прижимая Шлем Груди И глядя Сигелиту В глаза Адепт Механикум Склонился К нему И Астарте Почувствовал Едкий Запах Биосмазки И машинных Масел По обнаженной Коже Шеи Растеклось Тепло Крупные Желтые Искры Прыгали И шипели Он Слышал Скрижащующее Щупение Мизонного Ланцета Который Врезался В пластины Брони Поток Частиц Создавал В керамике Последовательность Уровней Бесконечно Сложных Схем Наноскопических Размеров Получая Эту метку Ты клянешься Мне в верности Ты будешь Следовать Моим приказам До самого Конца Не оспаривая Их Глаза Гарра Сузились Я буду Подчиняться До тех пор Пока это Служит Императору Так и Будет Гарра Почувствовал Давление Разума Сайкера И усмирил Себя Понимая Что сопротивление Душераздирающему Взгляду Малкадора Находится За пределами Его возможностей Я снова Вижу ярость Натаниэль Но теперь Она направлена Вовне Она говорит В тебе Потребность Добиться Отмщения Своим Братьям Предателям Воздать Должное Тифону Даже бросить Вызов Своему Примарху Мортариону За то Что посмел Предположить Что сможет Обратить Тебя Да Он выпустил Наружу Слова Удерживая Холодную Ярость В своем Сердце Не буду Этого Отрицать Малкадор Мрачно Кивнул Наступит Время И для Отмещения Но на Сегодня Мой приказ Держать Свою Вражду Под контролем Твоя Миссия Превыше Всего Астартос Принял Это Без Комментария Как Делал И раньше На палубе Корабля Эйзенштейн Когда Он пожертвовал Всем Что знал Чтобы добраться До Теры И донести Весть о предательстве Харуса Его миссия Была его главной Его единственной Задачей Даже если бы История повторилась Его жребием Было бы снова Сыграть ту же роль Он сделал бы Это с готовностью Во имя Императора В воздухе Повис сильный Запах Перегретого Керамита Гара слышал Потрескивание Остывающего Клейма Адет Отступил Назад Метка была Нанесена Дело Сделано Чтобы не последовало Дальше Он посвятил Себя этому Малкадор Судорожно Вытащил Вольнолюбца Из ножен Гарра Видел Какие усилия Тот прилагает Чтобы удержать Оружие Не предназначенное Для человеческих Рук Сигелит Направил Кончик Могучего Меча К полу Теперь Присяга Гарра Поместил Голую руку На обнаженное Лезвие И кивнул Он пересек Рубикон Натаниэль Гарра Ты соглашаешься Принять на себя Отведенную тебе роль Посвящаешь ли ты себя Моим приказам И отбрасываешь ли В сторону Все прочие Притязания На славу Связываешь ли ты себя Этим особым обетом Во всем этом И этим оружием Клянусь Именем его Сигелит Поднял бровь Услышав Выбранные им слова Но не стал их Комментировать Гарра Забрал свой меч И низко поклонился Краем глаза Увидев В высоких окнах Собственное отражение Как бы не замечательно Было после столь Долгого перерыва Снова оказаться В своих доспехах И на груднике С орлом Их новый цвет Был еще непривычным Символика Гвардии смерти Исчезла И вместо нее Был безликий Призрачный серый В груди Гарра Шевельнулось Странное чувство Чувство Суть которого Он не смог определить Что я должен делать Ты покинешь Цитадель Сомнус И отправишься В странствие По галактике Собирая группу людей Астартес Из всех легионов Как из верных Так и из отступнических Найдешь их Привезешь ко мне Ты сделаешь это И не оставишь Ни следа там Где пройдешь Ради чего Малкадор Отвернулся И нашел взглядом Бело-голубой Шар Терры Висевший высоко В лунной ночи Ради будущего Натаниэль Близился рассвет И подобной зари Еще не всходила Над морозным Заиндивевшим Ландшафтом Калта Всю ночь Концентрация Кислорода Продолжала падать И теперь планету Укутывала лишь Дымкой ядовитой Атмосферы Совсем скоро Вся местная Флора и фауна Умрет от удушья И здесь останется Мертвая пустошь И лишь война Переживет всех Запечатанный Внутри доспехов Брат Рубио Молча наблюдал Как воин Гарра Быстрыми и точными Движениями Готовит к сражению Свой болтер Было ясно Что он досконально Знает оружие И судя по Многочисленным Перечнем заслуг Вытравленным Кислотой на корпусе И рукояти Они бок о бок Прошли много битв Гарра притворялся Занятым Своими делами Но Рубио Видел его Насквозь Астартес Наблюдал за всем Что его окружало И его внимание Снова и снова Возвращалось К капитану Гайюсу Обходившему Своих людей Может Гарра Пришел по его душу Возможно Гайюс Совершил Некий поступок И теперь Этот незнакомец Вынырнул из темноты Чтобы предъявить На брата капитана Права У Рубио Не было ответов На эти вопросы Но он был Уверен в одном Натаниэль Гарра Пришел на Калб Чтобы судить их При мысли Что агент Сигелита Сочтет их недостойными В глубинах рассудка Начинали шевелиться Мрачные порывы Но помимо этого Еще один внутренний голос Осмеливался спросить По какому праву Этот человек Может подвергнуть Следствию Ультрадесант 21 Все во что верил Рубио Подверглось За последние дни Серьезному испытанию И переломный момент Был не за горами Было бы просто Заглянуть в него Подумал он Использовать лишь Малую толику Запрещенного Колдовского взгляда Только чтобы увидеть Узнать Что Гарра тот За кого себя выдает В этот миг На какую-то долю секунды Железный контроль Рубио дрогнул И нечто Проскользнуло в его разум Он окаменел И внезапно Видение Вещественный мир Затуманился И утек прочь Обратившись в жидкость Наброски абсолютного И бесконечного Теснились в уме Рубио Раскрывая себя И трансформируясь Он попытался Отшатнуться И закрыться От ощущения Но было Слишком поздно Видение Уже овладело им Его дремлющая мощь Кадициария На краткое мгновение Поглотила его И в этот миг Кристальной ясности Он увидел Битва Красная на лезвии Черная на корпусе И там Лежащий На ледяной земле Гайус Рубио Рубио Тянулся В ушах Грохотал пульс Он отчаянно Пытался добраться До своего командира Спасти его Прежде чем Его душу Вырвут из плоти Рубио Ультрадесантник Судорожно вздохнул И пришел в себя Мязмы Психической энергии Исчезли быстрее Чем появились Он проклял Краткую Потерю контроля И встал Отмахиваясь От гарра Но другой Астартес Подошел ближе Догадался ли Воин В серой броне Какую цену Заплатит Рубио За мгновение Отвлечения Он Изо всех сил Старался понять Свидетелем Чего стал В этой вспышке Предвидения Капитан Сбитый с ног Умирающий Мертвый Нет Этого не случится Он отбросил Фрагменты видения Слабости Это все Мгновение Потеря концентрации И зараза Варпа Хватило этого Чтобы проникнуть В него Декрет императора Не подлежит обсуждению Брат Ты что не видишь Что они идут Быстро Бери оружие Вижу что Но слова Едва слетели С его губ Как первый залп Умертвителя Просвистел В воздухе И разнес В клочья Кучу камней Оставшуюся От сошедшего Оползня Враг возвращается И в большем количестве Приготовится к бою Капитан Рубио лихорадочно Заметался Выискивая командира И обнаружил его Гаюс стоял Наверху Заграждения Перекрывавшего Зевтонеля За спиной Бился на ветру Боевой плащ Взведенный Болт-пистолет Был наведен на цель Капитан Завчисленные Культисты Верность Верность Космодесантников Арбия Безумных Фанатиков Накатила На капитана Гаюса Бившегося Самой гуще Сражения Волной Их было Так много Что одним Лишь своим Количеством Они сбили Командира Рубио с ног И повалили его На пересекавшие Землю рельсы Несколько Долгих секунд Куча вопящих Жаждущих Крови Культистов Ворочалась И тряслась И наконец Разлетелась В стороны Когда Гаюс Вырвался Из их Удушающей Хватки Каждый Мощный Удар Его силового Кулака Нес смерть Сокрушая Субтильные Тела Рубио Встал На отведенное Ему место И последовал Примеру Капитана Не обращая Внимания На волны Боли Пронзавшие Его голову И отголоски Видения Он пытался Отбросить их И придавать им Значения Но у него Не получалось Гарро Сражался Без устали Серая броня Одинокого Средоточился На поддержании Глубокой Концентрации И каждый удар Его меча Каждый Израсходанный Выстрел Были направлены В то место Где они могли Нанести Максимальный Ущерб Рубио Увидел Блики Света На меде Орлиной Головы Богатой Нагрудной Пластиной Гарре И в очередной Раз спросил Себя Кем же Мог быть Этот человек Он бился Самообладанием И холодной Смертоносностью Ветерана Затем он Развернулся На месте И ткнул Своим мечом В направлении Удаленного Гребня Там Это только Предвестники Враг идет Сомкнуть Ряды Ультрадесантник Услышал Звук Похожий На скрежет Огромной Заевшей Зубчатой Передачей И из-за Гребня Появилась Гигантская Конструкция Из стали Кабелей Брони Меди Четыре Суставчатые Ноги С шипящими Поршнями Цокали по земле Машина Двигалась Как краб Доверя всех Кто не успевал Убраться С дороги Из центра Туши Торчала Наружу Нескладная Оружейная Башня Загроможденная Турелями И устрашающими Лезвиями Торчащими Как позвонки Основное Орудие Было Сделано Из черного Железа И его Разверстая Дуло Позвякивала Веригами Машина Двигалась Так Как будто Была живой Ее бока Были Кроваво-красного Цвета С черной Отделкой Каждый ее тяжелый шаг Осквернял землю Ультрадесантники Дружно Перенесли на нее Свой огонь Но если Атака И привела К чему-то Так это к тому Что агрегат Похоже Разозлился Рубио Увидел Как он Качнулся Вперед И стремительно Заскользил К ним Гораздо Быстрее Чем можно Было бы Ожидать От конструкции Таких Размеров Масс Реактивные Болты Выстрелы Плазмы Ракетные Удары С близкого Расстояния Все они Нашли В боевой Машине Свою цель И вгрызлись В нее Но вся В огне Она добралась До центральной Баррикады И обрушилась На нее И на капитана Двадцать первой Гаюс Предупреждение Рубио Росекло в воздух Но было Слишком поздно Все Встало На свои места С запозданием Он понял Что сцена Разворачивается Вновь Битва Красная На лезвии Черная На корпусе Он сорвался С места И не раздумывая Бросился В безрассудную Атаку Разбрасывая В стороны Всех врагов Осмелившихся Встать У него На пути Он знал Что будет Дальше И он должен Был Это остановить Шлем Гаюса Развернулся И капитан Услышав Крик Рубио Увидел Как он Приближается Но вслед За этим Заговорило Орудие Боевой Машины И Рубио Сбило с ног Ударившим Рядом Выстрелом Он Опрокинулся И покатился От столкновения С землей Затрещали Кости И он ощутил Во рту Медный привкус Крови Он попытался Встать И там Впереди Увидел Металлическую Ногу Обрушившуюся На грудь Капитана И пришпилившую Его к земле Броня Гаюса Треснула Со звуком Ломающихся Костей И кровь Расплескалась По рельсам Влажными Цветными Брызгами Замерзшими Сразу Выше После Падения Гарра Заскрежетал Зубами Под мрачной Маской Своего Шлема И про себя Он проклял Боевую Машину Когда она Окончила Жизнь Еще одного Лоялиста Закричавшего От ужаса Она Завывала И грохотала Ковыляя На ногах Поврежденных Непрерывным Обстрелом Одна Металлическая Конечность Безжизненно Висела На плюющихся Маслом Шарнирах Но конструкция Все еще Продолжала Сражаться Возвращая Защитникам Входа в туннель Массированные Залпы Тяжелых Орудий Она Встала На дыбы И Астартес Заметил Брата Рубио Пытающегося Утащить В укрытие Скалеченное Тело Капитана Конструкция Заухала И двинулась К нему Намереваясь Покончить С ультрадесантником Таким же Зверским Способом Как с его Капитаном Нет уж Проворчал Гарра И соскочил Срухнувшей Мраморной Колонны Разбитые Камни Хрустели Под его Подошвами Пока Он Изо всех Сил Разгонялся Чтобы прыгнуть Выше Воин В броне Цвета Грозовых Облаков Взмахнул Мечом И созвучным Лязгом Приземлился Наверх Корпуса Машины Предателей Пытаясь Тряхнуть Его Она Затряслась И заизвивалась Как медведь Атакованный Волком Гарра Перебросил Вольнолюбца В обратный Хват И всадил Силовой Меч В верхушку Оружейной Башни Туда Откуда Таращилась На него Жгучи Черными Глазами Кричащая Демоническая Маска Из ужасной Пробойны Брызгала Маслянистая Жидкость И машина Забилась Почти Как если бы Испытывала Боль Ультрадесантники Из родных Отделений Опустошителей Были уже На подходе Сжимая В бронированных Кулаках Тяжелые Ласпушки Плазменное Оружие И мультимелты Его Вылазки Оказалось Достаточно Чтобы Отлечь Машину Дав Рубио Возможность Уйти От опасности А опустошителям Время Которое Им было Нужно Убейте Эту Штуку Крикнул Гарро В свой Вокс Изо всех сил Пытаясь Удержаться Прямо Сейчас Но Нестерпимый Жар Был уже Здесь Лазерные Лучи И ракетный Обстрел Окутали Машину Предателей И она Отшатнулась Астартес Успел Услышать Отдающийся Эхом Дребез Звучащий Почти Как Хрип И Четырехногий Танк В конце Концов Сбросил Его Содрогаясь Смертельных Конвульсиях Гарро Жестко Приземлился Все еще Сжимая Свой меч И откатился За плиту Рокрита Как раз В тот момент Когда машина Встретила Свой конец Смерть От взрывной Ударной Волны Пока Гарро Поднимался На ноги Воцарилась Тишина В мертвом Воздухе Повисло Гнетущее Ощущение Угрозы Он Скарабкался На останки Уничтоженной Баррикады К месту Кратковременной Остановки Капитана Гаюса С этой Позиции Открывался Хороший Обзор И Гарро Мог заглянуть Через гребень Утеса За которым Как раз Сосредоточилась Следующая Волна Неприятелей Оптика Его шлема Поймала Удаленные Машины Сопоставляя Очертания С известными Факторами Угрозы Несущие Слово Армия Примарха Ларгара Его самые Преданные Воины Фанатики И до Недавнего Времени Люди Входившие В семью Боевых Братьев Под эгидой Императора Человечества Наблюдая За ними Гарро Почувствовал Как в груди Поднимается Холодная Ярость Смешанная С предательской Гнили Сыны Харуса Пожиратели Миров Дети Императора Даже Его собственная Гвардия Смерти Все пошли По пути Отступников Против Воли Императора Против Его Божественной Воли И отныне Несущие Слово Расписавшиеся В предательстве Кровью Ультрадесанта Будут числиться Среди Ренегатов Проклятые За свое Восстание До конца Времен С мрачным Видом Гарро Опустился Вниз Совладеть Остатки 21-й Роты Люди Гаюса Умрут Защищая Туннель Кнуминусу И дорога В город Будет потеряна Это было Неизбежно Но это Не было Его заботой У Гарро Была Другая Цель Когда Гарро Подошел Брат Рубио Стоял Над телом Капитана Гаюса Клонив Голову Ультрадесантник Скрестил На груди Свои Тяжелые Керамитовые Перчатки В знаке Имперской Аквилы А затем Отсалютовал Снова На этот раз В старой Манере Принятой До объединения Ударив Сжатым Кулаком По груди Взгляд Рубио Скользнул По Гарро И тому Показалось Что он Ощущает На себе Злые Глаза Воина Сверепо Смотрящие Через Красные Линзы Шлема Мой Капитан Мертв Он ушел Достойно Да Кивнул Гарро Это Так Но Ты мог Предотвратить Это Рубио Отреагировал Так Как будто Его ударили Окаменев От потрясения Ты смеешь Брат Я знаю Кто ты такой И на что Ты способен Я знаю Кем ты был До Никеи До того Как сдал Свой капюшон И свой меч Сайкером Гарро Указал на труп Ты мог бы Потрудиться Сказать ему Возможно Ты мог бы Даже защитить Гаюса Но ты этого Не сделал Настрой Рубио Изменился И он пошел На второго Астартес У меня Свои приказы Я не буду Оспаривать Декрет Но пока Рубио Говорил Гарро Слышал Конфликт Клокотавший За ширмой Слов Ультрадесантник Разрывался Между узами Верности Братьям Ироти И своей Клятвой Примарху Императору Как мучительно Было понимать Что одно Из них Было принесено В жертву По требованию Другого Эта боль Была знакома Гарро Не понаслышке Мой капитан Мертв Чтобы ты От него Не хотел Странствующий Рыцарь Ты опоздал Я прибыл На Калт Не из-за Гаюса Я пришел За тобой Тайлас Рубио По приказу Малкадора Сигелита Он повелевал Мне собрать Группу воинов Из всех легионов И привезти Их во дворец Императора Ты первый И чтобы я мог Преуспеть В этой миссии Мы должны Уйти прямо сейчас Гнев Рубио Угас И он Недоверчиво Покачал головой То что ты Просишь Это невозможно Это не так Гарра повторил Его жест Как в зеркале Время играет Против нас И мы должны Спешить Если несущие Слово Начнут свою Атаку Мы очутимся В ловушке Мне надо Лишь послать Сигнал вызова На мою Грозовую птицу Мы вернемся На мой корабль И затем Нет Нет Ты хочешь Чтобы я покинул Своих названных Боевых братьев Самый тяжелый Для них час Я отказываюсь Это приказ Сигелита Его слово Это слово Императора Второй Астарте затих На долгое мгновение Приказ Сигелита Пусть идет К черту Я тебе Ничего не должен Гарра И поэтому Ради моей чести И как сын Мак Крага Я делаю выбор Не подчиниться Даже если Это значит Что я умру Сейчас Даже если Ты заклеймишь Меня анархистом Как отступников Ларгара Я откажусь Подчиниться Гарра посмотрел Вниз На меч в своей руке Блестящая поверхность Адамантиевого клинка Отражала Бесстрастный вид Его боевого шлема В груди Ультрадесантника Пылало горячее пламя И второй воин Чувствовал Его отклик Своей души Если бы они Поменялись ролями Он сказал бы тоже Что и Рубио Он не мог найти Изъяна в его словах Тогда мой выбор Остаться рядом с тобой Мы предпочтем Неповиновение Вместе Они встретили Атаку предателя Астарте Плечом к плечу Звук ее Оглушал Как вырвавшийся На свободу Гроза Абсолютная Дикость Нападения Была шокирующей И зверской Прорываясь Через баррикады И рубежи Укреплений Защитников Волной огня И крови Несущие слово Шли на приступ С безумным пылом Оставившим Далеко позади Даже сумасшедшую Атаку Орд культистов Каждый Ультрадесантник Разрядил Обойму Своего оружия Но на каждого Из них Приходилось В пятеро Больше Воинов Фанатиков Ларгара И импульс Их Сминающего Натиска Прорвался Через преграды Уничтожая Оборонительные Рубежи И катясь Вперед Волной Почерневших От копоти Доспехов Несущие Слово Всегда Славились Своей Экстремальной Военной Тактикой За годы Великого Крестового Похода Призванного Объединить Заново Потерянные Колонии Человечества Многие Миры На которые Упала Тень Семнадцатого Легиона Познали На себе Его Гнев Те Кто не Проявлял Должного Почнения Императору Карались Настолько Безжалостно Что Повелитель Человечества Лично Сделал Выговор Примарху Ларгару Наказав Его За насаждение Идолопоклонничества Своему Отцу И Насилие Выходящее За любые Рамки Некоторые Считали Что Ларгар И его Легион Приняли Во внимание Эти Уроки Но Сейчас Выяснилось Что Они Наоборот Отвергли Своего Повелителя И Нашли Новый Путь Дорогу Жестокости И резни Питаемых Неукротимой Ненавистью И Новыми Богами Меч Гарра Пел Его Болтер Ревел Пока Шеренги Противника Сходились Снова И Снова Он Заглушил Внутренний Голос Бунтовавший Против Идеи Сражаться С С С Братьями Астартес И Бился Изо Всех Сил Напоминая Себе О том Что Эти Перебежчики Более Недостоин Этого Имени Они Были Предателями Самой Низменной Породы Броня Несущих Слова Обычно Однородно Темного Цвета Была Намеренно Покрыта Ничем Иным Как Человеческой Кровью На Их Наплечниках Поверх Символа Легиона В виде Пылающей Книги Были Намалеваны Восьмиконечная Звезда И грубое Изображение Критящего Лица Такое Само Осквернение Лишь Еще Больше Разжигало Гнев Гарра И он Бился С праведной Яростью Сражая Предателей Взмахами Своего Меча И залпами Болтеров Невдалеке Рубио Бил Из Болтера Очередями Превращавшими Нападавших Воинов Перекручиванные Окровавленные Груды Но На смену Каждому Убитому Ими Приходили Другие Гарра Увидел Группу Несущих Слова Убивших Ультрадесантника Ураганом Огня Из Штурмовых Болтеров И к его Горлу Подкатила Тошнота К его Омерзению Даже Когда Мертвый Астартес Упал На землю Они Продолжали Расстреливать Тело Опустошая Вдергающиеся Месиво Обойму За обоймой И пока Они занимались Этим Он слышал Их Хохот Никогда Раньше Гарра Не встречал В другом Астарте С такой Лютой Злобы Несущие Слова Находили Удовольствие В том Чем Они Занимались Они Смаковали Это Он ощутил Как Его Мутит Их Все Больше И больше Глаза Терры Они Что Привезли Сражаться С нами Весь Легион Добром Это Не Кончится Но Именем Его Мы Заставим Их Заплатить За Каждый Шаг Вперед Аве Император Гарра Выкрикнул Боевой Клич И Убил Еще Одного Предателя Но Его Слова Прозвучали Пустым Звуком Повсюду Вокруг У Защитников Кончились Боеприпасы В своем Безрассудстве Поливая Баррикады Очередями И наполняя Воздух Вонью Параметея И отработанного Кордита Смерть Уже Дышала В затылок И в конце Концов Когда вперед Покатилась Новая волна Наступления Над шеренгами Ультрадесантников Раздался Клич Назад В тоннель Сомкнуть Строй И отступать Гарра Последовал Ему И проклиная В уме Обстоятельства Перебежал Из ледяного Воздуха Под покрытой Инеем Угрюмые Каменные Своды Основного Тоннеля За его Спиной Несущие Слово Перешли На бег Выплескивая Свою Ненависть В криках Рубио Махнул Рукой Гарра Завя За собой И кровь Застыла У него В жилах Когда он Заметил Множество Массивных Угловатых Форм Выходивших Из середины Рядов Завывающих Предателей Они Проталкивались Терминаторы Массивные Коренастые Фигуры Пошли В наступление Чеканной Непреклонной Поступью Железных Ног Превосходя По весу Любого Из обычных Астартес В два раза В комплекте Терминаторской Брони Двигались Вперед Тяжелым Шагом Не обращая Никакого Внимания На потоки Лазерного Огня Болтов И масс Реактивных Снарядов Отскакивающих От их Доспехов Рубио Прикинул Соотношение Сил Но быстро Понял Что для того Чтобы совладать Шеренга Из полинов Из стали И керамита У них Было Недостаточно Тяжелых Орудий Крак Гранаты Оттеснили Их Назад Но лишь На мгновение Шеренга Приближалась Проламывая Баррикаду За баррикадой За ней Следовали Остальные Несущие Слова Обеспечивавшие Каскады Огневой Поддержки Терминаторы Рвали в клочья Любую Мишень На какую Только Падал Их Выбор Трассы Снарядов Из тяжелых Комби Болтеров И вращающихся Дул Автопушек Кромсали Тела Защитников Ультрадесантники Умирали Их Безупречно Голубая Враня Превращалась В кровавые Руины Рубио Почувствовал Прикосновение К Наручу И Обернувшись Обнаружил Гарра Указывающего Своим Мечом Мы Не сможем Удерживать Этот рубеж У нас Остались Считанные Секунды До того Как Терминаторы Войдут В туннель Мы Должны Отойти Назад Куда Продолжать Отступать Пока Не дойдем До врат Ну Минуса У нас Нет Прикрытия Покажем Им Спины И нам Конец Он Покачал Головой Цвета Ультрадесанта Не убегают Тогда Мы Умрем Здесь Ты Не Подчинился Одному Приказу Чтобы погибнуть Ради Другого И твои Боевые Братья Лягут Рядом С тобой Лицо Рубио Скривилось От Раздражения Будь Ты Проклят Ты Не Оставляешь Мне Выбора Гарро Покачал Головой Нет Рубио Этот Выбор Ты Уже Сделал Просто Ты Понял Это Только Сейчас Гарро Вставил В болтер Последнюю Обойму И Открыл Огонь Рубио Увидел Что Под Бесконечными Потоками Выстрелов Те Из 21 Роты Кто Остался В живых Были Вынуждены Отступать Назад Глубже В глотку Туннеля Ту Толику Дневного Света Что Еще Могли Дойти Через Широкий Проход Заслоняли Громоздкие Силуэты Терминаторов Пересекшие Пути И Вошедшие В туннель Черные Тени Освещались Крестообразными Вспышками Жерл Их Происходивших Уже Не было Штурмом Оно Превратилось В казнь Не Опять Не Снова Я Больше Этого Не Допущу Ультрадесантник Позволил Своему Опустевшему Болтуру Выпасть Из сжатых Пальцев На землю Судорожно Дыша Он Поднял Руки Перед Собой Сгибая Пальцы Как Когти Он Почувствовал Его Немедленно Давно Привычное Потрескивание Сверхъестественной Мощи Обитавшей В основании Черепа Извивавшейся И Крутившейся Как заключенный В сосуд Разряд Молнии Все заклинания И приемы Ключевые фразы И мыслимые Формы Которые Он выкинул Из головы После выхода Декрета Всему этому Он позволил Вернуться назад Воздух Вокруг Рубио Запятнанный Варпом Обрел Маслянистую Электрическую Структуру На грани восприятия Заплясало Ощущение Силы За пределами Человеческого Понимания Рубио Увидел Как Гара Освобождает Для него Необходимое Пространство Он заметил Как боевые Братья Трясут головами Но останавливаться Было слишком Поздно Сила была Здесь Она никогда Не покидала Его Сопровождая Рубио Во всех Его действиях Как тень Варпе Она пришла С легкостью Она давала Могущество И пьяняла И как и его Ярость Она жаждала Освобождения Он простер Свои руки К наступающей Шеренге Терминаторов И на кончиках Его пальцев Заплясали Крошечные Вспышки Электрических Разрядов Без Фокусирующего Экрана Психического Капюшона Его сила Будет Свирепой И почти Неуправляемой Но Рубио Был к этому Готов Если он Не преуспеет Все они Умрут Он опустился На колени И выпустил Свой гнев На свободу Сжатая Вспышка Псионического Разряда Пронеслась Через Проход И поглотила Несущих Слова Впервые Заставив Их Кричать От боли Затем Когда мощь Достигла Своего потолка Вверх Входа В туннель Затрещал И покрылся Разломами Не справляясь С напором Отмеченной Варпом Энергии Черный Камень Схлопнулся Как последовательность Закрывающихся Челюстей И терминаторов Погребло Под тоннами Обломков Гара Протянул Рубио За свою руку Ильтар Десантник Принял ее Чтобы подняться С земли Псайкер Снял свой шлем И впервые Посмотрел На Гара С собственными глазами Второй Астартов Повторил этот жест И два воина Оценивающие Оглядели Друг друга Дело сделано Враг погиб И этот путь На Нуминус Для него закрыт И всем Чего мне это стоило Было неподчинение Моему примарху И моему императору Твои братья Остались в живых Рассматривая это Как награду Рубио не ответил Вместо этого Он обошел фигуру В сером И сделал шаг В направлении Прочих ультрадесантников Стоявших Неплотной группой Поддерживая раненых И тогда Все как один Боевые братья Двадцать первой роты Отвели глаза И отвернулись от него Рубио не подчинился Декре абсолюты И этому не было прощения Гара вытащил Вольнолюбца И Рубио Развернулся на звук Пригвоздив Его яростным взглядом Доволен? Ты получил То за чем пришел? Пока нет Гара протянул Свой меч Направив кончик земле Положи свою руку На клинок Рубио в бешенстве Пошел на него Ты вынудил Меня это сделать Ты лишил меня Братьев И теперь требуешь присяги Гара медленно Покачал головой Эти люди Больше не твои Братья Ты призрак А теперь Положи руку На клинок В конце концов Рубио потянулся И коснулся меча Гара мрачно кивнул Тайлас Рубио Ты соглашаешься Принять на себя Отведенную тебе роль Посвящаешь ли ты себя Приказам регента Терры И отбрасываешь ли в сторону Все прочие притязания на славу Связываешь ли ты себя Этим особым обетом Что-то темное Похожее на тоску Замерло в глазах воина Во всем этом И этим оружием Клянусь Мне ничего больше не остается Джеймс Джеймс Сваллоу Сам себе легион С волнующихся отравленных небес И они вели себя как люди Хотя с той поры Как кто-либо Из них имел Настоящее сходство С обыкновенными Обитателями Империума Минули десятилетия Каждый из них Был одет в комплект Силовой брони Марк 6 Модели Корвус Самый продвинутый тип Боевой экипировки Когда-либо Созданный для Адептуса Стартес Космических десантников Они были вооружены Болтерами И силовыми мечами Но вышли без шлемов Подставляя лица Пронзительным ветрам Как и на корабле На них не было отметок Знаки различия Званий Заслуг И принадлежности К легиону Отсутствовали Все Кроме одного Тайные руны На наплечнике брони Стилизованные Буквы И Выгравированные На металле И керамике Метки Малкадора Сигелита Регента Теры И подручного Императора Приготовьте оружие Братья Не теряйте Бдительности Хотя на ведущем Воине И не было видно Знаков Обозначающих Звания Он говорил Как командир Натаниэль Гарра Некогда Боевой капитан Легиона Гвардии Смерти Бросил своих Братьев Когда они Отвернулись От своей присяги И присоединились К Харусу Презрев орудия Сотен Боевых кораблей И безумие Варп пространства Гарра Донес до Теры Предательстве Воителя Только для того Чтобы обнаружить Себя в роли Воина Ищущего Предназначения Казалось Это было Давным-давно И с той поры Прошло многое Проспера Калт Сигнус Прим Длинный перечень Миров Охваченных Огнем И сейчас Так же Как и его Компаньоны Гарра стал Призраком Странствующим Рыцарем С высшей степени Секретными Обязанностями Возложенными На него Самим Малкодором Неподалеко От Гара Тайлос Рубио Опустился На колени И собрав Горсть земли Просеял ее Сквозь пальцы Латной перчатки Вокруг Головы Рубио Слабо Отсвечивал Голубым Едва Различимый Ореол Чувствительных Кристаллических Цепей Ранее Боевой Псайкер В звании Кодициария На службе Легиона Ультрадесанта Он все еще Не примирился С изменением Статуса Хотя с момента Его вербовки На службу Малкодора Прошло уже Больше года Рубио Закрыл глаза И тень Пробежала По его лицу Когда он Позволил Своим Псионическим Чувствам Расшириться И ощупать Окрестные Руины Невидимые Следы Человеческих Душ Заполняли Ландшафт И тени Остались В эфире Как силуэты Пепла После ядерного Взрыва Это место Мучения И так много Печали Мы все Прекрасно Знаем Что тут Случилось Тебе нет Нужды Рыться В прахе И воровать Память В мертвецов Третий Воин Выглядел Как ветеран Рубленое Лицо С твердыми Как гранит Чертами Испещали Шрамы Бесчисленных Конфликтов Жесткий Облик Мейсона Капитан Наголо Брил череп А Варен Носил Шапку Туго Стянутых Темных Волос И клочковатую Бороду Как и бывший Легионер Гвардии Смерти Варен Тоже Отверг Собственных Собратьев После того Как они Поклялись В верности Харусу Повелитель Его легиона Примарх Гладиатор Ангрон Послал Своих Личных Охранников Чтобы убить Варена За его Отказ Примкнуть К мятежу Пожирателей Миров Варен Спасся Но в его Сердце Поселилась Горечь Гарра Предложил Ему Новую Роль Одного Из Агентов Малкадора Но Честно Говоря Ему Не Очень Нравилась Эта Обязанность Вспыльчивый Как и все Пожиратели Миров Он Страстно Желал Быть В гуще Войны Сходиться С бывшими Боевыми Братьями Лицом К лицу Он Не Обладал Холодной Отстраненностью Легионера Гвардии Смерти Или Стоицизмом Ультрадесантников Выждав Момент Варен Развернулся К боевому Капитану Зачем Ты привез Нас сюда Гарра Что такое Может Крыться На этих Раззоренных Пустырях Чтобы нам Пришлось На них Наведаться Потому Что Так Приказал Сигелит Да Ну Так Я и Поверил Залы Дворца Императора Далеко От места Где Мы Стоим Брат Слишком Далеко Чтобы Помнить О всех Совершенных Здесь Зверствах Псайкер Медленно Кивнул Соглашаясь Да Все Что я чувствую Тут Это Смерть Лорд Малкадор Желает Чтобы мы Привезли ему Черепа И кости Гарра Глубоко Вздохнул И обвел Окрестности Рукой Запах Чувствуете Его Привкус Воздухе Сухой И едкий Человеческий Прах Останки Бесчисленных Там Где Война Началась Там Будет И Конец В Каком То Смысле Ты О чем Те Задания Сигелита Что Мы Выполнили Те Рекруты Которых Мы Гарра Поднял Руку Заставив Его Умолкнуть Я Скажу Тебе Что Поведал Мне Лорд Малкадор В Лунной Цитадели Сомнус Это Будет Последний И Варен И Рубио Воздержались От Вопросов Оба Астартов Размышляли Над Его Словами Этот Разрушенный Мир Станет Вехой Отмечающей Конец Их Похода Во Исполнение Обеда Сигелиту И Все же Все Трое В Глубине Души Понимали Что Существует И Более Важная Задача Которую Еще Только Предстоит Выполнить На Другом Краю Разрушенного Города Здания Сокрушенные Орбитальными Бомбардировками Лежали Подобно Огромным Упавшим Деревьям Те Немногие Что Отчасти Уцелели Тянулись Вверх Сломанными Костлявыми Пальцами Скребущими Хмурое Небо Внизу На заваленных Обломками Улицах Голос Ветра Был Как Стон Умирающего Животного Но Над Потрескавшимися Парабитами Он Был Беспрерывным Потоком Пыли И Песка Ломанного Парапита Широко Раскинув Руки Он Распахнул Объятие Ураганному Ветру За его Спиной Как Раскрывающиеся Крылья Хлопал Истрепанный Оборванный Плащ Умереть Ли мне Я не могу Шагнуть Вперед В объятии Тяготения Упав Разбитым На разрушенные Камни Далеко Внизу Или Стоит Попытаться Умереть Снова Если Бы Это Было Так Просто Если Я Только Мог Он Замолчал Подаваясь Вперед Почти Как Если Б Бросая Вызов Судьбе Ты Не Можешь Забрать Меня Ты Не Знаешь Меня Тебе Не Известно Мое Имя Я Я Превратился В Кербера Волкодава Уврат Преисподний Я Не Прикасаем Слышишь Меня Ты Слышишь Меня Цепной Меч На Его Боку Был В таком же Плачевном Состоянии Что И Остальная Экипировка Поврежден В такой Же Степени Как И Его Рассудок И Все Же Как И Все Эти Средства Он Все Еще Работал И Все Еще Мог Убивать Резня Не Кончится Никогда Я Заглянул В Льстивые Песни Шепчут Они По Ночам Я Вижу Блеск Безумия В Собственных Глазах Я Не Узнаю Лица Под Своим Шлемом Я Вижу Мертвецов 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 Порочные Камни Дворца Сталь Заржавевшую От Ненависти Убийц И Убитых Кричащих Во весь Голос Разносящих Свою Мерзость И Порчу Я Вижу Тройную Метку Я Знаю Что Она Значит Если Я Что И Знаю Так Это Это Я Кербер Да Я Был Отвергнут Самой Смертью Я Обрету Покой Только Могилы Только Когда Весы Придут О Равновесии Я Один Остался Верным В Галактике Предательских Звезд Я Не Умирающий Среди Мертвецов И Я Иду За Тобой Воин Увидел Своего Врага И Прыгнул В Воздух Те Кто Звал Этот Мир Дома Не Избежали Судьбы Своей Планеты Валы Точечных Энергетических Ударов Кинетические Снаряды И Злой Бич Биологической Бомбардировки Собрали Свой Урожай Жизнь Была Вырвана Из Их Тел Варварски С ними Разлучена И Все Даже Среди Праха Своих Мертвых Собратьев Теплились Жалкие Искры Их Нельзя Было Назвать Людьми Уже Нет Силой Что Двигало Ими Была Жизнь Напорожденная Ужасом И Разложением Тела Что По капризу Злой Слепой Удачи Избежали Мгновенной Гибели Впоследствии Умерли Медленной Смертью Извергая Себя Черную Гнилую Кровь Давясь Собственными Разложившимися Жидкостями Это Были Несчастные Лишенные Милости Быстрой Смерти Их Плоть Сохранилась Став Приютом Для Колоний Смертельных Болезней Чтобы Не Осталось От Того Кем Они Были Раньше Все Это Кануло В Лету Теперь Они Были Лишь Переносчиками Самораспространяющейся Чумы Бездумной Плотью Коваляющей В руинах Воин Звавший Себя Кербером Не Выносил Их Он Презирал Их С Яростной Неиссякаемой Безумной Страстью Он Ненавидел Их Так же Как И Сам Себя За То Что Будучи По всей Логике Вещей Мертвым Он Погиб И В то же Время Был Жив Хотя И Не Был Затронут Их Заразой Смерть Отвергла Его Выбросила Назад И Он Будет Продолжать Убивать Пока Она Снова Не Примет Его Я Штормовой Клинок Я Правосудие Я Вызов И Верность Присяге Я Один Здесь За Экраина Мертвого Города Простиралось Огромное Разбомбленное Поле Вздыбленное Изломанное Защитные Бункеры Зияли Как Разграбленные Гробницы Траншеи Заполняли Массы Засохшей Грязи Смешанной С кровью Эти Ветра Здесь Пробирают До костей Гарра Варен И Рубио Шли Огибая Глубокие Взрывные Воронки С собравшимися В них Озерами Отравленной Воды Безмолвное Поле Боя Усеивали Ржавые Горелые Дырявые Корпуса ЛН-спидеров И штурмовых Танков И здесь И там Лежали Покрытые Копотью Скелеты Солдат Избежавших Милосердной Смерти От распыления Вид Этого места Пародит Картины Ада В уме Любого Вменяемого Человека Да Ада Я его Нет Гарра Это Вымысел Из старых Верований И ничего Больше Нам не Нужно Место Ужасов За порогом Смерти Харус Уже Готовит Его Для Нас Здесь В настоящем Боевой Капитан Ничего Не Ответил Его Глаз Зацепился За блеск Какой-то Золотой Вещи Под Бортом Перевернутого Бронетранспортера Класса Носорог В ней Отражался Тусклый Безжизненный Дневной Свет Гарра Подошел И обнаружил Человеческие Останки Почерневшие Кости С Приставшими Колочками Серо-зеленой Униформы Он Склонился Чтобы Рассмотреть Получше К нему Приблизился Рубио Что Это Гарра Нагнулся И с Деликатностью Неожиданной Для Размеров Его Бронированной Руки Выдернул Из Раздробленных Пальцев Трупа Маленький Испачканный Значок Это Была Простая Цепочка Из Металла Низкой Пробы С Которой Свисала Двуглавая Аквила Империума Окамленная Золотом Лежа На Ладони Его Керамитовой Перчатки Она Оказалась Совсем Крошечной Форма Это Один Из Солдат Имперской Армии Стрелок Гарра Прекрасно Знал Что Представляет Собой Значок Будучи По Виду Обычной Безделушкой Символ Аквиллы Был Путеводным Камнем Для Последователей Секретной Группы Внутри Светского Империума Те Кто Носил Такую Вещь Были Адептами Божественного Откровения Верившими Что Император Человечества Достоин Зваться Божеством Эти Верования Скрывались В тени Не Было Ни Церквей Ни Организаций Только Те Кто Верил Император Был Самым Могущественным Среди Когда-либо Живших На Свете Людей Бессмертным Псайкером И Непревзойденной Силы И Ради Своей Великой Империи Он Развенчал Все Верования Когда-либо Возникавшие В истории Человечества Говорили Что Сам Император Не Желал Чтобы Ему Поклонялись Как Живому Богу Но Его Деяния Лишили Его Этого Выбора Те Кто Верил В Его Величие Сделали Его Истинным Божеством До Гражданской Войны До Предательства Гаррани Выходил За пределы Атеистических Владений Имперской Истины Но С той Поры Он Повидал Многое И ужасы И чудеса Он Подвергся Испытаниям И на этом Пути Воин Обрел Новую Тайную Веру Император Защитит Рубе Уизучал Мертвого Человека Эти слова Что Ты Сказал Когда Стрелок Умирал Это Была Его Последняя Мысль Как Ты Можешь Это Знать Гарра Нахмурился И позволил Значку Выпасть Из пальцев Это Неважно Собратья Сюда Вы Должны Это Видеть Варен Стоял На краю Широкой Неглубокой Взрывной Воронки И когда Гарра И Псайкер Подошли Оба Астартес Увидели Что Благодаря Какому-то Гигантскому Тепловому Выбросу Земля Вокруг Впадины Спеклась В тусклые Стеклянные Листы Наверное Термоядерный Взрыв В руке Варена Был перекрученный Погнутый Кусок Металла Покрытый Грязью За ним Тянулись Кабели И жгуты Волокон Напоминавших Мышцы На его лице Была смесь Печали И злости Еще один Сувенир В памяти Мертвеца Задержавших Поступ Ублюдка Воителя Угара Перехватило Горло Обломок Был частью Силовой Брони Наплечником Покоробившимся От теплового Удара Первоначальные Цвета Потрескавшиеся Керамитовые Оболочки Мараморно-белые С темно-зеленой Отделкой Едва Можно было Разобрать Но на фрагменте Имелись Жалкие Израненные Остатки Символа При виде Которых Гарро На какое-то Время Лишился Дара Речи На него Глянула Эмблема Из белого Черепа Поверх Черного Солнца Знак Легиона Гвардии Смерти Он Принял За очередные Сплавленные Кучи Взорванного Хлама Было Разбросанными Останками Боевой Экипировки Астартес Брошенными На милость Ржавения И распада Пальцы Гара Сжались В кулаки И он Почувствовал Что в нем Нарастает Отражение Холодной Злости Варона Так же Как и то Где мы Стоим Пожиратель Миров Это место Это Кладбище Это тут По приказу Харуса Луперкаля Погибли Мои Боевые Братья Они Умерли Здесь Когда Мортарион Мой Собственный Примарх Отрекся От них Ты Сказал Что мы Не должны Тревожить Прах Мертвецов Варон Ты Ошибаешься Нам Нужно Услышать Их Мы Должны Узнать Истории Их Смертей И потом В день Воздаяния Предателю Воителю Мы Будем Их Голосами Кодицарий Коротко Кивнул Его Лицо Обрамляло Мягкое Свечение Психического Капюшона Я Слышу Голоса Сейчас На границе Моих Чувств В потоках Ветров Рубио Не закончил Мысль Вместо Этого Он Резко Крутнулся Наместни Снимая Болтер С предохранителя И выцеливая Окружающую Хмарь Они Появились Из дымного Марева Медленно И осторожно Изо всех сил Стараясь Не выказывать Страха И не У них Было Оружие Но Очень Мало И его Вряд ли Хватило Чтобы Просто Поцарапать Броню Астартес Их Было Порядка Двадцати Кучка Изможденных И отчаявшихся Людей Молодых И старых Мужчин И женщин С истощенными Телами И запавшими От голода И усталости Щеками Я знал Это Я чувствовал Их Произнес Рубио Выжившие Здесь Варен Удивился И при этом Обычные Люди Невозможно Похоже На обратное Если им удалось Добраться До убежищ Переждать Пока Распадутся Биоагенты Гарра Сказал Не надо Недооценивать Волю к жизни Не надо Быть Астартес Чтобы иметь Ее Ты Опусти оружие В присутствии Астартес Императора Или ответишь За это Пожилой человек В изодранном Военном комбинезоне Выступил вперед И жестами Приказал остальным Сделать так Как велел Гарра Комкая фуражку Он приблизился Еще на пару шагов Астартес Императора Говорите вы Из какого легиона Ваши цвета Незнакомы Ты смеешь Допрашивать нас Мы носим Метку сигелита Тебе нужно Знать только то Что мы служим Императору Человечество Не Харусулу Перкалю Нарушитель Присяги Харус И все те Кто встал На его сторону Объявлены Советом Терры Экскомуникейт Трейторис А теперь Отвечай на мои вопросы Кто вы такие И как вы выжили Под вирусными бомбами Человек рассказал Что его завод Аркуди Он был палубным старшиной В составе команды Двигателей ведов На борту Титана Арх Белус Но в самом начале битвы С предателями Боевая машина Была искалечена И безглавлена Когда началась бомбардировка Аркуди И часть его людей Бежали в город Они укрылись В системе транспортных Подземных тоннелей И пока падали бомбы Спускались На самые нижние уровни Благодаря одному Лишь слепому везению Там внизу Их засыпало Погребло под тоннами Рокрита и камня Пока они разгребали завалы Многие умерли Но за ушедшая На этом месяце Война Над их головами Выгорела дотла Предатели ушли Мы преодолели пешком Огромные городские пространства На переход Отнял много времени Мы двигаемся Со скоростью Самого медленного Из нас Мы ищем средства Покинуть этот мертвый мир Корабль Если такая вещь Могла уцелеть На наши душевные Физические силы На исходе Лорд Астартес Мы перенесли Такие трудности Такие ужасы Варен сказал Мы не можем Помочь вам Мы здесь на миссии Бросишь их тут умирать Поинтересовался Рубио Умоляю Помогите нам Если вы действительно Верны Терри Я всегда верил Император защищает Император защищает Что ты сказал Гара Размашисто шагнул К Аркуде И старый солдат Замер в страхе Он не сопротивлялся Когда Гара взял его руку И тянул верхний рваный Рукав его формы Вокруг запястья солдата Была обмотана Золотая цепь Символом аквиллы Император защищает Это действительно так И здесь И сейчас Мы трое инструменты Его воли Вы пойдете с нами Гара Это ошибка Мы здесь не для того Чтобы спасать горстку Раненых абодранцев Гара Жестко посмотрел На другого воина Ты не знаешь буквы Предписаний Малкадора Для этой миссии Пожиратель миров Или ты полагаешь Что лучше меня подходишь Для руководства Этой деятельностью Варон не ответил Ничего И в конце концов Отрицательно помотал головой Но кислое выражение Его лица Говорило само за себя На определенном уровне Гара понимал Что другой Астартес Был прав Но было очевидно Что Аркудей И многие из его группы Тоже были последователями Божественного откровения И какие бы обязательства Не имел боевой капитан Перед Сигелитом Он ставил веру В императора выше их Аркудей увидел Что-то в его глазах И заговорил с ним Осмотрительным Заговорческим тоном Он послал тебя Мы молились И он послал тебя В тот миг Когда мы вновь Увидели дневной свет Я понял Что спасение придет Если бы вы только Смогли отделаться От зверя Зверя? Палубный старшина Объясни свои слова Новый страх Цепкий и сильный Загорелся в глазах солдата И он бросил Обеспокоенный взгляд Через плечо Призрак Тот, что рыскает По руинам города Ужасное Чудовищное существо Он выслеживает нас Я видел его Огромный силуэт Укутанный в лохмотье Плаща От которого Разит смертью И кровью Он уже убил Многих из нас Возвращаясь Снова и снова Чтобы охотиться На нас Я боюсь Он прикочет нас Всех до того Как мы окажемся В безопасности Ужас Меостартес Здание В центре города Некогда бросавшее Вызов Своей красотой Теперь стояло Обвалившись Внутрь себя Базилика Величайшая И грандиозная Превратилась В гору Пыльных Спекшихся Камней И битого стекла Внутри Обвалившегося Сооружения Все еще имелись Пространства Похожие на пещеры Пустоты Со скрещенными Стенами Воздикшие там Где несущие Мраморные колонны Треснули Но не упали Повреждения Добавившиеся Позднее Трудами пожаров И обильных Кислотных дождей Превратили Разбомбленное Здание В опасное место От любого Ошибочного шага Могла обрушиться Неустойчивая стена Или в мгновение Ока Разверзнуться Провал И все же Воин Возвращался В базилику Снова и снова Притягиваемый Силой Которую не мог Не объяснить Не преодолеть Окруженный Сумраком И влажным воздухом Он возвратился К месту Своего Второго рождения Здесь Привалившись К остаткам Сломанной Ораторской Трибуны Его ждало Безмолвное Искалеченное Тело Покрытое Шрамами Броне Кербер Я снова Здесь Брат Кербер Здесь Поговоришь Со мной Сегодня Это здесь Он умер Здесь Очнулся Вновь Погребенный Под обломками И камнями Здесь Внутри Этого Мемориала Безудержной Разрухи Он Выкопался Наружу Движимый Упорством Граничащим С невменяемостью Если Ты не будешь Говорить Со мной Брат Тогда Я буду Говорить С тобой Я снова Расскажу Тебе Историю И приму Боль Помнишь Я знаю Что да Сколько Раз Я должен Просить Чтобы Ты Поделился Со мной Я ищу В собственных Мыслях И в них Пустоты Пробелы Разбитые Зазубренные Осколки Памяти Все попытки Вспомнить Приносили Небывалые Страдания Лезвия Старался Ухватить Смысл Я вижу Да я вижу Ты и я В этих Залах Предатели У кафедры Ненависть В них Губительные Силы Меч Меч В моих Руках Остановись Остановись Ты не должен Останови руку Не делай этого Он упал На колени Заново Проходя через Каторгу Этих Моментов В вспышке Горького Страшного Сопереживания И все же Вопреки Всем Страданиям Что он Выносил Его разрушенный Ум не мог Дать Ему Понимание Которого Он так Отчаянно Жаждал Ни одна Капля Истины Не стала Яснее Драгоценное Эфемерное Знание Себя Всегда Оставалось Вне его Досягаемости Это смерть Которая Не была Смертью Сотворилось Ним Такое От предательства И огня Клинков Мечей И бомб От ран Нанесенных Всем этим Кровь Его души Потерянной Забытой Вытекла На камни И теперь Он заново Переживал Этот миг Предательство Безумие И предательство Красное Божество И тьма Тьма В этой смерти Что-то сломалось Внутри воина Некая важная Часть человека Которым он Когда-то был Расщепилась И фрагменты Его Сломанные Обгорелые Рассыпались В пыль Время Баюкало Его В своей колыбели Пока Вокруг Шла война Стена Пожара Ушла дальше И он Остался Позади В испепеленной Пустыне Брат Сородич Каждый раз Смерть Подходит ближе Но я по-прежнему Ее отвергаю Ты знаешь почему Ты не скажешь мне Смерть забрала тебя А не меня Почему не меня Охваченный Внезапной Испышкой Неистовой энергии Он бросился По разбитым Камням К месту Где лежало Другое тело Обрушенное На кафедру Говори со мной Но ответа не было Брат Воина Был мертв Разлагаясь С тех самых пор Как вспыхнуло Восстание Шея его Собрата Кончалась Кровавым обрубкам Отсеченная голова Лежала на коленях Бледные Бескровные губы Окружала Почерневшая корка Засохшей крови Незрячие глаза На безображенном лице Попорченные мухами И медленным гниением Смотрели в никуда Я Я извиняюсь Как жаль Что я не помню Твое имя Брат Прошу Прости меня Воин посмотрел вниз На свои руки Его тело Казалось Действовало Отдельно от мыслей Как будто Они принадлежали Разным существам И в этот миг На короткое мгновение Его сознание Прояснилось Что со мной Сделали Кто Воин замолк Услышав движение Где-то над головой И момент был упущен Кто посмел Незваные гости На разрушенные На разрушенные просторы Города Упала ночь Сломанные шпили И опрокинутые башни Стали гнездовьем теней И темных прогалов Провалы выбитых окон Смотрели как черные Хищные глаза И ветер Не переставая Дул ветер А Вот это место Зверь внутри Сказал Аркуди Уверен? Переспросил Варен Я отрядил внутрь Десять человек Чтобы убить зверя Спустя какие-то секунды Я услышал Предсмертные вопли Убийца прячется здесь Иногда по ночам Ветер доносит его крики Это не зверь, старик Но это убийца Ответил Гарра Кем бы он ни был Дальше я не пойду Сказал Аркуди И впрямь Возвращайся к остальной группе Варен, пойдешь с ним Что? Переспросил Варен Оставлять меня в стороне? Два Астартес скрестили взгляды И Гарра понизил голос Я отдал тебе приказ, брат Оставайся здесь Следи за Аркуди и его людьми Будь настороже Рубио, что ты видишь? Прозвучал голос Гарра Псайкер Изучал останки упавших зданий Вглядываясь в камень Оценивая телепатический отклик Окружающего их воздуха Я не уверен В этом месте Эмоции клубятся как дым И тяжело не обращать внимание на фон Столь многие умерли здесь Так много голосов Мне нужно, чтобы ты нашел всего один Рубио кивнул И закрыл глаза Голубой ореол Психоматрицы вокруг его головы Отбрасывал странные прыгающие тени Гарра ощутил затрепетавший в воздухе Металлический привкус След псионической споры Толики и материумы Перешедшие в вещественный мир Гарра наблюдал Как Рубио использует свои навыки Руки Псайкера двигались Как будто он шарил во тьме В поисках чего-то невидимого Таланты экстрасенсов Псайкеров И варп-провидцев Всегда даже в те дни Великого крестового похода Когда он сражался Как боевой капитан Казались ему странными И чужеродными С выходом Никийского декрета Императора Все боевые псайкеры В имперских легионах Астартес Эпистолярии Библиарии И кадициарии Были упразднены Но наряду со многим другим Ересь Харуса Луперкаля Ввергла все это в беспорядок И сейчас приказы Раньше казавшиеся Правильными и нерушимыми Постоянно менялись Малкадор Сигелит Дал Гарра Позволение использовать Запрещенные способности Рубио Так как он сочтет нужным Без ограничений Что это могло значить Для будущего Гарра мог только догадываться Здесь с нами Что-то Кто-то есть Но отголосок ума Необычен В прошлом Я считывал Недавно скончавшихся И видел эхо того Кем они были Как в случае со стрелком Этот такой же Но ум все еще жив Почти как если бы Его мысли были пойманы Между жизнью и смертью Тогда разыщи его Приказал Гарра За мной Но Рубио Протянул руку И остановил Гарра До того как тот Успел войти в руины И когда мы найдем его Что ты скажешь Этой измученной душе Император защищает Брат Если у тебя есть Что сказать мне То я готов это выслушать Рука Псайкера упала Но он выдержал Твердый взгляд Бывшего легионера Гвардии смерти Варен был прав Аркуди и выжившие Не наша забота Мы должны сконцентрироваться Исключительно на нашей миссии Я усвоил Этот жестокий урок Когда ты завербовал Меня на Калте Приказы здесь Отдаю я Заметил Гарра Лорд Малкадор Избрал меня Своим главным исполнителем Да это так Но я уже не в первый раз Слышу Как ты говоришь Эти слова Император защищает В них больше смысла Чем ты признаешь И эти символы Аквилы Они тоже больше Чем просто Побрякушки Гарра не сказал ничего Внимательно разглядывая Младшего Астарте Зондировал ли Рубио Его поверхностные мысли В параллель со своей речью Как она отреагирует Если узнаешь Что Натаниэль Гарра Герой Эйзенштейна Избранник Сиделита Запятнан верой в божество Псайкер ответил на вопрос Гарра Меня слабо волнует Что ты можешь скрывать Каждого из нас Терзает свои демоны У каждого Свои секреты Но убедись Что не позволяешь Своим собственным планам Вступать в противоречие С присягой Которую мы принесли Малкадору Этого никогда не произойдет Вот именно Утвердил Рубио Теперь показывай дорогу Кербер Предатели Они вернулись Идите Найдите меня О И вы сразитесь со мной Гарра первым вошел В обвалившуюся базилику Держа перед собой Свой силовой меч Вольнолюбец Его прищуренные глаза Шарили по теням Среди разрушенной Каменной кладки Здесь и там Бездонные черные провалы Уходили вниз В пространство Под массивным зданием Туда Где под уровни Обрушились один на другой Тщательно выбирая места Куда ставить ноги Воин бросил взгляд вниз На электромагнитное устройство Свисающее с его пояса И нахмурился Ауспик дает путанные показания Металл в руинах сбивает сенсоры Рубио У тебя что-нибудь есть? В этом месте есть призраки Радуйся, что ты их не слышишь И что они говорят? Что говорят призраки? Они хотят отмщения Какое-то время Гарра Изучал другого воина Он не был уверен Говорит ли Псайкер правду Или подразнивает его Он решил не педалировать вопрос Отворачиваясь Он заметил Среди сломанных балок И потрескавшихся опор Силуэт явно Человеческих очертаний Гарра узнал знакомые формы Боевых доспехов Модели Максимус Он поднял меч И шагнул вперед Ты, поднимись И встань перед нами Если бы он это сделал Гарра Это был бы кошмар Душа покинула его Он уже давно мертв Боевой капитан понял Что Псайкер прав Теперь он был ближе И мог увидеть Что то, что казалось Склоненной головой На самом деле Было неровным обрубком шеи Он отвел взгляд На лице появилось отвращение Это было не то состояние В котором Астартес Должен оставаться В памяти других Пока Рубио осматривался Копаясь в заваленных Мрачных углах зала Гарра Исследовал поврежденную броню Он увидел отметки От выстрелов И предательские зарубки Оставленные острием Силового клинка Символика Под пылью видны Цвета эмблема Это воин Был капитаном Шестнадцатый Легион Харуса Слова Рубио Внезапно заглушил Отвратительный кошмар В плаще Выскочивший Из-под хлама У его ног Не дав им мгновения Чтобы отреагировать На него обрушился Рычащий цепной клинок Он подставил под него Наруч И керамид Встретился с Вольфрамом Фонтани Искр Перед глазами Рубио Мелькнуло хмурое Яростное лицо И дикая атака Возобновилась На его голову Обрушилась Навершие рукояти Цепного меча Дробя кость И разбивая Псионический кристалл Он пошатнулся И попытался Восстановить равновесие Но атака была Сумасшедшей По своему натиску Он смутно сознавал Что Гарра спешит На помощь Но его противник Захохотал И выхватил Из лохмотьев Своего плаща Какой-то предмет Крак граната Закричал Гарра Может скоро Достанется вам Предательские ублюдки Воин в плаще Сбил Рубио с ног И развернувшись К ним спиной Помчался К обрушенному входу Одним плавным движением Гарра Подхватил гранату С того места Где она упала И изо всех своих сил Забросил ее В черные глубины Ближайшие воронки Беги, чтоб тебя Закричал Гарра И наконец После месяца Медленного обветшания Базилика была Разрушена окончательно Последний выброс Черной пыли Всколыхнув воздуха Пал в бездну С грохотом Развершуюся под ней Земля поглотила руины Утащив их во тьму Трон и кровь Гарра Рубио Слышите меня Запросил Варен В бущенке Вокса В ухе Варена Звучал лишь треск статики Когда гигантское облако пыли Окутало лагерь выживших Которую он караулил Он перевел взгляд на болтер В своей руке Эй вы Все пригнитесь Закройте лица И не двигайтесь Мы их предупреждали Зверь идет Откликнулся Аркуди Замолчи, старик Оставайся внизу Слышишь, смотри вон туда В облако пыли Я сказал, замолчи Помрачневший Варен Поднял свой болтер К плечу И прицелился в хмарь Выискивая любое Случайное движение Которое могло бы Послужить мишенью Все прочее Было забыто Беспокойство За судьбу Боевых братьев ушло И всем Чего он искал сейчас Был враг Который, как он знал Приближался И единственная цена За предательство Сталь И вы заплатите За то, что Отринули императора Нечто пришло в движение Силуэт, похожий На скачущего волка Или хищную птицу Вставшую на крыло Варен заметил Тузлый блеск Поднятого цепного меча И открыл огонь Астартес увидел Подбегающего врага Зверь! Заверещал Аркуди Ты покойник Заявил Кербер Вы все покойники Стой! Ты не можешь сражаться Это был Варра Именем императора Я уничтожу вас В тренировочных ямах Легиона пожирателей миров Варен сражался С воинами всех категорий От здравых умом и телом До доведенных до грани безумия Лоботомирующими вставками И нервным имплантом И все же он был ошеломлен Чистой, незамутненной злобой С которой напал этот новый враг Каждый адептус Астартес Независимо от того К какому Легиону принадлежал И какому примарха Звал своим повелителем Сражался, чтобы выжить и победить Но не этот зверь Этот бился как безумец Без всякой мысли о выживании Он являл собой чистую ярость Он сражался так, как будто жаждал объятия самой смерти Но в его глазах было нечто Нечто потерянное Будь ты проклят, заявил Варен С этим ты опоздал Отозвался Кербер Прежде чем Варен смог остановить его Он был сбит с ног И отброшен к сломанной каменной колонне Варен зашатался Полуоглашенной силой удара И выронил болтер Он развернулся Принимая защитную стойку Чтобы закрыться от любого добивающего удара Но его враг покинул его Это подойдет Что ты делаешь? Они же гражданские Потрепанный воин Подобрал упавший болтер Варена И ни тени сожалений не мелькнуло На покрытом шрамами лице Когда он открыл огонь Я Кербер Хранитель врат преисподней Я правосудие Не в этом мире, Рубио Давай Псайкер Обратился к волнению К поднимающемуся из середины Его тронутой варпом души И обратил его в молнию По взмаху его руки Дуга, потрескивающей Голубовато-белой энергии Рванулась по усыпанной осколками почве И вскрыла ее Пыль медленно оседала Покрывая все толстым слоем песка и пепла Ощущая, как спазмы жуткой боли от раны Пронзают его с каждым шагом Варен дохромал до края новой воронки И посмотрел вниз Он увидел лишь тени Он мертв? Спросил Гарра Нет Тогда осталось бы тело Ответил Варен Я мог бы сказать то же самое про вас Руины обрушились Рубио ответил Нас заблокировало обломками Но мои способности позволили нам спастись Чтобы убить Астартес Требуется нечто большее Чем обрушившееся здание Что здесь случилось? Спросил Гарра Рубио ударил за рядом Попал Но камень под ногами врага провалился Весь этот город Одни лишь слои обломков и руин Один поверх другого Варен бросил взгляд в сторону Аркуди и тех, кто остался от его группы выживших Многие были мертвы Другие серьезно ранены Он прекрасно понимал, что если бы не вмешался Рубио Тот, кто звал себя Кербером, прикончил бы их всех Он заметил Гарра и зафиксировал на нем жесткий взгляд Это был не зверь, боевой капитан Это был один из нас Астартес Генетически созданный, прирожденный воин От этого предположения глаза Рубио округлились И на лице Псайкера появилось кислое выражение Он назвал нас предателями Там внизу я видел его лишь мельком, Гарра Скажи нам правду Этот враг то, что я думаю Лицо Гарра затвердело Казалось, что от тяжести вопроса он постарел Да Но теперь я понимаю, что он зашел слишком далеко Он впал в безумие То, что случилось здесь, повредило его рассудок И его нужно убить Что? Ты видел, что он творил Он откровенно перенебрег нами Чтобы напасть на беззащитных гражданских Стариков, женщин и детей Ты не смотрел ему в глаза, Псайкер Ты не видел то, что я видел Мучения и тьму Может, твой колдовской взгляд разгадал это? Те слова, что я сказал раньше, я был неправ Он зверь Человек, ставший животным Но он все еще один из нас Он не предатель Я не мог коснуться его ума Слишком велико в нем смятение Оно подобно гигантскому вихрю Пояснил Рубио Варен протянул руку И сжал предплечье боевого капитана На его грубом лице зажглась целеустремленность Гарра, выслушай меня Из-за этого раскола В этой проклятой, кровавой войне Мы потеряли так много боевых братьев Изменника я убью без колебаний Но мы не говорим о предательстве Наш собрат заблудился Ты должен Что я должен делать, так это выбор Этот долг мой И только мой, Варен Если я отдам приказ, то так и будет Ты понял? Я понял Медленно занимался рассвет Слабое свечение дальнего солнца Проливало на разрушенный город Лишь толику призрачного света Пыль и облака бесцвечивали все предметы Выкрасив их в серое Единственными кулачками цвета Были потеки крови вокруг тел мертвых и раненых Пока Гарра и Варен стояли на страже Рубио ходил среди выживших В его нос бил отдающий медью запах Их жизненных соков Он разыскал Аркуди Который перевязывал рану на руке Куском грязной тряпки Его окружали изнуренные остатки Его команды Я могу дать тебе аптечку В ней есть бинты В этом нет нужды, Астартов Это пустяки В худшем случае царапина Незаслуживающее беспокойство Как пожелаешь Пожал плечами Рубио Возможно для кого-то другого Я вижу, что у некоторых из твоей группы Имеются более серьезные раны Мы благодарны за твое предложение Но я должен его отклонить Пойми, пожалуйста Таков наш путь Истекать кровью Псайкер жестко посмотрел На пожилого человека Он почувствовал в мыслях Аркуди То, что могло быть Тончайшим налетом лжи Но не был в этом уверен Прежде чем солдат успел ответить Рубио ушел В черте трупов Уложенных в ряд Он опустился на колени Перед ближайшим из них Движимый порывом Который не мог внятно объяснить Наполовину сформировавшимся подозрением Поднимавшимся у него в груди Рубио бережно взял руку Мертвой женщины И задрал рукав Его взгляд прошелся по бледной коже И обнаружил нечто Что это? Как он и ожидал На ней были ушибы и шрамы Но плоть трупа Явила нечто большее Повреждения Каких Рубио еще не видел Он не был апотекарием Но до этого сталкивался С радиационными ожогами И с раковыми опухолями Но его поразил узор Что бы не заразило мертвую женщину Оно проявилось в виде тройных групп Выглядевших почти как умышленная метка Рубио исследовал другое тело Затем третье У каждого обнаружилось такое же странное заражение Скрытое от чужих взглядов Подошел Гарра И Рубио поднял голову На лице боевого капитана было вопросительное выражение Рубио, чем ты занимаешься? Псайкер продемонстрировал ему отметки Гарра, ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное? Еще не закончив вопрос, Рубио уже увидел ответ на него В выражении другого воина Отвращение, злость, ненависть Все эти эмоции пронеслись по лицу Гарра В течение одного мгновения За его спиной Аркуди и прочие уцелевшие Прекратили свое занятие и развернулись Чтобы посмотреть на Астартес Я видел такую метку прежде, Рубио Это глашатай ужаса и гибели В пучинах Варпа На борту фрегата Эйзенштейн Натаниэль Гарра и его боевые братья сражались с существами Которых затронул тот же самый тройной символ Это были мертвецы Предатели из легиона Гвардии Смерти Тела, в которые некая темная сила из имматериума Вновь вдохновила тлетворную жизнь Не умирающие Оживленные болезнью и неукротимой ненавистью Движимые разложением И теперь та же сила тишела здесь, в руинах Скрываясь прямо под носом Метка не предназначалась для твоих глаз Но теперь ты тоже получишь благословение дедушки Он ожидал тебя, Натаниэль Как один, выжившие откинули назад свои головы И закричали Кожа Аркуди сползла с его лица Пергаментной маской Крошащейся, распадающейся плоти И везде вокруг, сбрасывая с себя личины человеческих существ Преображались его товарищи По их лицам разливалась бледность Множественные тройные струпья Стремительно превращались в трупные пятна Они сбросили свою маскировку И явили свой истинный облик Какой бы темный потенциал не удерживал их до этого на грани жизни Сейчас он прекратил это занятие И затем ускорил их разложение То, что мгновение назад казалось людьми Превратилось в ковыляющие, стонущие остовы И рядом с ними задергались И встали на ноги остывшие трупы Чья кровавленная плоть свисала клочьями А конечности были повреждены болтами Подбежал Варен с оружием на готове Его появлению предшествовал порыв Похожий на шепот Этот звук Зов для их собратьев Нас предали, братья Будь я проклят, дурак Боевое круговое построение Закричал Варен Они окружают нас Уничтожить этих тварей Отдал приказ Гарра Именем императора Есть! Отрапортовали Варен и Рубио Их только горстка Мы им не по зубам Погоди говорить, псайка Мы Бесчетные мертвецы Присоединитесь к нам Стена Ларкуди Они лезли изо всех темных углов Выкапывались из обломков Спешили из руин Появляясь из каждой неглубокой могилы Орды завывающих, не умирающих Накатили волной, сминая старты С своим количеством Присоединитесь к нам! Огонь! Скомандовал Гарра Вальнолюбец пел в воздухе Меч Гарра взлетал и падал Снося голову очередному трупу Но на месте каждой жертвы С которой он разделывался Возникали три другие Напор мертвой плоти Принуждал их отступать Отрезая все пути к спасению Рубио обратился к своим способностям Чтобы метнуть в толпу Разряды рычащей энергии Но он был не в состоянии Сдержать поток Так и лезут! Мы что, должны сражаться С каждой жертвой вирусных бомб? Как они могут быть мертвыми? И все еще жить? Кербер, он знал Держитесь ближе, братья Если мы здесь погибнем То мы умрем вместе Но не успели слова слететь с его губ Как хору безумия Присоединился новый голос Подобно воззванию к мифическому созданию Упоминание имени Привело Кербера к месту схватки Я вижу вас! Я иду за вами! Он был вихрем Заключенным в доспехе Сносившим головы И разрубающим тела Он рвал неумирающих чудовищ на клочки Отрывал конечности Рассекал кожу Вращающимися бритвенно-острыми Зубьями цепного меча Астартос в своей поврежденной броне Был черным призраком Он бился, как сам дух отмщения Без устали, без запинки Не обращая внимания На полосующие его когти И удары кулаков Из многочисленных ран Хлестала кровь И все же он продолжал сражаться Убивая мертвецов Отправляя марионеток Из сгнившей плоти назад В разбомбленные могилы Из которых они повыползали В его глазах были видна Лишь ненормальная Абсолютная сосредоточенность Настоящего безумца Удвоить сопротивление Стоять твердо Мы должны выжить Мы должны исполнить свой долг Приказал Гарра Их слишком много Рубио, Варен Останься с ним Псайкер дрогнул Под напором волны Гниющих тел И они опрокинули его на землю Рубио исчез Под массой Рычащих Не умирающих Его броню Раздирали когтистые пальцы Убирайтесь с меня Заорал он Волна телекинетической энергии Обратила тварей В новые сугробы Порошкообразного пепла Взмахами меча Варен Обезглавил тех врагов Которые еще двигались И подошел, чтобы поднять своего товарища на ноги Это последний Во имя Терры Скажи мне, что эти гниющие уроды кончились Битва еще не завершена Гарра, что он творит? Цепной меч опустился Подвесив в воздухе нить Застаревшей гнилой крови На руины снова упала тишина Нарушаемая лишь нескончаемыми ветрами Воин, звавшийся Акербером Поднял взгляд Пылающей жаждой убийства И обнаружил приближающегося к нему Астартес Серой броне Лишенной украшений Довольно Дело сделано Сорогом покончено Заявил Гарра Ты смеешь командовать мной? Предательская свинья Я напою землю твоей кровью Ответил Кербер Опусти меч Не принуждай меня сражаться с тобой Никогда Я не остановлюсь никогда Я прикончу всех, кого Харус посылает мне в испытание Это твой последний шанс Отбрось его, и ты умрешь Покажи, на что способен Он напал И оказалось, что ярость, которую он выказал мгновение назад Была лишь искра огня, пылавшего внутри него Их мечи встретились, зазвенели и столкнулись вновь И Гарра увидел Чем была на самом деле эта потерянная душа В урагане ударов и искрах, высекаемых металлом Он увидел осколки человека Мелькавшие за ширмой безумия Каждый выпад и каждое отражение подвергали искусство владения мечом Гарра Доскональной проверки Он мгновенно понял, что из всех, кому его довелось встречать на арене боя Это противник был самым смертоносным Каждый его удар был отбит Каждый выпад был встречен вовремя Воин против воина Они сражались и сражались Время исчезло, и в конце концов остались только мгновения и поединок Пойманный внутри него Они боролись с переменным успехом Выискивая места для крошечных надрезов и ран Но не находя возможности нанести решающий удар Каждый был для другого равноценным противником Они продолжали битву в поисках крошечной бреши Или момента невнимательности Подразумевавших смертельный удар Они скрестили мечи И неожиданно, удерживая их в таком положении Продолжали напирать друг на друга Изо всех сил своих взбугрившихся улучшенных мышц Я знаю, кто ты, предатель Грязь Шлюхин сын Я знаю, кто ты Как и я, адептус Астартес Человек, которого Сигелит послал меня найти Лжец Я Кербер Волкодав Уврат преисподний Мне отказано в смерти Нет, брат Твой ум затуманен Помоги мне Прорвись сквозь пелену безумия Вспомни, кто ты Я Кербер Используя все свои силы Воин оттолкнул Гарра И отшатнулся назад Создавая между ними дистанцию Он указал мечом туда, где стояли Варрен и Рубио Готовые присоединиться к схватке Зови своих братьев-ублюдков Если посмеешь Я прикончу вас всех Нет Этот вопрос мы разрешим между нами Тогда умрешь первым А они последуют за тобой в ближайшее время Послушай меня Кербер Миф Это имя из предания Легенда и ничего более Тебя зовут не так Он Это не ты Последовало мгновение нерешительности И Гарра ухватился за него Если он сейчас потерпит неудачу То единственным финалом будет смерть Я Натаниэль Гарра Странствующий рыцарь Малкадора Сигелита Верный слуга императора человечества А ты Кто я? Тебя зовут Гарвель Локен Этот мир Истван-3 Где твой примарх и твои боевые братья Предали тебя и бросили умирать Нет Ты знаешь, что это правда А тебе не забыли Нет 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 У меня нет братьев Остались только предатели Я Я сам себе легион И я буду убивать вас Пока за мной не придет смерть Тогда делай это Гарра раскрыл пальцы Ты все еще верен императору Императору Император защищает Да, это так Ответил Локен Там, где потерпел неудачу клинок Слова и дело принесли победу Ведь даже глубочайшие бездны безумия Не могут поколебать преданность и верность Настоящего адептуса Стартес Потерянный сын был найден Миссия завершена На текущий момент Гарра Грозовая птица готова к отлету Доложил Варрен Понял Я приведу его Он мог бы убить тебя на месте Ты пошел на смертельный риск Чтобы спасти его от самого себя У меня не было выбора, Варрен Ты был прав В этой войне Мы потеряли достаточно своих собратьев И это еще не конец Локен, пора отправляться Куда? На Теру и в будущее Почему вы пришли за мной? Спросил Локен Я был мертв, забыт Зачем воскрешать меня? Ты последний, Локен Последний из тех рекрутов Которых Сигелит приказал мне разыскать С какой целью? Ответ на этот вопрос мы узнаем вместе, брат Настоящие испытания начинаются для нас сегодня Джеймс Сваллоу Бремя долга Пока мятежные войска воителя Несутся через галактику За кулисами Империума Свирепствует война совершенно иного рода Странствующие рыцари Избранные самим Малкадором Скрытно действуют в темных уголках Где это не под силу остальным Разыскивая еще одну родственную душу Для своего элитного отряда воинов Боевой капитан Натаниэль Гарра Направляется в фалангу Могучую космическую крепость имперских кулаков В темных небесах над Террой Войска Империума Человечества Готовились к войне Внизу, под дымкой пепла Вращалась родная планета человеческой расы Ее поверхность испещали гигантские Городские застройки И хитросплетения ульев Это был стиснутый кулак из железа и камня Из которого вырастали долговязые башни Орбитальных элеваторов И шлейфы, оставленные маневренными двигателями тяжелых транспортников Планета была окружена ореолом платформ промежуточных станций Самые разнообразные по размеру и сложности конструкции Они были разбросаны по пространству низких орбит и кластером Базирующимся в точках Лагранжа с нулевым тяготением Между ними, сияя дюзами двигателей, перемещались корабли Похожие на крапинки ртути на черном бархате Вокруг Терры обращалась пребывающая в вечном движении армада Окутывая собой планету как пеленой Конструкции, не уступающие размерами континентам Плыли, будто грандиозные металлические тучи Часть из них была артиллерийскими комплексами Не более чем орудиями в свободном полете Которые были нацелены в пустоту вовне Словно пушки на зубчатых стенах древнего замка Другие являлись постами боевого управления Пунктами сосредоточения войск Верфями и космическими доками Которые щетильнились военными кораблями всех типов и любого тоннажа Чьи корпуса переоснащались новым оружием Некоторые орбитальные станции были частными жилищами имперских аристократов и сановников Но даже их высокое положение не уберегло их от приказа о фортификации Повеление, в свое время оглашенное императором, относилось ко всем без исключения Терра находилась на военном положении Она облачалась в новую кольчугу и вострила клинки Наблюдала, ожидала Снаружи, за орбитой Луны, уже были размещены второй и третий рубежи обороны Там, во мраке, плавали поля автономных артиллерийских роботов и сети датчиков Астероиды, которые подтащили тендерами из пояса за орбитой Марса Образовывали бастионы огневого заграждения Засечный рой и прочие узлы оборонительной герсы Они подготавливались к тому дню, который обязательно придет К дню, когда в небе станет тесно от боевых флотилий мятежников Хоруса Луперкаля Изменник-воитель, первый среди равных из числа сынов примархов императора Ни на миг не спускал старый глаз Эта планета была не просто духовным сердцем Империума Не просто стольным миром и родиной человечества Прагматичные тактики могли говорить, что для успешной войны с Империумом Возможно и вовсе не потребуется добираться под свет звезды Сол Но в это никто не верил всерьез Хорус придет Здесь был дом его отца И если он не сожжет его, чтобы провозгласить своим То он никогда не сможет заявить об окончательной победе Император прекрасно это понимал И совершил приготовление Конструктор укреплений, казалось, был рожден для подобной задачи Рогалдорн Самый верный и непоколебимый сынов Императора Примарх 7-го легиона Астартес, Имперских кулаков Говорили, что Дорн является величайшим знатоком оборонительной стратегии во всей галактике И что цитадель, спроектированную кулаками, вообще нельзя взять Хорусу предстоит проверить это утверждение Дорн координировал грандиозную фортификационную кампанию Со своего флагманского корабля и космической крепости Могучей фаланги Размером с небольшую луну Она была вынуждена держаться вдали от тиранских судоходных маршрутов Из опасения, что ее огромная масса Окажет приливное воздействие на орбитальные станции меньших размеров Космическая крепость, стоящая на страже ведущихся фортификационных работ Была грандиозным золотым шедевром Ее бока покрывали крепостные валы и башни Похожие на соборы здания и акры куполов Фаланга была не только флагманом 7-го легиона Но также и его домом На чьих жилых ярусах хватало места для сотен тысяч воинов и подсобной обслуги Подступы крепостей Пестрели вереницами военных и грузовых судов Космические корабли вели замысловатый танец Курсируя туда и обратно Под верховным командованием Дорна И среди них, затерявшись в свистопляске показания ауспиков И помеха торсеянного назад излучения Подкрадывалась все ближе на замаскированных двигателях Маленькая челночная капсула Корабль с трудом заслуживал подобного названия Челночная капсула, чьи размеры были не больше, чем у лэндспидера Содержала лишь одного единственного пассажира Примитивную двигательную систему и автонавигатор Все остальное пространство, что оставалось внутри бесшовного, неподдающегося сканированию корпуса Было забито аппаратурой глушителей датчиков и щитов-отражателей Как правило, подобными судами пользовались имперские агенты и ликвидаторы Официо Асосинориум Но в данном случае пассажир явно преследовал другую цель Капсула выписывала спираль в направлении корпуса фаланги Автономные системы управления ждали до последней возможной секунды Не позволяя тормозным двигателям замедлить скорость сближения Выдвинувшиеся магнитные захваты протащили капсулу в последний короткий отрезок пути до места стыковки Кагитаторы корабля задействовали режим невидимки Вводя в заблуждение стыковочные датчики и скрывая внеплановый прилет Так могло продолжаться лишь считанные мгновения, но их было достаточно Нарушитель, незамеченный имперскими кулаками, очутился на борту их судна Призрак по сути своей, как бы иначе он не звался Челночная капсула, полностью выполнившая свое назначение, отстыковалась и уплыла прочь Вновь сливаясь с суматохой космических трасс Ее единственный пассажир отважился на однократный выход на связь Послав короткий импульсный пакет с сжатым сообщением по зашифрованному каналу секретной полосы вокс-диапазона Ответа не будет, единственного сигнала уже было достаточно, чтобы возник риск обнаружения Я на борту, продолжаю выполнение задания Воин укрылся в длинной тени, его массивная силовая броня, призрачно-серого цвета, наполовину растворилась во мраке Поверх доспехов на нем были просторные одежды из тонкого металлического материала, которые придавали ему облик монаха из древней легенды Подтянув их к себе, он включил вшитое в рукав устройство, и поверхность одеяния замерцала Воин превратился в сверкающий эскиз самого себя Его контуры нарушились, как будто видимое через окно с залитым дождем стеклом Технология была малораспространенной и капризной, но обманный балахон мог скрыть от случайного свидетеля даже бронированного гиганта Под капюшоном кривил лицо Натаниэль Гарро Он не одобрял подобные подковерные действия, но у него не было другого выбора Он очутился здесь по прямому приказу Малкадора Сигелита, регента Терры Когда-то Гарро был боевым капитаном в легионе гвардии смерти, но он уже давно сложил с себя это звание Став тем, кого некоторые называли странствующими рыцарями Одним из секретных агентов Малкадора посреди хаоса галактической гражданской войны Он двигался во мраке теней, которые отбрасывали огромные декоративные колонны Перемещаясь с места на место, когда экипажные серфы и имперские кулаки направляли свой взгляд в другую сторону Гарро пересек огромный зал победы, следуя маршрутами сада скульптур и галереи героев Он уже был однажды на борту фаланги, но при очень отличных обстоятельствах Тогда Гарро был гостем седьмого легиона, вырванным из лап смерти самим Рогалом Дорном И ему было не по сердцу, что его возвращение происходит под завесой секретности Коридоры и залы флагмана являлись впечатляющими творениями утилитарной военной архитектуры Увешанные флагами, знаменующими сотни тысяч побед и наполненные произведениями искусства Которые прославляли легион Дорна и высшие идеалы империума Они были блистательным зрелищем У Гарро не было времени ими любоваться Он считал, что во время выполнения этого задания он находится на вражеской территории И собирался действовать в соответствии с этим Он отступил от своих обычных приготовлений лишь в одном Появившись здесь только со своим мечом, вольнолюбцем И не взяв с собой свой болтер Этим он показывал, что при выполнении этой задачи он не станет, не сможет проливать кровь Но он сомневался, что имперские кулаки, доведись им его сейчас обнаружить, окажут ему такое же уважение Тщательно следя за тем, чтобы оставаться невидимкой Для своих собратьев-легионеров Гарро медленно и осторожно продвигался во внутренние помещения необъятного космического форта При поспорье полученной им подготовки и обманного балахона Место назначения, к которому стремился воин, находилось глубоко внутри фаланги На ее нижних палубах, неподалеку от гигантских центральных двигательных узлов флагмана Для этого отсека существовало лишь одно название Секлюзиум И никакого другого Перед ним возвышалась огромная овальная дверь из голубого титана, опоясанная запорными устройствами Глазок Гарро привлек символ, который был выбит на металле поверх засова Бронированный кулак на фоне белого диска, эмблема седьмого легиона После того, как была закрыта эта дверь, Рогалдорн лично нанес этот знак И это ему Гарро окажет открытое неповиновение, если он ее откроет Внутри запечатанного помещения, за барьерами экранирующих стен из черного фазового железа И противопсионических приспособлений, созданных во время темной эры технологий Примарх имперских кулаков повелел держать в заключении команду своих собственных сынов Они не совершили ни единого проступка, не сделали ничего, что навлекло бы позор на их собратьев Это были преданные воины, которых отозвали со службы на передовой Бойцы, которым прародители легиона приказала разоружиться и сложить с себя обязанности Они были имперскими кулаками, суровыми и непоколебимыми Истинными сынами Дорна, до самых кончиков ногтей И тем не менее, они беспрекословно подчинились по велению Примарха Единственный грех этих легионеров состоял в том, что они носили на себе проклятие, идущих от варпа способностей Лексикании, Кодициарии и Эпистолярии Они были боевыми братьями Библиариуса Обученными использовать в качестве оружия мощь своих разумов Эдикт, испущенный императором после собрания на Никее в одну секунду покончил с этим подразделением Заигрывание Примарха-чародея Магнуса Красного с непредсказуемыми силами варпа Привели к тому, что Библиариям было отказано в их оружии Приказы императора запрещали какое бы то ни было использование псионических способностей в легионах И теперь Библиарии Дорна проводили долгие дни в тихих медитациях Изолированные от своих собратьев и не знающие, что их ждет в будущем Гара полез в сумку на своем поясе и достал устройство, которое втиснул ему в руки сам Малкадор Маленькая кристаллическая вещица имела неизвестное гаропроисхождение Но он так и не смог полностью отделаться от необъяснимого ощущения, что она не была человеческой Когда он спросил регента Терры об этом своем подозрении, Малкадор не сказал ничего А просто уперся в него холодным твердым взглядом Устройство заработало Под его влиянием запоры, удерживающие дверь закрытой, начали открываться в быстрой последовательности друг за другом Но это действие не прошло незамеченным Механический голос произнес «Именем легиона, стой и назовись!» Потайная ниша развернулась вокруг оси, являя пару бронированных орудийных сервиторов в желтой раскраске кулаков Подневольные создания, превращенные в автоматы, мялись в неуверенности, прилагая все силы, чтобы отследить замаскированного воина Гара не дал им времени, чтобы прицелиться Он атаковал, не оставив сервиторам ни единой возможности поднять тревогу Безмозглые машины зашатались и рухнули на палубу с перерубленными нервными трактами Оставив их лежать там, где они упали, Гара развернулся обратно к двери в тот момент, когда отошел последний запор Брат Масак грезил Он не погружался в сон, поскольку биоэмпланты Астартес покончили с нуждой в подобных вещах Но грезы к нему приходили в том странном ментальном пространстве его медитации, когда его сознание обращалось внутрь себя И он сосредотачивался на своей судьбе Во мраке он временами видел проблески того, что казалось нереальным, неземным Небеса, в которых черным черно от боевых кораблей Твари, которых нельзя отнести к инопланетным Исковерканные и чудовищные Война, сжигающая галактику от спирального рукава и до ядра Масак и прочие псайкеры, изолированные от всей остальной вселенной, потеряли счет времени Недели перетекали в месяцы, а месяцы в годы И хоть времени, ощущался все слабее, пока не осталось лишь вечное настоящее Масак был готов ждать заключения этого отсека так долго Как только пожелает его примарх Это было его долгом Когда мы понадобимся Империуму, он придет Когда наступит время, Дорн за нами вернется Слова пришли внезапно, но убежденность, стоящая за ними, казалась эфемерной Ни один из изолированных библиариев не высказал каких-либо сомнений по поводу их заключения Но невыносимая мысль, похороненная глубоко в сознании Масака, грозила всплыть на поверхность Что если Дорн не вернется? Дверь Секлюзиума Разум брата Масака резко вернулся в бодрствующее состояние И он скачал со своей койки Что-то было не так Он ощутил, как затрепетала и померкла жизнь в оружейных сервиторах Когда были задуты тусклые свечи их умов А затем воспринял смутный образ еще одной души Которая была укрыта за крепкими стенами Противотелепатического обучения и жесткого мышления Это мог быть только легионер Но кем именно является этот воин, было невозможно уловить А прибегнуть к своим способностям, чтобы протиснуться глубже Означало нарушить декрет Вместо этого Масак выискал горстку своих собратьев И призвал их к оружию Тут что-то не так Врата не должны открываться с такой легкостью Это какое-то нападение, не иначе Обернувшись, Масак увидел человека в серой броне Который появился, когда упал на палугу обманный балахон Он был очерчен орелом света Падающего из наружного коридора А в его руке потрескивал силовой меч Сам Библиарий предпочитал двуглавую силовую секиру С изогнутыми лезвиями Из пси-резонансного металла Она в тот же миг очутилась в его руке А его братья, стоящие рядом с ним Достали свои мечи и силовые посохи На тебе нет ни цветов, ни эмблемы, нарушитель Назови мне свое имя и легион, отдай свой меч Я отказываюсь, это оружие в ваших руках Всего лишь холодный металл Если оно не заряжено вашей псионической энергией Ответил Гарра Его будет достаточно, произнес Масак Идем со мной, и нам вообще не понадобится скрещивать клинки Ты нам не приказывай, возмутился Масак А сейчас отдай свой меч У меня нет желания с вами сражаться Но свой меч я не сдам Тогда ты заплатишь за свое вторжение Масак и его боевые братья напали на нарушителя дружным скопом Проводя непрерывную серию атак Каждая из которых получала жесткий отпор Библиарий пытался понять истинную цену воину Тот двигался немного неуверенно Выдавая этим наличие аугметического заменителя конечности Но он не был нерасторопным Его огромный силовой меч отразил оружие Масака И заставил Библиарий отступить на шаг назад Безымянный воин обладал покрытым шрамами лицом Закаленного в битвах ветерана и отвагой мученика Имперские кулаки прилагали все усилия Чтобы пробиться через его защиту Но он сдерживал их Выказывая беспримерную собранность и мастерство Масак скривился Переходя в наступление Он дал своим братьям совершить стремительный обманный маневр И затем ударил мощным взмахом секиры Их клинки встретились Блокируя друг друга Так что полетели искры Масак впился глазами в нарушителя Выискивая в выражении его лица хоть что-то Что позволило бы понять зачем он здесь очутился Кто ты такой Несмотря на весь железный самоконтроль Масака В пылу рукопашной Какая-то крошечная частица Его сверхъестественного восприятия Прошлась по периферии разума его противника В нем вспыхнуло озарение Дав ему мимолетный проблеск Понимания причины появления В секлюзиуме этого легионера Его истинные намерения Были почти у Масака в руках И тут раздался голос Прекратить Возможность разлетелась в дребезги Как хрупкое стекло Когда в отсек вступила новая сила Пылающий безжалостный разум военного вождя Неподатливый как гранит Сияющий холодным огнем Он затмил собой все остальное Полыхая безумным пожаром абсолютной воли Это был Дорн Приказываю убрать оружие Присутствие Рогала Дорна Было таким весомым Что он казалось заполнил все помещение Его аура была точным подобием Бронированного кулака На его богато украшенной броне Примарх По бокам от которого стояли его хускарлы Обвел псайкеров Неистовым взглядом И проследил за тем Как все они Опускаются на колено И склоняют голову Масак Последовал их примеру То же самое сделал и нарушитель в серой броне Дорн был сыном императора Ходячей крепостью в лице человека Более неодолимой и неподатливой Чем любая конструкция из камней и стали Немногие могли набраться мужества Чтобы безропотно встретиться с ним взглядом Но к удивлению Масака Воин-ветеран это сделал Гарра поклонился Рад встречал лорд Дорн На лице поведителя Масака Промелькнуло нечто похожее на удивление Натаниэль Гарра Я спрашивал себя Не пересекутся ли снова наши пути Это он тебя послал Не сочтите задерзость, милорд Но я думаю, что вы уже знаете ответ на этот вопрос Глаза Дорна сузились И он сделал жест одному из своих людей Доставьте его в мои покои Я скажу ему пару ласковых Масак проследил за тем Как Гарра убрал свой меч в ножны и ушел под стражей Когда он пересекал порог секлюзиума То кивнул Масаку Возможно, выразив этим жестом свое уважение Библиарий отвернулся И обнаружил на себе изучающий взгляд примарха Дорн нахмурился Не следовало тревожить вас в вашем уединении Ответственные за это будут наказаны Возвращайтесь к своим медитациям Дверь будет заперта вновь Повелитель Дорн остановился, но не обернулся Чтобы посмотреть ему в лицо Масак подал голос Милорд Если мне будет позволено спросить Как идет великий крестовый поход Примарх молчал долгое мгновение В воздухе повис невысказанный вопрос Настоящий вопрос Когда мы сможем вернуться к своему легиону Ситуация осложнилась Это уже не крестовый поход Теперь это война Война дикая по размаху И ужасная в своей горести Мы готовы к службе Масак отсалютовал Я знаю, сын Я знаю Гарра осмотрелся Заново охватывая взглядом Санкторум Примарха Из богато украшенных покоев Расположенных в верхней точке Самой высокой из башен Фаланги Открывался впечатляющий вид На космическую крепость Обширное овальное помещение Сейчас казалось ареной А он был жертвой Отправленной найти погибель На ее лазурном полу Он почувствовал Чье-то присутствие За своей спиной Ты припоминаешь Что произошло в тот прошлый раз Когда мы стояли вместе В этой комнате Спросил Дорн Я наблюдал за концом Эйзенштейна После этого уточнил Дорн Гарра напрягся Это здесь он впервые Предъявил Дорну факты Свидетельствующие Об измене Хоруса Тот среагировал так Как сделал бы любой любящий брат Сначала было отрицание За ним последовал страшный гнев Достаточно сильный Чтобы Гарра испугался За свою жизнь Он развернулся лицом к Примарху Тщательно взвешивая слова Я принес вам тяжелую правду Бремя моего долга Как мне вспоминается Ты спросил меня Уж не ослеп ли я И возможно так оно и было Но это в прошлом Теперь я вижу ясно Я должен заботиться о том Чтобы обеспечить Выполнение моего долга Император поручил мне Оборону Терры И командование Всеми своими армиями Это мое бремя По сути я теперь и есть воитель Во всем Кроме титула Дорн навис над ним Его глаза искрились Как кусочки кремния Я знаю чем ты занимаешься Гарра Я знаю о планах Малкадора И его секретных предприятиях Я знаю что ты И этот старый волк Круз Теперь стали его агентами Сигирит использует вас Для сбора информации И вербовки людей По причинам которые еще не вскрылись Многие из них являются псайкерами И все это происходит В явном пренебрежении Приказами императора Тяжелые латные перчатки Примарха сжались в кулаки Это призрачная броня Которую ты носишь Ставром Малкадора На твоем плече В каких-то других местах Империума Она может и позволяет тебе Бывать везде Где ты захочешь Но не здесь Фаланга принадлежит седьмому Проявляясь в тайне В моих владениях Не ожидай Что тебе это сойдет с рук Ты дашь мне объяснение Он поднял руку И указал пальцем на Гара Или на этот раз Я не буду сдерживаться Когда я тебя ударю Не сочтите за неуважение Милорд Но я не могу раскрывать Своё задание Даже вам Гара Ты обязан мне своей жизнью Ведь это имперские кулаки Спасли тебя и твоих людей Из глубокого космоса Вы были в дрейфе И стояли перед лицом верной смерти Ты так легко об этом забыл Я, милорд Не забыл ничего Да, я в полной мере осознаю Насколько я вам обязан И тем не менее Мой долг перед Сигелитом Стоит выше этого Что за долг может требовать Чтобы ты, как вор Прокрался на борт моего корабля Нарушил мои приказы И потревожил тех Кого я держу в изоляции Мы уже подобрали твою капсулу, Гара Как ты собираешься бежать Чего ты хотел от моих библиариев Ты дашь мне ответы Гара сделал глубокий вдох Собираясь с мужеством Для открытого неповиновения Примарху Сожалею Но я не могу, милорд Какой-то долгий миг Гара опасался Что Дорн осуществит свою угрозу И уложит его ударом Но затем Примарх отступил Кипя надменной яростью Я не принимаю твой отказ Ты останешься пленником На борту фаланги До тех самых пор Пока не решишь дать Потребованные мной ответы Если понадобится Ты будешь находиться здесь Пока не потухнут сами звезды Прежде чем он успел вызвать Своих охранников Чтобы сопроводить Гара прочь Двери Санкторума Отворились сами Появился Масак Побелитель Простите мое вторжение Но я должен с вами поговорить Брат Масак Я не давал тебе позволения Покинуть Секлюзиум Вернись туда сейчас же Непременно Но сначала я должен просить вас Об одной ауидиенции Нарушитель Гара Я знаю зачем он здесь Прищуренные глаза Дорна Обратили на сына Всю испепеляющую мощь Своего взгляда Объясни Потребовал Дорн Я чую правду Которую он прячет Она притаилась В глубине его сознания Если вы позволите То я могу вытащить ее на свет Примарх скрестил руки Поверх своего золотого нагрудника Ты смеешь предлагать Использование Псианических способностей Ты лучше любого Другого имперского кулака Знаешь Что мой отец Это запрещает Но пока Дорн Произносил эти слова Гарра видел в его глазах Внутренний конфликт Зная что честь Обязывает его Следовать эдикту императора Примарх Никоим образом Не мог сбросить со счетов Огромную ценность Псайкеров Как боевого оружия В арсенале легионов Ему не скрыть от меня Ничего Повелитель Если только вы позволите Мне допытаться У Гарра ответов Продолжал настаивать Масак Я не ослушаюсь Никейского эдикта Как не сделаешь Этого и ты Даже малейшее Использование Порожденных варпом Способностей Означает неповиновение Оно Открывает дорогу К злоупотреблению Точно так Как злоупотребил Ими мой брат Магнус Нет имперские кулаки Верны императору Во всем Решение моего отца Окончательное слово В этом вопросе Если мне будет позволено Сказать Лорд Дорн То я бы предложил Компромисс Подал голос Гарра Говори Я тебя выслушаю У библиария Превосходное чутье И он прав Я появился здесь Ради него Я открою приказы Малкадора Но только брату Масаку И никому другому Он поймет Говорю ли я правду А если я откажусь Тогда милорд Как вы и говорите Я буду составлять вам компанию До тех самых пор Пока не потухнут звезды Допросная комната Не превышала размерами Салоны бронированного транспортника Металлические стены Тусклые и безликие Перерастали в усеянный Люксферами потолок Решетка слева В центре пола Предательски свидетельствовала о том Что здесь случалось Проливать кровь И часто Гара и Масак Стояли друг напротив друга Разделенные Пустой комнатой Бывший гвардеец смерти Сохранял невозмутимость И был неподвижен Как статуя Имперский кулак Смотрел на него Изучающим взглядом Следя за его лицом В ожидании Первого признака Какого-нибудь Предательского микровыражения Которое могло бы Раскрыть истинные Намерения Гара За нами следят Спросил Гара Нет Ответил Масак В этом месте Нас не сможет услышать Даже примарх То, что ты должен мне сказать Останется только между нами Гара кивнул Расскажи мне о грезах Масак Библиарий много чего Ожидал услышать Но только не это Масак никому не рассказывал О тех приводящих В смятение Картинах Которые навещали его Медитирующий разум В последние недели Появляющие чаще С каждым проходящим днем Я не вижу снов Мы все их видим Сородичу Смыгнулся Гара Возможно не в той манере Как это понимают Обычные люди Но мы это делаем И ты со своими способностями Ты и в самом деле Грезишь совершенно иным образом Ты не рассказывал об этом Так ведь? Так Гара нахмурился И все же Сигелит знает И следовательно Знаю я Выяснив Что ее мысли Открыты другим Масак Чрезвычайно Обеспокоился Но с другой стороны Было известно Что не считая Императора человечества Малкадор Является величайшим Псайкером Из всех ныне Живущих в галактике И как говорили Он может читать Любой разум Как раскрытую книгу Я видел грезы О небесах Теры Полнящихся черными боевыми кораблями На них эмблемы В виде злобного глаза Полчища уродливых страшилищ В союзе с предателями Опустошают планету Омерзительные твари Подобных которым Досели не видели В царстве смертных существ Демоны Уточнил Гара Это довольно подходящее слово Гара печально констатировал Они не просто фантазии Не обман воображения Они реальны Гара хладнокровно И без всяких оконечностей Рассказал библиарию о мятежах Распространявшихся Под верховодством Хоруса Он открыл легионеру Всю кровавую правду О происходящем Глядя на борьбу эмоций На его лице Сначала это был шок Затем отвращение И наконец ярость Я сражался с этими тварями Видел как они возникают Из плоти мертвецов Твои видения Значит будущее Возможный вариант То что ты видел И есть причина По которой я здесь нахожусь Гара придвинулся на шаг В его манерах Появилась торжественность Сигелит послал меня Чтобы найти тебя И забрать с собой Малкадор ищет сильных И благородных людей Для начинания Чья цель Защитить империум От подобной угрозы В грядущие тысячелетия Он избрал тебя Масак Он избрал тебя Для исполнения долга Который превыше Твоей верности Рогалу Дорну Имперским кулакам Серый воин Протянул Масаку Свою бронированную руку Идем со мной сородич Твоя изоляция закончится Тебе вернут твою мощь Брат Масак Посмотрел вниз На протянутую руку Гарра Он понимал Что означает это предложение Это был шанс Покончить с изоляцией Шанс снова стать полезным Шанс сражаться за империум Но он покачал головой Отворачиваясь прочь Нет Я отказываюсь Скажи регенту Терре Что я не могу принять Его предложение Я имперский кулак Сын Дорна Я подначален Своему примарху И это превыше всего прочего Я не покину свой легион Масак Ты понимаешь От чего ты отказываешься Если ты не пойдешь со мной То лорд Дорн Вернет тебя в изоляцию секлюзиума Ты будешь там пленником Изгоем в своем собственном легионе Ты можешь никогда не получить Еще одной возможности Быть освобожденным От исполнения Никейского декрета Мы есть железо и камень Сэр Мы поступаем так Как гласит приказ Нашего примарха Я не ищу Как бы освободиться От распоряжения императора Я принимаю его Я из седьмого легиона А мы Повинуемся Даже если приказ Заставляет тебя усомниться Поинтересовался Гарра Масак вытянулся по стойке смирно В его взгляде Не было неуверенности Если приказание Отдает Дорн То сомнений не существует Мои видения Если ты говоришь правду Гарра Если воитель предал нас Если он заключает Согласие с чудовищами То мой долг Стоять плечом к плечу Со своим примархом И со своими Боевыми братьями И встретить эту измену Лицом к лицу Этого может не хватить Чтобы его остановить Я верю Что этого хватит Ответ Масака Похоже задел Какую-то струнку В душе воина И после секундной заминки Гарра кивнул Принимая сказанное Я тебя понимаю Мне очень хорошо Знакомо это Бремя долга Я позабочусь о том Чтобы донести Твои слова до Малкадора Он будет недоволен Но я заставлю его Отнестись к твоему выбору С пониманием Гарра Ацилютовал ему аквилой И пошагал к люку Масак же не двинулся С места Обдумывая его слова Счастливо оставаться Брат Масак Надеюсь что придет тот день Когда я буду иметь честь Сражаться с врагом Бок о бок с тобой Этот день Он придет раньше Чем мы думаем Ответил Масак Да Именно так Рогал Дорн Ожидал его Стоя в своем Санкториуме И неотрывно глядя Сквозь огромные окна Галереи В направлении Далекого шара Терры Прибыл транспортник Которого не было В расписании Под штандартом Регента Твой рейс до дома Малкадор Похоже всегда на чеку Мой опыт Это подтверждает Лорд Пожал плечами Гара Гара Я имею полное право Тебя убить Время сейчас военное И с тайными деяниями Разбираются Самым жестоким образом Разве не достаточно Того что нам Приходится защищаться От ассасинов И шпионов Предательского отродья Я что Вдобавок должен Охранять себя Тех с кем я На одной стороне Я не возьму На себя смелость Сказать Конечно нет Ты верный сын Империума Разногласия у меня С тем Кто отдает тебе приказы Твоя же Единственная ошибка Состоит в том Что ты возможно Отдал свою верность Неподходящему человеку Или что ею Злоупотребляют Дорн Наконец-то развернулся И звездный свет Рельефно высветил Резкие линии его лица Не испытывай терпения Имперских кулаков Еще раз Это предупреждение Относится и к тебе И к Малкадору Сделай так Чтобы он это уяснил Свободен капитан Гара поклонился Но задержался Еще на минутку Лорд Дорн Ваш воин Масак Он обладает Великой способностью К прозрению Которая Остается без внимания В его заключении Он и его собратья Библиарии Придет время Когда они снова Вам понадобятся Вы должны доверять Сигелиту Следуя Я слышу твой голос Но слова Принадлежат Малкадору Я ценю Прозревательские способности Масака сильнее Чем ты можешь знать Сигелит полагает Что моими действиями Руководят невежество И страх Он не понимает Библиарии Находятся именно там Где им необходимо быть Взаперти в сейфе Удивился серый рыцарь Они Они просиживают время В утробе вашей крепости Как приговоренные В ожидании эшифота Нет Они стоят на готове Прямо под рукой В сердце моего легиона Время Буду выбирать я Гвардеец смерти А не ты И не Малкадор Вы многого от них попросили Милорд Времена такие Они многого просят От каждого из нас Печально ответил примарх Джеймс Валлоу Меч истины Часть первая Один В холодной тиши Цитадели Сомнус Воин искал покоя Он его не нашел Снаружи за толстыми Кристаллфлексовыми окнами Была лишь безвоздушная Серая пустошь Лунной поверхности Да вздымалась над скалами И кратерами Завеса Великой Ночи Звезды Колкие и яркие Как бриллианты Складывались в линии Далекой галактики С миллионами планет И миллиардами душ на них И у каждой В залог верности К голове был приставлен пистолет У каждой У горла был клинок Готовый забрать В жертву кровь Натаниэль Гара Стоял в неподвижности Глядя в пустоту снаружи Но тьма была К нему неприветлива В ее молчании Ему слышались крики Умирающих и преданных В империум Человечество Пришла война Каких еще не бывало И Гара Не посчастливилась Оказаться там Где она началась Когда-то Он был боевым капитаном 14 легиона Астартес Гвардии Смерти Генетически сработанным Бойцом Высочайшие ступени Одним Из ангелов смерти Избранников императора Его задача Равно как и Миссия его собратьев И прочих Астартес Не имела равных В безупречности Своей направленности Легионеры Вместе с войсками Таранского Великого Крестового Похода Были посланы В безбрежную Межзвездную ночь Чтобы восстановить Связь с потерянными Дочерними колониями Притворить в жизнь Букву имперской истины И уничтожить Всю инопланетную порчу Они звали это Принесением просвещения Это величайшее предприятие В человеческой истории Призванное Выковать Трансгалактическую империю Которая будет Блистательной и вечной Грандиозное мечтание Великолепное начинание Но сломленное Разбитое И рассыпающееся в прах План императора Едва ли не божественный В своем немыслимом размахе Был сокрушен Самой убогой И человеческой Из всех вещей Хорус Луперкаль Воитель И примарх Шестнадцатого легиона Поднял мятеж Против своего отца Кто-то говорил Что это случилось Из-за какого-то Умопомрачения Другие утверждали Что он был отравлен Влиянием ксеносов Но Гарра Пришел к мнению Что-то Из-за чего Хорус Стал на путь предательства Было низменным И простым Зависть Обида Недоверие Эти самые Что не есть человеческие эмоции Все еще жили В таком военном лидере Как Хорус Хотя он И его братья Примархи И были рожденными В резервуарах Созданиями Которым надлежало Быть выше подобных вещей Способны ли мы Выйти за рамки Того Что мы есть Достичь ли нам Хоть когда-то Истинной просвещенности Вопреки всем Разумным соображениям Призыв Хоруса К бунту Не умер В зародыше Прочие И в их числе Дети императора Пожиратели миров Железные воины Несущие слово Присоединились К кровавому мятежу И сейчас Они испепеляли планеты Что некогда Защищали От имени Империума По всей галактике Вновь разделенные На части Ужасными варп-штормами Потихоньку Приближаясь К Терри И трону императора Мир за миром Звезда за звездой Все это Гарра мог бы вынести Но его душу Сжигал еще больший позор К его вечному бесчестью Его драгоценная Гвардия смерти Последовала за Хорусом Совершив измену Под предводительством Их примарха Мортариона Гарра Бессильно смотрел Как его боевые братья Наплевали на свои клятвы И встали Под знамена предателя Гарра пошел Наперекор Своему повелителю Посмев Предпочесть Императора Легиону И за это Ему была предуготована Смерть Кончилось тем Что он бежал От побоища на Истване Где началась война Помчавшись к Терри Чтобы донести Предупреждение О черном замысле Хоруса Он перестал быть Гвардейцем смерти Его броня Теперь имела Синевато-серый цвет Без всякой символики На ней Исключая Лишь едва Различимую маркировку Знак Малкадора Сигелита Имперского регента Как Хорус И его последователи Отделились от своей верности Так и Гарра Избавился от всего того Что он из себя представлял И воссоздался заново И сейчас он стоял Воин без братьев Легионер без легиона Странствующий рыцарь Вырисовываясь На фоне тьмы Теперь для Натаниэля Гарра Существовали Лишь его Потрепанная честь И его новый обет Служить рукой Сигелита Посреди темени И пожара Этого ненавистного Раскола В его памяти Всплыл приказ Лорда Малкадора Собрать группу воинов Со всех легионов Как из верных Так и из отступнических Не оставив Ни единого следа Этого деяния Когда Гарра Осведомился о причине Спросив Зачем Ответ Сигелита Был загадочным И зловещим Ради будущего Столь многое Случилось с ним За такое короткое время Столь многое Изменилось То, кем он был То, чем ему Надлежало заниматься То, к чему он Стремился То, во что он верил Гарра Нашел взглядом Терру Которая висела Низко в небе Полускрытая тенью Где-то там На этом шаре Император Работал над замыслами Настолько сложными Что их не было Дано постичь никому Он был Существом С самыми сильными Псионическими Способностями Из всех Что когда-либо Жили И будут жить Архитектором Светлого будущего Человечества Неподвластным Смерти и времени Могучим Сверх всякого Воображения Неудивительно Что многие считали Императора Живым богом Хотя он сам И чурался Подобных слов После всего Что Гарра Довелось пережить Войн был готов Причислить себя К этим верующим Однако Несмотря на свое Внешнее Стоическое поведение Он пребывал В смятении Та трагедия Свидетелем которой Он стал На Истване 3 Когда Хорус Бесчеловечно Сбросил вирусные бомбы На свои собственные Войска Была лишь Началом Его первая Поездка на задание В качестве Ведущего агента Сигелита Абептия Примус На планету Калт Входящую в состав Пятиста миров Ультрамара Явило ему Еще более ужасные вещи Там ему довелось Увидеть 12-й легион Ларгара В красных оттенках Собственных Свежеоскверненных Доспехов Воинов Которых он мог Когда-то назвать Сородичами В альянсе С тварями Порожденными Адскими сферами Варп пространства Беспредельная Бесчеловечность И убийственный Восторг С которыми Несущее слово Обрушивали Своё вероломство На ультрадесантников Были за пределами Всего С чем приходилось Сталкиваться Гарра Ему было противно До тошноты У него не было слов Чтобы выразить Свой гнев И своё горе И глядя наружу На безмолвные звёзды Он не мог Отделаться От гнетущей уверенности Что на подходе Гораздо худшие вещи Два Вызов Привёл Тайласа Рубио На самый верхний Ярус цитадели И в резком Монохромном свете Он увидел Гарра Который стоял На дальнем краю Зала Со стеклянными стенами Воин застыл Как часовой Как статуи Из керамиты И стали Кости И плоти В своих доспехах Без украшений Бывший гвардеец Смерти Казался каким-то Незавершённым Его безволосую Покрытую шрамами Голову Прочерчивала Глубокая морщина На лбу А в его глазах Навеки поселилась Настороженность Рубио знал Что если Приглядеться Внимательнее То увидит Искры горечи Исходящие Из самой глубины Сердца воина Но заговорить О подобном Было неподобающе Вещью У него Не было На это Право Его Право Да Да Существовала Ли теперь Для Рубио Подобная Вещь Он плотнее Запахнул На плечах Свой безликий Балахон Под ним Была рабочая Военная Форма Простого Покроя Такое Мог бы носить Серф Легиона Или Слуга Контрактник Рубио Лишился Всего Что указывало На его Легион И на то Кому и чему Он был верен И он Не отдал Это с легкостью Воин Из ультрадесанта В конце концов Позволил Забрать Свою броню Лишь Когда Получил Недвусмысленный Приказ От самого Регента Да и то Нехотя Великий Крестовый Поход Мало По малу Умолял Тайлоса Рубио На первых Порах Он был Каддициарием Братом Состоявшим В иерархии Библиариуса Боевым Псайкером В командном Составе Двадцать Первой Роты Своего Легиона С отвагой И честью Сражающимся За торжество Ультрамара Он шел Вперед За Макрак Под голубыми Золотым Стягами Бок о бок Со своим Примархом Воспоминания О тех днях Были и сладкими И горькими Одновременно Какую же Славу Они заслужили Предав смерти Так много Врагов И спасшие Из бездны Столько Планет И все Это время Самым главным Оружием Рубио Были его Уникальные Сверхъестественные Таланты Он был Псайкером Воином Разума Способным Вызывать Молнии Из своих Рук И сеять Ужас В сердцах Своих Врагов Он был Так в этом Умел Так умел Его лишил Этого Магнус Красный Сам по себе Могущественный Псайкер Повелитель Легиона Тысячи Сынов Снискал Недовольство Императора Баловством С темными Силами Псионических Сфер Безрассудные Игры Магнуса С варпом Заслуживали Сурового Порицания И как следствие Император Наложил Запрет На использование Псионических Дарований Во всех Легионах Чтобы устранить Любую Возможность Будущих Злоупотреблений Один Единственный Эдикт И самый Главный Талант Рубио Оказался Для него Под запретом Но он По прежнему Оставался Воином Астартес Даже без Своего Усиливающего Ментальную Мощь Пси Капюшона Даже при том Что его Самому Главному Оружию Пришлось Замолкнуть Он все еще Мог сражаться За Империум Клинком И Болтером И в те моменты Когда Рубио Угнетало Его ущемленное Положение Он не подавал Виду И сохранял Стойкость В конце концов Он все еще Был ультрадесантником Но этого Его тоже Лишили На израненном Битвами Калки На конечной Станции Железной Дороги Вблизи Нуминуса Рота Рубио Сошлась С несущими Слова Резня Того дня Еще жила В его кошмарах Там Гара Его и разыскал Тянущим Время В ожидании Того момента Когда за всеми Ними придет Смерть И в этом Разоренном Месте Пока битва Чернила Небеса И теснилась Вокруг них Рубио Лишился Чего-то Эфемерного Того Что нельзя Было измерить Чтобы спасти Жизни Своих собратьев Он совершил Тогда страшный Выбор Рубио Нарушил Эдикт Императора И обратился К своим Стреноженным Силам Чтобы отразить Врагов Поступив Так Он изменил Присяги Его боевые Братья Остались Живых Но они Отвернулись От него Все как Один Делало ли Это его Предателем Рубио Отмахнулся От этой Тревожной Мысли Но она Не исчезла Маяча Грозным Фронтом На дальнем Горизонте Я здесь Гара Чего ты От меня Хочешь Боевой Капитан Развернулся Чтобы изучить Рубио Он шарил Глазами По лицу Кодициария Пытаясь Как-то Оценить Его настрой Обратный Перелет Из Виридийской Системы Был трудным Ты отдохнул Спросил Гарра Я готов Вернуться В битву Если ты Это имеешь Ввиду Зачем бы Еще Меня сюда Привозить Гарра Покачал Головой Рубио Нас Привезли Не для того Чтобы драться На войне Бросать вызов Мятежу Хоруса В открытом Бою Предстоит Другим Нам же У нас Другой Путь И куда Он ведет Ты Уволок Меня Прочь От моих Братьев Ты Забрал Меня С моего Законного Места Скажи Мне Что На то Была Хорошая Причина Рубио Со стиснутыми Зубами Пылающий Раздражением Бросил Взгляд Вниз На Свои Безликие Одежды Что За долг Я могу Выполнять В таком Виде Где Моя Броня Где Мое Оружие Твоя Боевая Экипировка Была Последним Что Связывало Тебя С твоим Легионом Брат Тебе Это Больше Не Нужно Гара Сделал Приглашающий Жест Иди Со Мной Мы Приведем Тебя В готовность Три Оружение Цитадели Было Военной Кузней Где Десятки Сервиторов И Техно Боевого Снаряжения По Вещении Главенствовали Золотые Доспехи Огромные Сияющие Мечи Сестер Безмолвия Хранительниц Цитадели Их Клинки Были Развешаны На всех Стенах Рядом С мощными Огнеметными Пушками И штурмовым Оружием Но Ни Один Из Этих Инструментов Ведения Войны Никоим Образом Не мог Конкурировать С вооружением Астартес Вон Там Брат Видишь На стойке Для снаряжения Шестиметровой Высоты Покоился Комплект Силовой Брони Почти Идентичный Тому Что носил Гарра Это было Изделие Созданное По самому Последнему Слову Техники Только что Поставленное Мануфакторумом Как и броня Гарра Оно было Лишено Любых Эмблем И символов За исключением Неброского Стилизованного Изображения Глаза Едва Различимого На одном Из наплечников Знак Осигелита В стали И свисал Безыскусный Табор Библиариуса При приближении Рубио Стойка С шипением Открылась И собравшиеся Сервитеры Были готовы Помочь ему Облачиться В керамитовые Доспехи Но он Медлил За время Своей службы Империуму Рубио Никогда Не надевал Ничего Кроме Кобальтовой Синий Ультрадесанта И не носил На себе Никаких Эмблем Сверхпочитаемой Ультимы Легиона При мысли о том Чтобы сделать это Сейчас У него снова Возникло чувство Что он совершает Какое-то предательство Если я на это пойду То что со мной станет Я утрачу То кем я был Я больше не буду Сыном Ультрамара Рубио Послушай меня Начал пояснять Гара Дело не в Легионе Или месте рождения Это вопрос Более важный Чем мир Который ты звал Домом Или примарх Которому ты Отдавал салют Ты Я И прочие Что появятся В будущем Мы отдаем свою верность Новой истине Новому идеалу Мы помним о том Кем мы были Но восходим К лежащему За этими рамками Мы служим Императору человечества Это не изменится никогда Там накалки Рубио Ты принес особый обет Это сделает его завершенным Бери броню Присоединяйся ко мне Быть посему Рубио взошел на стойку И широко раскинул руки Соглашаясь принять Открытые бросары Наручники и нагрудники Во всей их боевой красе Сервиторы зафиксировали Корпусную секцию Доспехов И поножи Громоздкие ботинки И латные перчатки Он откинул голову назад Когда вставал на место Горжит С низким Отдающимся В самых костях Урчанием Свернутый В калачик энергии Включился Термоядерный Микрореактор В наспинном ранце Следующими Сели на место Наплечники Так Шаг за шагом Рубио превратился В боевую машину В облике человека Однако Его по-прежнему Тревожила клятва Которую он скрепил Этим поступком Теперь он утратил Все Чем он был раньше А с новым статусом Который он приобрел Взамен Ему еще только Предстояло определиться Сделано Пока нет Еще остается Твое самое главное оружие Пси-капюшон Представлял из себя Сложную совокупность Кристаллических Матриц И энергопроводов Настроенную На уникальные Резонансные моды Имматериума Сервиторы Установили его На место вокруг Головы Рубио И устройство Пробудилось к жизни Незамедлительно Привязываясь К телепатическим Энграмам Псайкера Рубио ощутил Как в нем Вновь пробуждается Старая Знакомая сила Та мощь воли Которую он считал Подавленной Умения Которые спали Со времен Никейского декрета Готовно Заплясали на кончиках Его пальцев Гарро Удовлетворенно Кивнул Вот теперь Сделано Броня была Второй кожи Пластилы Керамид Сопрягались С мышцами И скелетом Посредством Проводящей Поверхности Черного панциря Интерфейсного Биоимпланта Под кожей Рубио Он опробовал Перчатки Сгибая пальцы Ощущение было Правильным Но его внутренний Конфликт Не угас до конца Ты согласен Выполнять свой долг Брат Бери это оружие И используй его Именем императора Гарро Вручил ему Увесистый болтер И меч в ножнах Рубио слегка Улыбнулся Когда клинок Оказался в его руке Это был Гладиус Разновидность Меча Обозначающая Это гравировки Воин осознал Что Гарро Позволяет ему Сохранить Одну маленькую Памятку о легионе Которую он оставлял Моя признательность Брат Ментальное восприятие Рубио Ни с того ни с сего Встрепенулось Толкаясь в его разум Он запнулся Уставившись на Гарро Жестким взглядом Что не так Удивленно поднял Бровь Гарро Рубио не ответил Оставшись без применения Его телепатические Способности Утратили быстроту И собранность И все же У него возникло Странное ощущение Чего-то спрятанного Глубоко в уме Гарро Иной правды Скрытой под слоями Стоических мыслей Гвардейца Смерти Секретной веры Суть которой Нельзя было прочесть Перед его внутренним взглядом Промелькнул образ Иконка Золотая аквила Что ты сказал? Рубио Каждой частичкой Своего существа Жаждал расспросить О том Что он учуял Но Псайкер Уже ощущал присутствие Еще одной души Которая надвигалась ближе Пылая ярче Чем заглушенная Препаратами Мышление сервиторов Свирепое и жестокое С бритвенно-острыми Гранями ума Привычного К совершению убийств Кто-то приближается Произнес Рубио Появился воин Легио Кустодис Ты Гарро? Спросил он Я Ответил Гарро Бери своего компаньона И следуй за мной Немедленно Он не стал ждать Чтобы увидеть Подчиняются ли они Новоприбывший Просто крутнулся На каблуках И отправился обратно Тем же путем К которым пришел Вышагивая По сводчатым коридорам Цитадели в направлении Главных воздушных причалов Гарро поджал губы От такой вопиющей Демонстрации Высокомерия Но все-таки Последовал за ним Срубио На шаг позади На первый взгляд Выбор у него был невелик Нельзя так просто Взять и дать Отказ представителю Костодианской гвардии Не имея на то Хорошей причины Четыре Он представился Как Карарин Ну или по крайней мере Это было все Что он хотел сообщить им На данный момент Воины Легио Кустодиас Обладали Наградными именами Различной длины И каждое добавочное Наименование Даровалось им В знак признания Заслуг перед императором И троном Терры Гарро доводилось Слышать о Кустодиях С более чем Тысячи имен Каждое из которых Было начертано На внутренних поверхностях Их брони И он не мог Не задаться вопросом Сколько их еще шло За словом Карарин Говорили Что Кустодии Соотносились с императором Точно так же Как легионеры Со своими примархами Личные охранники Правителя империума Они были его Притарианцами И наиглавнейшими Защитниками И действительно Редко когда можно Было встретить Кустодия За пределами Терры Они покидали Дворец императора Лишь для дел Величайшей важности И при этом В одиночку Или малым числом Воин смотрелся Внушительно устрашающе Он был выше Гарра Даже одетого В свои боевые доспехи Роскошная Золотая броня Кустодия Была украшена Замысловатыми узорами Из молний Имперских аквил Тушек орнамента С его широких плеч Спадал кроваво-красный плащ А под мышкой Он держал Высокий конический шлем С рельефным Орлом поперек лба И малиновым султаном Исконского волоса На верхушке У него было лицо С оливковой кожей Темные глаза А вместо Алибарды-гвардейца Более типичной Для его сородичей Карарин был вооружен Массивным мечом С широким клинком В эфес которого Были вделаны Сдвоенные болтеры Он вышагивал Быстрой и целеустремленной Походкой Ни разу Не соблаговолив Бросить взгляд На двух легионеров Раздутое чувство Превосходства Легио Кустодис Было притчей Во языцах Их поведение Часто служило Источником трений С посторонними У Гара Не было повода Подозревать Что Карарин Опровергнет эту посылку Молчание нарушил Рубио Куда мы направляемся? Челночный корабль Стоит на готове Вы оба Будете сопровождать меня На линкор Имперского флота Ноландия Судно находится На орбите Луны Ожидая моего возвращения С какой целью? Спросил Гара Это Гвардеец смерти Будет пояснено Когда будет Сочтено необходимым Возможно Я считаю Это необходимым Сейчас И чтобы внести Полную ясность Я больше не служу Четырнадцатому легиону Естественно Если бы ты И впрямь Все еще выступал На стороне Предателя Мартариона Ты к этому моменту Был бы уже ликвидирован Гара вспыхнул гневом От такого пренебрежения Но Кустодис Не позволил ему ответить Карарин продолжил Приказ Который я имею Исходит от Лорда Малкадора Регента Терры Вы поклялись ему Подчиняться Не так ли? Он этого желает Так что вы будете Составлять мне компанию На этом моем задании Вопреки моим настояниям На том Что вашего присутствия Не требуется На данный момент Это все Что мне необходимо Вам открыть Как пожелаешь Склонил голову Гара Потребовалось Прикладывать усилия Чтобы не поддаться На провокацию И Гара Мрачно Переглянулся Срубио Кадицарий Не сказал ни слова Но все его мысли Были написаны У него на лице Воины Из легионов Астартес Были непривычны К тому Чтобы ими командовали Как обыкновенными Смертными солдатами Имперской армии И если бы Любой другой человек Проявил подобную Непочтительность Кончик меча Уже уперся бы ему В горло Но сказать Что-нибудь Неподобающее Кустодию Рассматривалось Едва ли не как дерзость По отношению К самому императору Гара чувствовал Что его раздирают Противоречия С одной стороны Он испытывал уважение К воину Которого сочли достойным Стоять рядом с императором И купаться В его божественном великолепии Но с другой Его раздражало Плохо скрытое И направленное Не по адресу Недоверие Кустодий Не стеснялся Продемонстрировать Что он считает Гара Недостойным Своего внимания Вне всяких сомнений Рассматривая Боевого капитана В том же свете Что и всех прочих Из его бывшего легиона Если ты больше Ничего не скажешь То можешь хотя бы Сообщить нам С каким врагом Нам предстоит Столкнуться В ходе этого предприятия Уточнил Рубио Хуже не бывает С предателями Пять Челнок Представлял из себя Обтекаемый Курьерский корабль Класса Аквила Сильно модифицированные Наружности Выкрашены В золотую С красным расцветку Кустодианской гвардии В отличие от Грозовых птиц И громовых ястребов Военных лошадок Которым были Привычные легионеры Он был едва ли Не экстравагантным По своему дизайну Он выглядел Несуразным На фоне Прямоугольного Монолита Ноландии Как яркий Драгоценный камень Покоящийся На чугунной чушке Линкор Отягощенный Бесчисленными Орудийными батареями Тянулся в длину На километры Гигантские листы Облиционные брони Придавали ему Вид массивного Продолговатого замка Словно древняя Твердыня До исторической Терры Провалилась Сквозь пространство И время Чтобы к ней Присовокупили Могучие варп Двигатели и пушки Которым хватало Мощи Для раскалывания лун Ноландия Набрала ускорение Грохоча Как плененная гроза Штурман Прокладывал курс Ведущий С орбитальной Траектории Терры К внешней границе Солнечной системы Они миновали Огромные скопления Спутников верфий Занятых срочным Строительством Для усиления флота И автономные Артиллерийские платформы Щетинищиеся Макропушками И оборонными лазерами Прочие крейсеры Меньшего тоннажа Внутрисистемные Мониторы Без варп двигателей Теснились в стороны С пути Ноландии Подчиняясь Вымпелам Высокого статуса Которые реяли На ее сигнальных мачтах Линкор Оставил Терру позади В кельваторе Выбросов своих двигателей Пропавший из видимости Тронный мир Затмила колоссальная Сияющая цитадель Фаланга Космическая крепость И монастырь Седьмого легиона Имперских кулаков Рогала Дорна Ноландия Неслась вовне Через орбиту Марса И осевую линию Епитерианских колоний Упорно и стремительно Двигаясь К дымке пояса Койпера Зоны разрозненных Ледяных астероидов Которая отмечает Границу солнечного пространства Там снаружи В точке Мандевиля Где варп корабли Закончившие свой переход Могут вернуться В нормальное пространство Солнце было холодным И далеким А звезды чужими И неприветливыми Там снаружи Не двигалось ничего Кроме патрулирующих Периметр фрегатов И эсминцев Дороев Оповестительных роботов И все они наблюдали И ждали первых признаков Вторжения Которого не избежать День или месяц Год или десятилетие Сколько бы это не заняло Но в этих небесах В конце концов Станет черно От флотилии воителя Это было лишь вопросом времени Шесть Никто не сказал Кустодианскому гвардейцу Ни слова Когда тот потребовал Своё единоличное Распоряжение Площадку Для боевой подготовки Приказы Отданные Карарином Капитану корабля Были лаконичными Не прерывать Его тренировочный бой Ни в коем случае Кроме разве что Прибытия Самого Архипредателя Хоруса Кустодианскому Размеренно Проложил себе Путь Через всю совокупность Тренировочных Сервиторов судна Оставляя их В виде дымящихся Груд По ходу того Как он расправлялся С ними группами Или по одному за раз Каждый сервитор Учился на ошибках Прошли часы А ни одному из них Так и не удалось Нанести кустодию Хотя бы один удар Слуга Убери эти останки И давай мне других Распорядился Карарин Других нет Ты уничтожил их всех Произнес вошедший Гара Прискорбно А я-то надеялся Найти что-нибудь Что могло бы составить Мне испытание По крайней мере Хотя бы на миг Он помолчал Клинок который ты носишь Превосходный инструмент Ты зовешь его Вольнолюбец да? Я бы посмотрел Чего он стоит в схватке Это выглядит Полным подобием вызова Неужто? Не думаю что у тебя Хватит неосмотрительности Согласиться В конце концов Гвардия смерти Отродясь не терпела В своих рядах Безрассудных у дураков Гара позволил себе Скупую улыбку Ты будешь удивлен Ну что же Тогда до первой отметины Согласен До первой отметины Они отсалютовали Своими клинками А потом разразилась буря Он был не похож Ни на одного противника С которым доводилось Встречаться Гара Поговаривали что даже Примарх крепко подумает Прежде чем встретиться На арене с одним Из кустодиев императора И Гара Сражаясь за то Чтобы удержать позицию Под ураганом ударов Клинка Карарина Мог в это поверить Было почти что Невозможно предпринимать Хоть что-то За рамками обороны И он быстро достиг Потолка своих умений Прикладывая все силы Чтобы размещать Свой меч в тех точках Куда кустодиев колол И бил своим собственным оружием Он парировал все удары Но они обрушивались Как гром Так что его кости Сотрясались внутри доспехов Был момент Когда в обороне Обнаружилась брешь И Гарри едва Не воспользовался Этим шансом Рефлекторно Разворачивая Фес вольнолюбца Но он сдержал себя И позволил Этой возможности уйти Слишком легко Слишком заманчиво Досада Сверкнувшая в глазах Карарина Послужила подтверждением Это была уловка Призванная Поймать его врасплох Манера В которой атаковал Кустодиев Резко изменилась Набирая интенсивность И он начал Теснить Гарра назад Через тренировочную площадку К кучкам Оставшимся От загубленных сервиторов Боевой капитан Внезапно осознал Что до этого Карарин с ним забавлялся Это было его Истинным намерением Кустодиев Сминал его Точно рассчитанным Сверепым натиском Под звон клинков У Гарра Осталась лишь одна Возможность выкрутиться Не уронив при этом Своей чести Но для этого Ему потребуется Проворство Превосходящее все Что он когда-либо Демонстрировал в прошлом Их мечи на мгновение Блокировали друг друга Сойдя с лезвия в лезвие И Гарра Ухватился за шанс Который открылся перед ним На долю секунды Если Кустодиев Имел слабое место То это была его заносчивость Спеша оставить на Гарра Отметину Он уже считал его побежденным Легионер Обратил это против Кустодия Разоружив его Несмотря на то Что ему стоило Гигантских усилий Вырвать меч Болтер Из руки гвардейца Карарин застыл Багровее лицом От вспыхнувшей ярости Потом отступил На шаг назад Гарра Твердо держал свой меч Нацелив его кончик В грудь гвардейца Выходишь из боя Эта схватка Еще не окончена Я задолжал тебе отметину Если этот клинок Вообще коснется Моей брони Я разорву тебя в клочья Скривился Карарин Хм Ты плохо умеешь проигрывать А тебе улыбнулась удача Я тебя недооценил Такого больше не случится Он отвернулся Подбирая свой упавший меч Свободен, Гарра Ты переходишь границы Кустодий Ты мной не командуешь И у тебя нет причин Скрывать от меня Цель этого задания Карарин Помедлил в раздумье Затем бросил на него Взгляд через плечо Ну что ж Полагаю, ты завоевал Это право В качестве награды Иди со мной И будешь просвещен 7 Карарин провел их В стратегеум линкора Овальный зал, где стены Покрытые просмотровыми Приспособлениями На газовых линзах И прозревательными Устройствами наблюдения Обеспечивали поступление Потоков данных Из окружающего Ноландию пространства В режиме реального времени В центре помещения Располагался Высокий бак Гололитического дисплея Озряемый шаром Составленным Из цветных пылинок света Тактическая карта Показывала солнечную систему И орбиты планет С наложенным на них Курсом Ноландии Оставьте нас немедленно Спустя какие-то секунды Гарра и Карарин Остались в помещении одни С единственными свидетелями В лице безмозглых сервиторов Гарра удивился Что требует такой секретности Увидишь Кустодий Излег из кармашка На поясе Запоминающую капсулу И ставил ее в гнездо На цоколе Гололита Дисплей изменился И трансформировался В последовательность Зернистых пикт-изображений Гарра увидел корабли Около дюжины их Дрейфующую в космосе Флотилию Потрепанного вида Эта запись Поступила от робота Занимающего пост На внешней границе За орбитой Плутона Он зарегистрировал Множественные переходы Из варп пространства И двинулся на перехват Это то, что он обнаружил Это то, с чем нам Предстоит столкнуться Все это имперские корабли Транспортники Балкеры Гражданские суда Задумчиво произнес Гарра Да Но на них нет Вымпелов Показывающих официальную Принадлежность И опознавательные знаки Их происхождение неизвестно И они прибыли не одни Картинка сменилась Показывая судно Во главе маленькой флотилии Это мог быть только военный корабль Похожие на лезвие нос И орудийные башни В несколько уровней Складывались в характерный облик Быстроходного ударного фрегата Самого распространенного Класса кораблей В экспедиционных флотах Легионов Астартес Ты естественно узнал Раскраску фрегата Белая с голубой окантовкой Этот корабль принадлежит Двенадцатому легиону Пожирателям миров Подтвердил Карарин Воинам Которые перешли Под знамена Хоруса Вслед за своим вероломным Гладиаторским царем Ангроном Корма фрегата Стала видна отчетливо И глаза гар рассузились Имя, которое он там увидел Породило вспышку воспоминаний Засечка кинжала Я знаю этот корабль Я видел его раньше Уиства на три В те часы Что предшествовали атаке Он был частью группировки воителя Когда Карарин заговорил вновь Он сделал пренебрежительный жест В сторону Гололита И даже не попытался Скрыть презрение в своем голосе Ты должен чувствовать родство С этими беженцами, Гара Экипажи этих кораблей утверждают Что они бежали прочь от воителя Предавшего трон Там гражданские Солдаты имперской армии Торговые представители Со всего Эриданского сектора И прочие Якобы собранные по пути В ходе их побега Они говорят Что пробились к Терри Через варп шторма В поисках безопасной гавани Точно так же Как это сделал ты Долгое мгновение Гара молчал Когда гвардия смерти Отвернулась от императора Он и 70 других легионеров Экспроприировали крейсер Эйзенштейн И спаслись От последовавших за этим ужасов С того дня Миновали месяцы Но они казались вечностью Гара принес вести мятеже Строго придерживаясь Своей присяги императору и трону Но многие судили его За деяние Его заблудшего примарха Он был запятан подозрением Тем самым Что горела в глазах Карарина И вот поэтому Малкадор меня и отрядил Чтобы составить о них суждение Он считает Что с учетом твоего опыта Твое понимание ситуации Должно обладать некоторым весом Тебе надлежит оказывать мне помощь В оценивании этих беженцев Но их окончательную судьбу Решит совет Терры У Гара не было сомнений Что независимо от того Как далеко простирались Полученные кустодием приказы Тот уже отнес Снова прибывших К разряду Представлявших угрозу Ты им не доверяешь Я не доверяю никому и ничему Кроме слова императора Пожал плечами кустодий Это раскол Созданный хорусом Означает Что мы больше не можем Рассчитывать на убежденность В чем-либо еще Подобные узы Разъедены криводушием Он уперся в Гара взглядом В котором сверкал холодный огонь Вся галактика Расчерчена линией фронта Любой, кто появится Со стороны воителя Враг Пока не доказано обратное Я подпадаю под это описание Считаешь ли ты, что я Ненадежен Поскольку мой бывший легион Предал трон До тебя начинает доходить Я не предатель История вынесет свой приговор Точно так же Как его вынесут Этим отщепенцам Воитель Враг коварный В его стиле Будет послать корабли Под прикрытием Подобные уловки Так что он сможет Внедрить шпиона В самое сердце империума Его вторжение Грядет Гарра Его не остановить Как и мою ненависть К этому предательству Карарин развернулся Чтобы уйти Затем помедлил Еще одна вещь Ведьмачья душа Рубио Брат Рубио легионер Кодициарий Такого звания В легионах Астартес Больше не существует Малкадор Может и дал тебе Позволение Не соблюдать Эдит императора Но я этого не потерплю Знай вот что Если Рубио Воспользуется Своими проклятыми способностями В моем присутствии То я его прикончу Восемь Он прямо так и сказал Удивился Рубио Достопочтимый Кустоди Не желает оставлять Какую-то двусмысленность В своих заявлениях Рубио нахмурился У Карарина нет права Отдавать мне приказы Он заносчивый фрунтоман Подобное говорили в прошлом О тринадцатом легионе Усмехнулся Гара Но я не ультрадесантник Не так ли Я теперь такой же как ты Странствующий рыцарь Призрак в доспехах Именно Но пока что Не путайся у него под ногами Нам приказано с ним работать Стало быть Мы так и поступим Личные предубеждения Карарина Будут туманить его здравомыслие Поэтому важно Чтобы мы сохраняли ясным Свой собственный взгляд Вернувшись в спартанские апартаменты Которые предоставили ему Икодициарию Гара Передал Рубио Весь свой разговор С кустодианским гвардейцем Как и Гара Рубио был обеспокоен тем Что олицетворяла собой Засечка кинжала И ее разношерстная флотилия Более молодой воин Пролистал содержимое Информационного планшета Изучая донесения датчиков Полученные при первом контакте С беженцами Этот вопрос сложнее Чем кажется на первый взгляд Рубио потер переносицу Взгляни сюда Если эти данные верны То на борту кораблей беженцев Гражданских Существенно больше Чем военного персонала Штатские и нестроевые Гара Мужчины и женщины Семьи бегущие От падения имперской власти Предшествующего Наступлению воителя Это те люди Которых мы поклялись защищать Я с тобой не спорю Кивнул Гара На Карарин Не видит подобных разграничений В его глазах Все на борту этих кораблей Одинаково опасны Будь то космодесантники Или простые люди Когда Рубио заговорил снова Его лицо было мрачным Ранее Прогуливаясь по коридорам Я подслушал разговор Членов персонала мостика Которые обсуждали задания В тот момент Я не знал В каком контексте Рассматривать их слова Но теперь понял Они говорили о Карарине О том Как он повел дело Он уже решил Чем все закончится Гара насторожился Объясни Кустодий У нее ни единого шанса У Гара кровь застыла в жилах Когда он вспомнил Свой собственный полет На борту Эйзенштейна Когда он бежал от мятежа И тот момент Когда на его корабль Упала тень великой фаланги Если бы тогда командовал Кто-нибудь вроде Карарина Гара мог бы и не остаться в живых Чтобы донести до Империума Своё предупреждение Неужели совет Терры Был так напуган Что они скорее позволят Кустодию убить Сотни тысяч невинных душ Чем пойдут на риск Внедрения одного единственного шпиона Вопрос леденил душу Это шло вразрез со всем Что составляло дух Светлого и блистательного Империума Императора Мы не можем допустить Чтобы это случилось И все же существует возможность Что Карарин прав Возможность, Рубио Неуверенность Это Империум Человечества Это владение Солнца И тронного мира Мы не забираем жизнь без основания Мы обнажаем меч по необходимости По справедливости Мы не убиваем Ведомые слепым страхом И предубеждением Девять Наландия зависла Коррекционные двигатели Выбрасывали гигантские огненные струи Размещая ее на траверзе Засечки кинжала И клиновидного построения Беглой флотилии Орудия линкора С расчетливой угрозой Качнулись в боевую позицию Десятки орудийных башен куполов Прорабатывали траектории стрельбы По головным кораблям Театральный жест Если смотреть на него Как на демонстрацию силы Но тем не менее Опасность была серьезной И неумолимой Корабли беженцев Уже какое-то время Удерживались В этой зоне Пространства Далеких орбит Окруженные группой Беспилотных канонерок Которые отслеживали Каждое их движение Прибытие на Ландии И наведение На цель ее орудий Лишь подчеркивало то Что командующим Флотилией Уже было известно и так По сути Они были пленниками Засечка кинжала Дрейфовала поодаль От заостренного Как стрела Носа линкора Прямо на линии Прицела Новопушки Смонтированной Вдоль хребта Более крупного корабля Даже если Главное орудие На Ландии Слегка промахнется Выстрел С такого расстояния Вскроет фрегат И заставит его Атмосферу Выплеснуться Во тьму За какие-то секунды В свою очередь Всему комплекту Орудий Засечки кинжала Понадобится Удачливость полководца Просто чтобы Пробить пустотные Щиты линкора И нанести ему Ощутимый удар В другое время Эти корабли Обменивались бы Приветствиями Как достойные товарищи Раз шел мятеж Гражданская война Была в разгаре И мало кто смог Вычеркнуть так глубоко Чтобы найти Свежий источник доверия 10 Карарин изучал Рыхлую Плохо организованную Группировку кораблей Беженцев С обзорной точки Стратегиума И работал на маленьком Гололите Одной бронированной рукой Он продумал Секторы обстрела И схемы торпедной атаки Вычерчивая Наиболее эффективные Модули удара Призванного Свести другой корабль К вихрю обломков Учитывая элемент Неожиданности И при условии Что не случится Непредвиденных событий На это По его претиткам Должно было уйти Не больше пяти минут Когда в помещение Вошли воины В серой броне Карарин не поднял глаз Он их не вызывал Однако не мог И не пустить их Командный центр Присутствие Гара И его компаньона Из колдовской братьи Было помехой Которую кустодию Просто-напросто Придется перетерпеть В этот момент Один из офицеров На Ландии Заговорил громким голосом Передавая сообщение Полученное системой Связи корабля С засечки кинжала Был принят Вокс-сигнал Это был запрос На прямое соединение Карарин приказал Не отвечать Еще рано Пусть подождут Они уже прождались Здесь несколько дней Этого недостаточно Засомневался Рубио Карарин ответил Не встречаясь Взглядом с Псайкером Важно затвердить Урок о том Кто здесь командует Это совершенно верно Вмешался Гара Эй ты Вокс-офицер Открой канал связи С засечкой кинжала Когда Гарра Аннулировал приказ Карарина Тот резко развернулся Вперевшись с него Свирепым взглядом Но было уже слишком поздно Чтобы его останавливать Сквозь треск Вокс-помех Пробился голос Засечка кинжала Вас слушает Ноландия Я бы сказал Рад встрече Но ваши артиллерийские расчеты Путают нас С транспортировочными Автомишенями Его выдавали тембр И интонации голоса Командир фрегата Бесспорно был легионером Поскольку редко Кто из обычных людей Посмеет вести себя Столь дерзко Перед лицом Такой превосходящей силы И все же в словах командующего Сквозила усталость Которую невозможно было скрыть Времена сейчас опасные Не взыщи Если мы проявляем осмотрительность Ответил серый рыцарь Осмотрительность, говоришь Как пожелаете Кто бы мог решить Что вы увидите опасность В горстке танкеров И грузовых шлюпов Как бы там ни было Мы готовы следовать за вами к Терри В любой удобный для вас момент Гарро улыбнулся шпильки Поскольку Карарин Не нашел в этих словах Ничего забавного Я Натаниэль Гарро Кому я обращаюсь Гарро Поговаривали Что тебя убил Тифон Ты беседуешь С тем бедным глупцом Который стал командующим Этой непокорной флотилией Отчаянных И изнуренных Я Мейстер Варрен Еще недавно Числившийся в двенадцатой роте Бывший сын Ангрона Бывший сын Он пытался меня убить По мне Так это полное указание На то Что узы между моим Генетическим отцом И мной разорваны Гарро быстро кивнул Вокс-офицеру Чтобы тот заглушил звук И взглянул на остальных Ты его знаешь? Встрепенулся Карарин Да, сэр По репутации Капитан роты Имеющий грозный Послужной военный список Часто выходит победителем В гладиаторских ямах Закаленный боец Но, как говорят При этом следует Понятиям чести Редкая похвала Для одного из берсерков Ангрона Заметил Рубио Меня не интересует Число убитых На его счету Или его лавры Возобновить его К связь Капитан Варрен Это Карарин Из легио Кустодис Командующий этой операцией Засечка кинжала И все сопутствующие Элементы флотилии Должны сохранять Свою позицию И оставаться С выключенными двигателями Неподчинение Будет встречено Немедленными репрессиями Ты понимаешь? Вы не пойдете к Терри Что? Что это за идиотство? Вы держите нас здесь Словно мы враги Проверяете нас Капитан Варрен Твой статус Врага или друга Не ясен Пожиратели миров Порвали с имперской властью И составили заговор Против императора Твой легион Вступил в союз С архипредателем Ты думаешь Что меня нужно Знакомить с этими фактами? По какой другой причине Мы могли бы здесь быть? Я пошел Наперекор своему примарху Чтобы на меня Не упала тень Этого предательства Ты хоть чуть-чуть Понимаешь Что это значит? Понятно Что Варрен И его сотоварищи Многое вынесли Чтобы достичь Терры Это то Что я знаю Не понаслышке Вступился Гарра Возможно Если бы мы поговорили Встретившись лицом к лицу Ситуация стала бы Яснее для всех нас Рубио поддержал Гарра Мы можем взять челнок И переправиться На засечку кинжала Согласен Придите Посмотрите мне в глаза Если смеете Называть меня предателем Ты не имел права Делать это предложение Взъярился Карарин А ты не имел права Его провоцировать Но если ты опасаешься Что нас может ждать ловушка Ты волен оставаться На борту Ноландии Будь по-твоему Веди Сдался Кустодий Челнок проплыл Сквозь пустотный барьер Перегораживающий Разверстый Зев посадочного Отсека Фрегата Потрескивающая Энергетическая Мембрана Препятствовала Холодному Поцелую Космоса Удерживая Атмосферу Корабля Пилот Карарина Выполнил Безукоризненную Посадку Стремительно И непринужденно Опустив судно На свободную Платформу Незаметные Лаз пушки Скрытые Под похожими На орлины Крыльями Челнока Подергивались Отслеживая Людей Которые Собрались Внизу На палубе Опустилась Откидная Рампа И Гара Первым Сошел Вниз Срубе И Кустодием На шаг Позади Со всех Сторон Вырастали Густые Тени Холодный Воздух Посадочного Отсека Пропитывали Дурные Предчувствия Гара Видел их В глазах Экипажных Серфов Которые Столпились На верхних Технических Галереях Чтобы Посмотреть На Новоприбывших Все До единого Были Молчаливыми И угрюмыми Во флотилии Беженцев Не было Ни одного Человека Который Не опасался Б того Что могло Решить В отношении Них Далекая Терра Варен Произнес Капитан Гара Ты не Выглядишь Покойником Во многих Отношения Сородич Я Прям Призрак Никогда Не видел Раньше Такой Брони Как у Тебя Удивился Варен Это В чем Призраки Выходят На бой Можно И так Сказать Усмехнулся Гара Пожиратель Миров Выступил Из группы Ожидавших Их Легионеров И протянул Свою руку В древнем Жесте Приветствия Гара Принял Ее И они Сжали Ладонями Запястья Встречаясь Друг с Другом Взглядами Варен Был Стопроцентным Воином Двенадцатого Легиона Его белая С голубым Силовая Броня Была Потрепана Погодой И изношена В битвах Листки С обетами И знаки Отличия Соседствовали С чудовищными Выбоинами И отметинами От ударов Которые Сами Были Своего рода Наградами У его бедра В пределах Легкой досягаемости Покоился Массивный Силовой меч Шипастой Гарды Служа Безмолвным Предостережением О том Что воина Не стоит считать Беспомощным Лицо капитана С глубоко Посаженными Пронзительными Глазами Вызывало мысли О стиснутом Готовом К удару Кулаке Штифты Выслуги И татуировки В честь побед Соперничали С дорожками Старых шрамов Рассказывая Суровую историю Его жизни Гара Почувствовал Что в тот Долгий миг После которого Пожиратель Миров Разжал свою хватку Варен В свою очередь Произвел его оценку Как нога Я слышал Что ты потерял Ее в стычке С девами битвы А у гметика Никогда не ощущается Так как мясо И кости Верно Так и есть Но это значит Что я могу ходить А если могу ходить То я могу сражаться А если ты можешь сражаться Ты можешь побеждать Гара улыбнулся Итак Кто это такие Варен кивнул на остальных Брат Рубио Мой товарищ С Карарином Ты уже разговаривал Варен Умышленно Проигнорировал Кустодия Предпочтя обратить Свой взгляд На Псайкера Второе привидение В призрачно сером Но ты не гвардеец Смерти Все загадочнее Мы оба служим Лорду Малкадору Пояснил Рубио И это он Тот Кто нас здесь задержал Карарин Покачал головой Идет гражданская война Пожиратель миров И на тебе цвета Не той стороны Скажи спасибо Что тебя не вышибли Из космоса Прямо в момент прибытия В темных глазах Воина Засверкал гнев Какую признательность Выразили Преданным сынам Империума Людям Что отказались Следовать за своими Боевыми братьями Когда те Отвернули прочь Все как один Мы не сбились Со своего курса Кустоди Это должно чего-то стоить Если бы обстоятельства Сложились наоборот Ты поступил бы так же Ответил Кустоди Нет Я просто убил бы тебя И закрыл бы этот вопрос Рассмеялся Варон Он повернулся к Гарре Эти темные глаза Опять выискивали Кого-нибудь Кому он мог бы доверять Наш полет домой Кузен был тяжелым Я потерял многих Из своих лучших людей Убитых телохранителями Ангрона Но мы последовали Твоему примеру И совершили прорыв Гарра задал вопрос Который его сильно беспокоил К тебе еще кто-нибудь Присоединился? Да Больше погибло Чем выжило Горстка пожирателей миров Верных пожирателей миров Осталась со мной На борту этого корабля Гарра посмотрел За спину Варона На группу воинов Которые стояли В мрачных тенях Его генетически Усовершенствованное зрение Заприметило больше цветов Чем в раскраске Двенадцатого легиона Карарен тоже это увидел И задал еще один вопрос Кто еще к тебе примкнул? Требую Чтобы ты их нам предъявил Варон Сердито уставился на Кустоди Кривя губы От приказного тона Тогда иди Встрейся с ними Или оставайся У своего челнока Если подозреваешь Что это засада Двенадцать Рубио почуял В зале других легионеров Еще в момент Своего выхода Из челнока Их разумы Были защищены Напоминая Помигивающие свечи Заслоненные от ветра Он умышленно Держал свои Псионические способности В бездействии Хотя часть его И жаждала Снова начать пользоваться Ими В полном масштабе Медленный возврат К силе и могуществу Характерного Сработанной брони Из керамидо-фиолетового окраса Отделанного Изящной Золотой филигранью И обильными Художественными Завитушками Это Ракитсо Бывший Третий легион Дети императора Уточнил Гарро Ракитсо И его боевые братья Низко поклонились И Рубио увидел Что фиолетовая броня Местами сильно Повреждена Болт снарядами Таковыми Мы и остаемся К нашему стыду Наш примарх Фулгрим Больше не смотрит На наш легион Как на хранящий верность Великой Терри И его отцу Его предательство Ранило нас Самое сердце Еще какие-нибудь Воины из Третьего Спаслись Сыствона Задал волнующий Его вопрос Гарре Капитан Саул Тарвец Был моим достойным Другом Он все еще жив Я не могу сказать Ракитсо Переглянулся С пожирателем миров Брат капитан Варон Предложил мне И моим людям Путь Позволяющий Избежать Крайнего бесчестия Мы им последовали Единственная Альтернатива Состояла в том Чтобы покончить С собой Возможно Это был бы лучший выбор Рука Кустодианского Гвардейца Покоилась на Эфесе Его меча Болтера В откровенно Предостерегающем Жесте И пожиратели миров И дети императора Открыто поддержали Хоруса Но тут мы Обнаруживаем вас Утверждающих Обратное Ракитсо Готовился ответить Но это сделали За него другие Выйдя вперед из теней Те, кого Рубио Поначалу счел Еще одной группой Легионеров Варона Вместо этого Были одеты В белую броню С красной каймой На их наплечниках Резко, как кровь Выделялась эмблема Молнии Пятого легиона Ты так скор судить Кустодий Поведай нам Каково же твое суждение О белых шрамах Рубио впервые Увидел на лице Карарина Нечто похожее На удивление Наездники Белые шрамы Всегда были одним Из самых преданных И верноподданных Легионов императора И не было такого случая Чтобы его сын Джагатай Хан Продемонстрировал бы Хоть что-то Кроме непоколебимой верности Мы все верны В равной степени Поддержал Варен Если бы это было неправдой Нас бы здесь не было Как вы собрались вместе Капитан Перебил Гара Ракитсо Помог обеспечить Коридор для бегства Засечки кинжала И нескольким Гражданским кораблям Вдобавок Мы подобрали беглые суда На внешней границе Истованской системы Ответил Варен Тех, кому повезло Добавил Ракитсо Затем взяли курс На сегментум солвар Поначалу Делая короткие переходы Продолжил Варен Варп тамнисто вставал Что мы едва смогли Покрыть дюжину световых лет Прежде чем шторм Вынудил нас Вернуться в обычное пространство Но затем мы наткнулись На Хакима И остальных его воинов Он объяснил Что отряд Хакима Попал в Варпе в штиль И отбился от своего флота И лишь по воле слепого случая Они очутились На пути флотилии Засечки кинжала Они сообща Проложили новый курс И покрыли пространство Доттеры Я никогда не верил В судьбу или в удачу Но будь оно наоборот То возможно Подобная сила Поместила белых шрамов У нас на пути Продолжал Ракитсо Как только Хаким Предоставил В наше распоряжение Умения своего технодесантника Харука Мы сумели починить Критические повреждения В наших навигационных системах Воин сделал жест В сторону одного из людей Хакима Который носил Эмблему технических Специалистов легиона Составленную Из черепа и шестерни Если бы не они Мы бы не добрались Такую даль Добавил Варен Кустодий шагнул К Хакиму Наклоняя голову Рубио узнал Одну из разновидностей Традиционного приветствия Бывшего в ходу На Чегорисе Родной планете Белых шрамов Сайн Байнау Хата Аким Спросил Кустодий Сайн Ты знаешь наши обычаи Карарин Ответил Хаким Да Я как-то проводил Кровавую игру С воинами Великого хана Я был впечатлен Доблестью белых шрамов Рубио воздержался от слов Впервые на его глазах Притарианец Демонстрировал По отношению к легионеру Нечто Приближающиеся к уважению И на то была хорошая причина Кровавые игры Были невообразимым Испытанием Умений воина И те кому было По силам в них участвовать Заслужили свою похвалу Каждая из этих игр Происходила на Терри И представляла собой Реалистичные боевые учения Предназначенные Для проверки защиты Дворца Императора От ассасинов Кустодианские гвардейцы Использовали их Чтобы беспрерывно Оценивать собственные умения И выискивая слабые точки В охране Императора Руби увидел Что гарость С серьезным видом Кивнул головой Кузены, братья Какие бы обстоятельства Не свели нас вместе Мы все согласны в одном Мы стоим На правой стороне Этого проклятого раскола И эмблемы Каких бы легионов Мы на себе не носили Наша присяга Терри Императору Остается превыше всего Так верьте мне Когда я говорю Вот что Вопрос вашего возвращения Домой Будет решен В быстром порядке И с гарантией Наш враг там Вовне Наш враг Это воитель И мы встретим его В сплоченных рядах Это все о чем мы просим Согласился Ракицо Рубио развернулся Чтобы уйти И на кратчайший миг На самом краю Своего сознания Почувствовал Нечто Но затем это прошло И они пошагали Назад к челноку Тринадцать Гарра расхаживал По длине своих апартаментов Погруженные в раздумья Обратная дорога С засечки кинжала Прошла в молчании Суровое лицо Карарина Сохраняло непреклонное выражение Его мысли Невозможно было угадать Ситуация с гражданскими кораблями И контингентом пожирателей миров Содержала более чем Достаточно переменных Но с добавлением Еще двух групп воинов Одной из легиона Про который было известно Что он сохранил верность А второй из легиона Который как знали Совершил предательство Вопрос вышел На новый уровень сложности Раздался стук в дверь Войдите Разрешил Гарра Я пришел с тобой поговорить Сказал Рубио Входя Я удостоверился Что мой приход Остался незамеченным Там на челнеке ты выглядел стревоженным Что такое Рубио Кадицарий нахмурился Нам лгали Когда мы были на борту засечки кинжала Прямо в тот момент Когда мы уходили Я почувствовал обман Со стороны кого Не могу сказать определенно Но кто-то в том помещении Отчаянно хотел Утаить от нас жизни На важную правду От меня так давно Не требовалось Применять свои способности Таким тонким образом Я утратил сноровку Делай что в твоих силах Прежде чем Гарра Успел сказать что-то еще Прозвучал сигнал вызова Он напрягся Касаясь вокс-устройства В своем горжике На модуль машинной связи Встроенный в его броню Передалось зашифрованное сообщение Кто со мной соединяется Озадачился Гарра Капитан Гарра Это я Хаким Прости Этот потайной метод связи Но я должен поговорить с тобой На чистоту Ты один Гарра бросил взгляд на Рубио И жестом показал Чтобы тот хранил молчание Мы можем говорить конфиденциально Подтвердил Гарра Я должен тебя предупредить Дела в этой флотилии Обстоят не так Как это кажется Я связался с тобой тайком Потому что считаю Что среди нас Разгуливают союзники воителя Почему ты с этим Обратился ко мне Вместо того Чтобы отправиться к Карарину Он не из легионов Кустодий не поймет Но ты Гарра Ты был на Истване Ты видел что там произошло Ты прекрасно знаешь На что способен Хорус И ты понимаешь Что эта война Не вопрос черного и белого Воистину так Продолжай Я верю Что Мейсер Варен Честная душа Он слишком прямолинейен И открыт Чтобы утаить притворство Хоть в каком-то его виде Но пожирателя миров Водят за нас Ракитсо и дети императора Они все еще Поминуются фулгриму Я в этом уверен У тебя есть доказательства? Недостаточно Чтобы начать действовать Ракитсо Он называет темным Он слишком искусен в обмане Чтобы ему можно было Хоть что-то вменить в вину Но мои братья И я Следили за детьми императора По ходу нашего перелета Они что-то затевают Они тайно встречаются На одном из танкерных судов Флотилии Мистрали И не допускают на его борт Никого другого Они называют эти сходки Ложами Я слышал о таких вещах Ложи стояли у истоков Мятежа Хоруса Секретные собрания Где можно было Приносить новые обеты И высказывать то О чем не полагалось говорить Распространялись От легиона к легиону Гара был свидетелем тому Как его собственных воинов Вовлекали участие В этих сборищах И он прекрасно знал Что воитель использовал их Чтобы готовить своих предателей К восстанию против императора С тех пор Как мы прибыли в систему Ракитсо И его легионеры Ведут себя подозрительно Боюсь Что если мы не примем меры Чтобы им помешать Они могут начать действовать В ближайшее время Я должен заканчивать этот разговор Гара Будь на чеку Предупредил Хаким Отключаясь Слова белого шрама Внушили глубокое беспокойство Если среди беженцев Творились подобные вещи Если Карарин о них прознает То Гара не сомневался Что кустодианский гвардеец Использует это открытие Как предлог Для самых беспощадных действий И тех Кто окажется между молотом И наковальней Ждет гибель Это щекотливое дело Хмурец произнес Гара Мы должны взять ситуацию В свои руки И быстро Покачал головой Рубио Гражданские И экипажные серпы Этой флотилии Не доедают Они выглядят болезненно Их запасы продовольствия Исчерпались За все время их побега Если мы ничего не предпримем Умрут невинные люди А если попрем вперед Вытащив болтер И вздев клинок Карарин может И выказать Некое уважение К белым шрамам На его палец Лежит на спусковой кнопке Тяжелым грузом Невинный или нет Он будет скор на убийство В его глазах Пассивная угроза императору Послужит оправданием Даже самым экстремальным поступком Но тут словно Простого упоминания Имени Кустодия Было достаточно Чтобы призвать его Как некое мифологическое существо Раздался вызов Гарра Рубио Немедленно явитесь в стратегиум 14 Всем артиллерийским расчетам Оставаться на боевых постах Пока не будет отдан приказ Об отмене боевой готовности Отдал приказ Карарин Находиться на своих местах Круглосуточно Мы не можем позволить Себе ослабить внимание Опасность сохраняется Вокс-офицеру Приготовиться вести Передачу по машинной И гололитической связи Я хочу Чтобы мои слова Услышали все До единого корабля Этой флотилии Без исключений Объяснись Кустодии Нахмурился Гарра Почему Ноландия Остается в состоянии Боевой готовности Слушай внимательно Гвардеец смерти Эти слова Предназначаются тебе В той же степени Что и этим беженцам Рубио и Гарра Обменялись Напряженными взглядами И Хакиму Уточнил Рубио Белые шрамы Поймут необходимость Моих приказов Заявил Карарин И продолжил Внимание Внимание Корабли флотилии Засечки кинжала Гарра бросил взгляд На огромные проемы Иллюминаторов Стратегиума И на рыхлую формацию Беглых космических кораблей За ними Напряжение Нескольких последних часов Внезапно сгустилось Приблизившись К критической точке Всем кораблям флотилии Быть готовыми Перенести Обыскные мероприятия С Наландии Будет отправлены Группы Которые высадятся На каждое судно По очереди Для осуществления Палубной инспекции Лишь по завершении Этих обысков Вашим кораблям Будет позволено Пересечь внешнюю границу И войти в систему На то Чтобы обыскать Каждый корабль От носа до кормы Уйдут недели Поразился Рубио Этот приказ Обязателен к исполнению И не может быть отклонен Любое сопротивление Будет встречено Огнем на поражение Мероприятия Начнутся через три часа По таранскому стандарту Конец связи Гарра Развернулся Кустодию Играя желваками Так это и есть Твой план Держать этих людей Здесь Пока они не умрут От голода И таким образом Дать этой проблеме Исчезнуть самой по себе Если они желают Запросить Вспомогательный провиант Они могут это сделать И если Твое сердце Настолько обливается Кровью Гарра Тебе и твоему Псайкеру Охотно позволят Слетать И им его привезти Эти жизни От которых Ты так легко Отмахнулся Жизни подданных императора Их жизни Не моя забота Мое дело Безопасность Защита моего императора И его трона Все прочее Имеет второстепенную важность Вызов засечки кинжала Перебил Рубер Думаю Что капитан Варон Не промолчит По этому поводу У меня нет желания С ним разговаривать Вызов отклоняется Гарра склонился ближе Встречаясь С бездушным взглядом Карарина Его голос Звучал негромко И холодно То что было сделано Посеять Среди гражданских Панику и страх Это не солдаты Которые промолчат Взяв под козырек Это обычные люди Перепуганные И стоящие на грани Потери соображения Если ты не оставишь им выбора Ты находишься здесь Поскольку я решил Держать тебя в курсе А не потому Что мне нужен твой совет Не смей указывать мне Как выполнять это задание В глазах Гарра Вспыхнул гнев Но его отповедь Так и умерла Не озвученная на его губах Воздух Прорезал звук Тревожной сирены Теперь что Доложить Распорядился Кустодий Рубио встал над голоскопом Поразревательные датчики Которые регистрируют Энергетический всплеск На борту одного из кораблей Флотилии Подтверждаю Запускаются двигатели Одиночное судно Покидает строй Скорость нарастает Его лицо затвердело И он повернулся к Гарра Это танкер Мистраль Пятнадцать Танкер уносился прочь от флотилии Его двигательные дюзы Полыхали Пламенея ярко как солнце Мистраль был уродливым кораблем Массивным Объемистым и скругленным Он напоминал гигантский Артиллерийский снаряд Усеянный Оспинами стыковочных портов И вентиляционных люков Он с легкостью мог Потягаться массой С имперским фрегатом Но был неуклюж на поворотах Лишенный маневренности Военного корабля Командная палуба судна Не отвечала на вокс-передачи Оно неслось вперед В первых полотнищах Предупредительных лучевых выстрелов С автоматических Артиллерийских платформ Танкер принимал на себя удары Которые вгрызались Его хлипкие пустотные щиты Но не выказывал никаких признаков Снижения скорости Скорее наоборот Казалось, что атака Подстегнула экипаж Поддать мощности двигателям В безумной надежде Пробиться сквозь Заградительный огонь Но пушки на Ландии Развернулись с ликующей легкостью Когда орудийные башни Сместились Чтобы разместить Убегающее судно В своей зоне поражения Шестнадцать Карарин прошагал через стратегиум К центральному артиллерийскому посту И изучил дисплей управления стрельбой Он ткнул пальцем в иконку, изображающую мистраль Приготовиться к полномасштабному лазерному обстрелу Вести огонь прямой наводкой Кустодий погоди Постарался остановить его Гарра Приказы Гарра Были совершенно прозрачными Это судно Оказывает открытое неповиновение Легитимным распоряжением Его намерения неизвестны Оно выходит на курс Ведущий прямо к внутренним планетам Итери Будь ты проклят Выплюнул в лицо кустодию Гарра Легионер отступил прочь Активируя свое вокс-устройство И открывая канал связи с убегающим судном Местраль Это боевой капитан Натаниэль Гарра Остановитесь или будете уничтожены Вы должны немедленно заглушить свои двигатели Гарра на корабле Там что-то есть Темное и смертоносное Предостерег Рубио Скрывает себя Скрывает от меня Цель захвачена Зарядить орудие Между тем распорядился Карарин Местраль Если слышите меня Поворачивайте назад Все еще пытался остановить Кровопролитие Гарра Открыть огонь Подтвердил приказ кустодий Семнадцать Это было ничем иным Как откровенным перебором Хватило бы одной единственной Импульсной серии Чтобы взломать переборки отсеков И уничтожить рабочую зону реактора Вместо этого Массированный лучевой обстрел С Наландии Ликвидировал танкер подчистую Безрассудный рывок Местраля Закончился Не успев начаться И быстротечная вспышка Сверхновой И во смертоносных конвульсий Залила носы Других кораблей Сгрудившихся Позади засечки кинжала Кровавым Мерцающим светом Во тьме Вспыхнули Облака Испаренного Пластика И металлических Осколков корпуса Раскаленных До белизны Подсвеченные С полохами Излучения И сиянием Плазмы Орудия Наландии Вернулись На свои прежние позиции Урок был преподан Восемнадцать На какое-то мгновение На командной палубе Воцарилась Ошеломленная тишина Потом Гарра Пошел на кустодия Схватившись рукой За эфес Вальнолюбца Ты бессердечный Рубио шагнул Ему на перерез Хватая его за руку Прежде чем он успел Полностью Вытащить меч Из ножен Капитан Нет Нет капитан Пожалуйста да Поддразнивал Карарин Пожалуйста не подчинись Мне как и они Чтобы я мог Засадить тебя На гаупт вахту И выполнить свое задание Без дальнейших помех Ты спровоцировал Произошедшее Обвинил Гарра Точно так же Как подзуживал Варона Уничтожение Этого судна Не было нужды У нас был запас Времени Рубио и я Могли бы телепортироваться На борт И взять его Под контроль Возможно Но я не признаю Расплывчатости Гарра Одно из двух Либо подчинение Либо анархия Порядок Либо хаос Я честно Предупредил Этих глупцов Они меня Проигнорировали На свою голову Кустодианский Гвардеец Надвинулся Отпихнув Рубио в сторону Так что между ним И Гаррой Остались считанные Сантиметры Здесь нет места Неразберихи И теперь Каждое судно В этой флотилии Понимает Как надлежит Понимать и тебе Тех кто не повинуется Ждет та же судьба Часть вторая Один Засечка кинжала Была древним судном Построенным Еще до начала Великого Крестового Похода И ветераном Многих-многих войн За время своей жизни Корабль был испытан На прочность Сотни раз И это должно было Стать его Последним перелетом Заключительным Героическим забегом Сквозь пустоту Во главе тех Кто все еще Держался своей присяги Паломничеством Если отважиться Произнести Столь религиозное слово В сердце Тиранской Светской империи Но все впустую Так это казалось сейчас Кораблю не оказаться Вновь под лучами земли Ему предстоит Ржаветь здесь Вовне Среди ледяных астероидов Все время Видя дом Но не имея права К нему приблизиться Мейсер Варен Не мыслил В подобной манере Его изворотливый Военный ум Не был склонен К унылым думам Он жил настоящим С боем Прокладывая свой путь По жизни Секунду за секундой И он чувствовал себя Тревожно Был рассержен Не затем Он вернулся на Теру Не затем Чтобы увидеть Как уничтожают Его корабли Как его самого Разлучают с его свободой Он был настолько Поглощен Своими мыслями Что едва не прошел Мимо человека Который поджидал его В мрачных тенях коридора Покажись Или нарвешься на болт Брат Варен Произнес Гарра Болтер Варена В мгновение ока Взлетел вверх Его дуло Очутилось В каких-то дюймах От лица Гарра Ты смеешь мне это говорить Я должен убить тебя Прямо на месте Возмутился Варен У тебя нет права Показывать здесь свое лицо Как ты попал На борт этого корабля У терцианского пункта Базирования челноков Засечки кинжала Плохая охрана Объяснил Гарра И я удостоверился Что нас не отследили С Ноландии Нас? Рубио ждет внизу Он охраняет наш корабль Кивнул Гарра Так Ты не послан Карарином? Я уже проигнорировал Его приказы Когда покинул линкор Покачал головой Гарра Варен Я должен был вернуться назад Чтобы с тобой пообщаться Так что каждый из нас В полной мере понял бы Чего стоит другой И мы могли бы поговорить напрямик Напрямик Этот шлюхин сын В золотой броне Ликвидировал Безоружный транспортный корабль И ты это не остановил Это что Недостаточно прямо Если бы засечка кинжала Не была такой разваленной Я влетел бы на ней Прямо в мостик Этого линкора Чтобы прихлопнуть Этого кустодианского бахуала Поверь Я пытался это предотвратить Поднял руку Гара Но Карарин Не сгибаем Он Он считает Что во всем Кроме названия Вы и есть предатели Но не белые шрамы А? Всех остальных Из нас бы повесил Но не команду Хакима Насколько это честно И справедливо Насколько имперская истина Имперская истина В том Что сыны хана Доказали свою верность В ходе этого раскола Но все остальные Из нас считаются Продажными Из-за действий большинства Горько усмехнулся Варен Кто это знает Чтобы поручиться Я не приспособлен Так командовать Гара Я убийца Пластатель мяса А не племенная кобыла Рвущая жила Чтобы защищать Выводок слабовольных И немощных недоростков Я предводитель воинов А не обычных людей Его латная перчатка Стиснулась в тяжелый кулак За это будь проклят Хорус Луперкаль Будь он проклят За свое вероломство И ложные обещания Не откали он Те легионы И нас бы здесь не было И ни одной душе Не пришлось бы умирать Понапрасну Я чувствую то же Что и ты брат Воитель Обратил воинов Друг против друга Нарушены клятвы Скрепленные кровью и огнем Его предательство Накрыло империум Чернейшей тенью Оно угрожает всему Ради чего мы трудились Сражались Ради чего умирали Все переменилось Варен Доверие обращается в песок И тон сейчас задают люди На вроде кустодия Безжалостные люди Которые могут поступиться Чересчур многим И которые слишком зашорены Чтобы увидеть сложности Текущего момента Он подступил на шаг ближе Раскрывая ладони В товарищеском жесте Если мы намерены выйти Из этого штопора подозрений Нам нужно работать В одной связке И доискиваться до правды Прежде чем недоверие Карарина Доведет еще до более Большего кровопролития Да какой правды Удивился Варен 2. Рубио ждал на палубе Рядом с лихтером Класса Арвус Поглядывая назад На летчика сервитора С пустыми глазами Заключенного По ту сторону Пузыря пилотской кабины Слуга автомат Был спецом Получившим подготовку Высочайшего уровня Для управления Маленьким челноком Но категорически Неспособным На все прочие Виды взаимодействий И мыслительных процессов Было сравнительно просто Заполучить перфокарту С управляющими им командами И приказать ему Перебросить их на фрегат После уничтожения танкера Пространство вокруг линкора Заполнилось Мельчайшими обломками Которые сбивали Прозревательные датчики Им удалось переправиться С одного корабля На другой незамеченными Двигаясь на низкой тяге Хотя вернуться обратно Будет уже совершенно другой статьей Им не достанет удача Чтобы проскользнуть Сквозь сеть Во второй раз Рубио отступил назад В тени под крыльями Арвуса Где единственным источником Света было Сверхъестественное Свечение его пси-капюшона Оно омывало его лицо Прохладными шепотками энергии Его дарование Помогало скрывать От случайных взглядов И Лихтер И его самого Его умения Возвращались К вершине своих возможностей К той мощи Что они успели набрать До издания Никейского декрета Для Рубио Это было все равно Что разглядывать Смутный образ Сквозь рассеивающиеся Слои тумана Со временем Уже скоро Он снова окажется На пике своих способностей Снова оно Вздохнул Рубио Ощущение чего-то потаенного И опасного Все тот же Эфемерный след Что он почуял На борту Мистраля Но сейчас здесь Рубио шагнул вперед И заколебался Гарра поручил ему Охранять Арвус Пока он сам Отправился на поиски Варона Но бездействие Выводило Псайкера из себя Он знал Что появившись здесь Они сильно рискуют Но стоять в стороне И ничего не делать Это смахивало на слабость Он не мог Дожидаться возвращения Гарра Да и ощущение Чего-то дурного Уже начинало Вветриваться Из его разума Он не мог Проигнорировать Подобную вещь Рубио В последний раз Взглянул на Лихтер И с мрачной решимостью Отправился в недра Зачистки кинжала Три Гарра Внимательно изучал Варона Он знал Что скажи он Одно единственное Неверное слово Выкажи хоть малейший Признак двуличности И пожиратель миров Тут же На него набросится Сыны Ангрона Прибегали к насилию Как к первейшему средству В любых делах И Гарра мог видеть Что из-за событий этого дня Варон Уже на волосок От того Чтобы потерять самообладание Варон Кому ты доверяешь Моим собратьям Ответил пожиратель миров Тем которые прибыли с тобой Но не тем Которые остались Чтобы следовать за Ангроном Не играй со мной В эти игры Скривился Варон Ты знаешь Что я имею ввиду Нелегко увидеть Что присяга Которой ты живешь Разорваны в клочья теми Кого ты когда-то звал Братьями Гарра мрачно кивнул Это изменит легионы Причем У нас нет ни малейшего Понимания как Он что-то сломал И это уже никогда Не воссоздать заново Начиная с этого дня И пока не погибнет Последний из нас В уме каждого легионера Который посмотрит На своего брата Всегда будет сомнение Пусть хоть один миг Но он будет задаваться вопросом Не отвратится ли когда-нибудь Мой сородич от императора Мы знаем Что мы на это способны Это было показано И доказано Заноза подозрения Будет вечно сидеть В наших сердцах Скажи мне Варон Что ты знаешь о ложах Лицо пожирателя миров Приобрело озабоченный Хмурый вид То идиотство Девенитов Бессмыслица Я запретил Своим бойцам В них участвовать Тайные встречи В укромных местечках Пристали хлыщам При имперском дворце А не космодесантникам Гара снова кивнул Он тоже избегал лож По сходным соображениям И подобно Варону Расплатился за то Что держался особняком Но что Ракицио Он разделяет это мнение Доверяю ли я ему Ты это имеешь ввиду Спросил Варон Как и все дети императора Он конечно позер Но меч в его руке Становится настоящим Ураганом клинков Если бы не Ракицио Я бы уже дюжину раз Успел умереть Он нашел нам дорогу Сыствона Потеряв при этом Множество своих бойцов Да Он проливал кровь ради меня Я ему доверяю Хорошо это знать В бурные времена Гара обернулся Кладя руку на эфес Своего меча И очутился лицом К лицу с Ракицио Ни один из них Двоих не сознавал Что тот к ним подошел Что ты слышал Спросил Гара Достаточно Сначала ты и Кустоди Ведете себя вызывающе Затем вы устраиваете Избиение невинных Теперь возвращаетесь Чтобы бросить тень Сомнений на нашу честь И требуете Чтобы мы ловили Каждое ваше слово Как собачки Я мог бы ожидать Подобного поведения От смертного Гара Но не от одного из нас Ракицио Стукнул основанием кулака По золотой державной аквиле На своей нагрудной пластине И керамид зазвенел от удара Ты забыл что это значит Или отделался от этого вместе С цветами своего легиона Я ничего не забыл Нахмурился Гара И мне нет нужды доказывать Что-то ни себе Ни тебе Ни кому-то еще Я не прикладывал руку К уничтожению Мистраля Но возможно Ты сможешь объяснить Что побудило его Бежать из строя Вопрос казалось Застал воина врасплох Ты пытаешься в чем-то Меня обвинить Переключи внимание На Карарина Его речь Его речь Вбросила искру паники Теперь он выкрикивает Нам приказы Словно мы всего лишь Свежеиспеченные рекруты Какие приказы Удивился Гара По причине которых Я сюда спустился Возмутился Ракицио Капитан Кустодий потребовал Чтобы представители легионов Собрались на посадочной палубе И ждали До какой степени Он намерен Выкручивать нам руки Поддержал кузена Варон Он что хочет Чтобы мы взялись за оружие Мне ничего про это неизвестно Заверяю тебя Гарра в примирительном Жесте поднял руки Тогда если мы хотим Узнать больше То у нас по видимости Нет другого выбора Кроме как подчиниться Заключил Варон Присутствие Гарра Привлекло взгляды Собравшихся легионеров Некоторые были Удивленными В других сквозило Холодное презрение Или откровенное отвращение Лишь белые шрамы Хранили невозмутимость Гарра не выказал Никаких эмоций Но под невыразительной Маской его лица Кипел внутренний конфликт Они возлагали ответственность На него в той же мере Что и на Кустодианского гвардейца И у чувства вины Было свирепое жало И как бы сильно он не старался Но он не мог согласиться с тем Что жестокая расправа С Мистралем Была оправданной Он был не из тех Кто уклоняется от трудного выбора Он совершал его Множество раз Свою бытность легионерам И командирам Но Гарра Никогда не был безжалостным В его сердце не имелось Того холодного черного колодца Целенаправленности Из которого черпают Некоторые люди Он надеялся Что он не появится там никогда Гарра бросил взгляд вверх На люк посадочного отсека Ожидая что тот заскрежещит Открываясь на своей Массивной латунной шестерне Но вскоре осознал Что Карарин избрал Другой способ своего появления Такой Что породит гораздо больше Потрясения и трепета В центре палубы Неожиданно забрежило Трепещущее зерно Изумрудной энергии Из него молотили молнии Обрисовывая Расширяющуюся сферу Мерцающей расцветки Назад Назад говорю Прочь от зеленого Каждому из них Были известны признаки Предвещающие телепортацию Любой Застегнутый Слишком близко От ореола Зоны перемещения Рисковал быть засосанным внутрь И слиться с новоприбывшими Сформенным месивом Гарра заслонил глаза Когда на палубе Стремительно возник Изумрудно-зеленый шар Внутри которого Обретали вещественность И объем фантома Десятков фигур Боевая готовность Приказал Карарин Появляясь Что это значит Изумился Варрен Карарин вышел вперед Из окружения В более чем дюжины Вооруженных морских пехотинцев В полных комплектах Панцирной брони Его меч Болтер Уже был извлечен из ножен Любой из вас Кто коснется оружия Будет считаться врагом императора Заявил Карарин Его глаза обнаружили Гарра И он презрительно усмехнулся Ну разумеется Мне следовало бы знать Что ты окажешься здесь С остальными Ведьмачью душонку Ты тоже прихватил Неважно Я займусь тобой позже Я прибыл сюда Чтобы исправить твою ошибку Карарин Покачал головой Гарра Ошибаешься здесь ты В нем ли ты мне Сим принимаю на себя Непосредственное командование Флотилии Вы будете подчиняться Моей власти Именем императора Я этого не позволю Запротестовал Варрен Тебе меня не остановить Покачал головой Кустодий Ты так думаешь? Свяжись со своим линкором Запроси еще несколько взводов Этих пехотинцев Тогда я может и начну Принимать тебя всерьез Красно-золотой воин Подал знак Эмиссару Механикум Который прятался Среди солдат И адепт Прошествовал вперед На своих железных ногах Похоже что ты впрямь Тот близорукий варвар За которого я тебя держал Изрек Карарин Рисовка Или твоя честь Варрен Здесь ни при чем Речь идет о фактах О правде Покажи им Адепт включил Портативную галлолитическую капсулу Транслируя в воздух Над их головами Туманное изображение Гарра опознал в нем Нечто похожее на мостик Гражданского корабля В ореоле информационных индикаторов Которые мигали по всему дисплею После того как Мистраль был сдержан Я отправил разведывательную партию Механикум Чтобы они исследовали Обломки танкера Их роботы обнаружили вот это Запись из центрального архива корабля Она сохранила Несколько последних мгновений Жизни судна Зачем нам это показывать? Спросил Хаким Смотри и просвещайся Кивнул на изображение Карарин Из помещения Словно бы удалили весь воздух Там На галлолите Ясно как приход ночи Возникла фигура В полном комплекте Силовой брони Астартес Кулак легионера Был занят массивным Болт-пистолетом Бортовой регистратор Показал Как он шагает по мостику Мистраля И педантично Одного за другим Ликвидирует членов экипажа танкера Это невозможно Воскликнул кто-то из присутствующих У Гара застыла кровь И он ощутил Как его захлестывает Жуткое знакомое ощущение Тошнотворный ужас От вида такой Неприкрытой резни Совершаемой руками Боевого брата Он уже был свидетелем Подобных вещей на Истване И затем еще раз на кауте Все по приказу Хоруса Когда персонал мостика Был умертвлен Воин двинулся К рулевой консоли И повернул штурвал корабля Подавая энергию На его двигатели Потом почти Как если бы ему в голову Пришла запоздалая мысль Легионер посмотрел вверх И обнаружил головку датчика Который записывал видеоряд Он поднял пистолет Раздался выстрел И запись прервалась Карарин поднял меч В указующем жесте И на его лице бушевал гнев Официально заявляю Что масть убийцы известна Изрек вердикт Кустодий Он носит на себе Фиолетовый и золото Третьего легиона Так что я нарекаю Ракитсово И его воинов предателями 5 Рубио отрешился От всех отвлекающих факторов И отправился вниз Через средние палубы фрегата Держась настолько незаметно Что это могло бы Показаться недостижимым Для легионера В боевых доспехах Он мастерски умел Становиться невидимым Когда ему это было нужно И к тому же Он хорошо знал эти корабли Поскольку в период Разгара Великого крестового похода Провел множество лет На борту подобных судов В составе Экспедиционных флотов Ультрадесанта На восьмом уровне Находились казармы Астартес Обычно они служили домом Десяткам отделений воинов Но здесь они По большей части пустовали Пожиратели миров Дети императора И белые шрамы Делили между собой отсеки Но в настоящее время Там ходили лишь Безмозглые сервитеры Поглощенные своими задачами Рубио был встревожен тем Что его смутные подозрения Привели его к этому месту Чем ближе он подходил Тем отчетливее Становилось восприятие того С чем соприкоснулся его разум И вместе с этим Росли мрачные предчувствия Ему так хотелось Оказаться неправым Даже хотя он и знал Что это не так На какое-то мгновение Он позволил себе В должной мере Почувствовать горечь И затем Придушил всплеск эмоций Сейчас было не время И не место Двигаясь через отсеки Он добрался до шкафа В задней части Ниши для снаряжения Заботясь о том Чтобы не потревожить Трятки для чистки Жестянки С полировальным порошком И прочие предметы Которые использовались Для обслуживания Боевой экипировки Космодесанта То, что он собирался сделать Было грубым нарушением Неприкосновенности Личного имущества Боевого брата Смертельным оскорблением Которого не спустил бы Ни один легионер Но у него не было выбора Раз он уж зашел так далеко Рубел уловил Остаточные помыслы Окутывавшие запорный механизм Набрал на нем Открывающий код И внутри Шесть Оружие сопровождающих Карарина Пехотинцев Было поднято И готово К стрельбе Но они колебались Кто-то целился В Ракитсо И его людей Другие водили стволами Туда и сюда Между остальными легионерами Что собрались перед ними В другое время Или в другом месте Подобное действие Было бы встречено Незамедлительной агрессией Но в данный момент Внимание воинов Было обращено на другое Ракитсо Пытался выяснить Варон Объясни Чему мы стали свидетелями Скажи мне немедленно Я Я не могу сказать Я Не знаю Все мои воины здесь Все учтены Я не знаю кто это был Какая-то фикция Нахмурился Хаким Возможно имитатор Карарин покачал головой Нет Адепты заверяют меня Что видеоряд подлинный Для подделки Подобной записи Потребовалось бы Невероятное мастерство Я считаю Что она настоящая Насколько внимательно Ты смотрел Карарин Ты желал найти опровержение Гарра пошел на кустодия Сверкая глазами Когда мы вернемся на Терру Я прослежу Чтобы Малкадор Отобрал у тебя Эту твою броню И схоронил тебя Под лунными кратерами Парировал Карарин Не думай Что у тебя есть право Сомневаться в моих Намерениях Гвардеец смерти Если то что мы видели Реальный факт Волновался Варон Ответь мне Ракитсо Ты все еще служишь Фулгриму Ты отверг императора Нет брат Нет Я дрался со своими Чтобы пойти с тобой Ты знаешь это Фулгрим предал нас всех Дети императора Приняли сторону воителя Мимоходом Заметил Хаким Сдавайтесь немедленно Или умрете Кустодий Сделал недвусмысленный Жест рукой Определяя цели Я призываю всех тех Кто верен Терри Прицелиться И стрелять в этих изменников Если они не подчинятся Хаким Не поверил себе Ракитсо Тивок белого шрама Был едва заметным Но для его бойцов Этого было достаточно Чтобы понять Что он имеет ввиду Они навели свои болтеры На детей императора И каждый из них Приготовился сделать Смертельный выстрел В голову Сторонники Ракитсо В свою очередь Держали оружие на готове Чтобы вести ответный огонь Извини Ракитсо Но это необходимо Не сопротивляйся Нет, нет Мы не потащим за собой Ужасы иствона Наследие этого акта Не должно добраться сюда Опустите свое оружие Я сказал Опустите его Силовой меч Пожирателя миров Стремительно взлетел в воздух И Варен поднял его Поперек груди Бросая вызов Любому выступить против него Не для того я проделал Свой путь Сквозь безумие варп штормов Варен Остановись Вмешался Гарра Довольно кровопролитие Карарин пошел вперед Приводя свой меч Болтер В защитную позицию Он сверлил взглядом Пожирателя миров Если ты желаешь Умереть здесь капитан То я об этом позабочусь Ты не окажешь Противодействия Моим приказам Равно как и твои люди Ты ожидаешь Что я позволю тебе Казнить Ракитсо Как тех бедных Глупцов с Мистраля Отозвался Варен Дети императора Виновны Ты видел запись Если ты их защищаешь То разделяешь их вину Гарра шагнул Между двумя воинами Подняв раскрытые ладони Чтобы тебе Карарин Не представлялась правдой Ракитсо Все еще легионер И он держит ответ Перед теми Чьи полномочия Выше твоих Пока он не сдался миром Этот момент Не имеет практического значения Еще мгновение И произойдет Открытое столкновение Брат пойдет на брата Легион на легион Гарра повернулся К Варену Привлекая его Чтобы отступить назад От бездны Варен Он тебя послушает Какое-то мгновение Гарра опасался Что пожиратель миров Выплюнет боевой клич И ринется в атаку Но затем огонь В его глазах потух И он мрачно вернул Меч в ножны Ракитсо Опусти оружие Кузен Я обещаю Что этот вопрос Будет разрешен И твоя честь Будет восстановлена Будь по-твоему Ты доставил нас В такую даль Варен Я доверяю твоему мнению И сейчас Воины третьего Постепенно расстались Со своими болтерами И клинками В ходе этого акта Мрачного в своей символичности Не было произнесено Ни слова Ты доволен Кустодий Спросил Варен Хаким Ты и твои люди Будете сопровождать Меня вниз Мы отконвоируем Этих пленных На гаупт вахту Засечки кинжала Для задержания И допроса Хорошо Ответил белый шрам Гара и Варен Проследили за тем Как воины Маршируют прочь Через посадочный отсек Под дулами белых шрамов С суровыми Мрачными выражениями На лицах Наконец Пожиратель миров Развернулся К боевому капитану Это таким Отныне должен быть Наш мир Прежде чем Гарро успел ответить Заговорил голос Рубио Гарро Ты меня слышишь Я нашел кое-что Что тебе нужно увидеть 7 При приближении Гарро и Варена Рубио выступил из теней Настороженно посмотрев В обе стороны Пустого коридора Хвоста не было Нас никто не видел Ответил Гарро Нас? Удивился Рубио И тут подал голос Варен Если у тебя Псайкар Есть что сказать Ты можешь это озвучить И мне тоже Гарро кивнул Рубио Ситуация изменилась Рубио Мы задолжали ему Право знать правду Воин сжато И без обиняков Передал все Что произошло В посадочном отсеке Рубио слушал С нарастающим беспокойством Чувствуя Как от лица Отливает кровь Ну рассказывай же Что ты выяснил Поторопил Гарро Вы знаете Что это такое Рубио Продемонстрировал Металлический диск Размером чуть больше Тронного гельта И монеты в пять аквил Который был Отчеканен из серебра И имел замысловатый узор На обеих сторонах Когда Рубио Повернул его В слабом свете коридора Линии гравировки Сложились в форму Лунного серпа Гарро протянул руку И взял его И судя по выражениям Его с Вароном лиц Оба капитана Были осведомлены О том Что представляет собой Этот предмет Медальон ложи Такую вещь могут носить Лишь те Кто принес клятву И был посвящен В тайные ряды Объяснил Варен Бьюсь об заклад Что тот Кто им владеет Сохраняет верность Хорусу Я нашел его На казарменной палубе Он был спрятан В шкафу для снаряжения Я его Почуял Словно звук Далекого крика Доносимый Кровавыми ветрами На объекте Имеется псионический Отпечаток Последний раз Я сталкивался С подобной вар Порщей на калти Когда несущие слова Пустили на нас В атаку Своих адских тварей И рабов-культистов Думаю Что он каким-то образом Может быть Привязан к своему владельцу Она холодная на ощупь Это таинственная штука Да Это знак предательства По ходу того Как Гара Исследовал медальон Тот поблескивал Линии контуры На его поверхности двигались Почти как если бы Они были ниточками ртути Рубио Показалось Что он видит круг Извилистую линию Восьмиконечную звезду Они переходили друг в друга В непостоянной И зыбкой иллюзии Если здесь нет ошибки То это делает Бесспорным заявление О предательстве Ракицио А вместе с ним Обречены его бойцы А я в них верил Расстроился Варен Трон Карарин был прав Выдохнул Гарра Но Рубио уже поднимал руки Отрицательно качая головой Нет, нет Вы не так поняли мои слова Этот медальон ложи Не принадлежит Капитану Ракицио Или кому-то еще Из детей императора Я нашел его В личных вещах Хакима Гарра в ошеломленном молчании Уставился на диск Рубио почудило Что он мельком увидел Как мерцающие узоры На его поверхности Становятся имитацией Эмблемы молнии Пятого легиона Как это может быть Сыны хана верны Терри Изумился гвардеец смерти Все они Так же как каждый сын Мортариона и Ангрона Слепо верит Хорусу Рубио попал Своим возражением В больное место И Гарра принял его С угрюмым кивком Если Ракицио Действительно невиновен Начал Варен Тогда Хаким Не может допустить Чтобы он остался в живых Закончил за него Гарра Он постучал По воксустройству Своего горжета Отшвыривая прочь медальон Гарра Карарину Восемь Разве не та дорога Ведет к гауптвахте Удивился Карарин Тот коридор перекрыт Соврал Хаким Засечка кинжала Получила повреждения При побеге сыствана Этот путь Приведет вас туда Куда вам назначено Карарин замялся Оглядываясь на пехотинцев С Ноландии Которые следовали Позади него Широкое низкое помещение Впереди Было складским Грузовым отсеком Но сейчас оно пустовало Припасы Которыми оно Когда-то было заполнено Ушли на прокорм Беженцев Из числа гражданских В нем негде было укрыться Из него нельзя было Быстро выбраться Никаким способом Карарин С его военным складом Ума мгновенно понял Чем оно было По своей сути Идеальным загоном Для убийства В его сознании Поселилось первое ощущение Неправильности И Кустодий Как раз схватился За рукоять Своего меча Болтера Когда в его Вокс-устройстве Раздался потрескивающий Голос Гарра Карарин Слушай меня внимательно Ты в смертельной опасности Что ты сказал Гарра? Хаким не дал ему Возможности ответить Убить всех Их оружие Заговорило громом И через заржавелое Пространство Грузового отсека Ударами молнии Засверкали вспышки Из дул Заблестели мечи Дугами влажного Багрянца Забила кровь И морские пехотинцы Умерли все разом Скошенные как былинки С ними разделались За какие-то секунды И их убийства Были лишь вступительным Актом вероломства Следующими В очереди на смерть Были ветеран Сержант Ракицио И его адъютант Оба легионера Погибли мгновенно Когда болты Разнесли их черепа В кровавый туман Капитан среагировал Со стремительностью Ртути Бросившись К ближайшему воину В отчаянной попытке Вырвать у него болтер И дать ответный бой Но Хаким Держал его на мушке И прошил его бедро И грудь Тремя очередями Чтобы повалить его На железную палубу Ракицио рухнул вниз Из трещин В его керамитовой броне Струились жидкости И кровь Он скреб пальцами По палубе Прикладывая все силы Чтобы подняться Но нога Отказалась ему подчиняться Затем над ним Очутился Хаким С боевым ножом в руке Белый шрам Перерезал воину горло Словно он забивал скот Вокруг него Стремительно умирали Дети императора Поверженные болтерными Снарядами Лезвиями мечей И бездушным предательством А вот убить Карарина Оказалось не так-то просто Изменники белые шрамы Вырезали своих собратьев Легионеров И затем переключили внимание На кустодианского гвардейца Это было тактической ошибкой Которая позволила Карарину Убить первого воина Из авангарда Хакима Всадив ему в грудь Меч болтер Он передвигался стремительно Но избежать всех выстрелов Было за пределами возможного Карарин позволил Чтобы его тяжелая броня Поглощала попадания Которые приходились вскользь И попытался перебить Предателей по одному Но перевес был Не в его пользу Карарин окончил жизнь Еще одного вражеского пособника С хрустом Свернув ему шею Но они обступили его Стягивая петлю Кустодию Доводилось убивать добычу Достаточное число раз Чтобы он мог увидеть систему В расстановке охотников Формирующуюся вокруг него Они поняли Чего он стоит И теперь ему оставались Лишь какие-то мгновения жизни Они били из своих болтеров Расчетливая метка Подобно терпеливым воинам Наездником степного мира Из которого они произошли Он упал Они прицелились В следующем Будет убийство Это Измена Хаким Прохрепел Кустодий Вы Опозорили Свой легион Нет Кустодий Мы его спасем Хорус Луперкаль Победит в этой войне Это предначертано И все те Кто примкнул К противоположной стороне Станут прахом И костьми Ты не будешь последним Прогремел Шквал выстрелов Девять Карарин Кустодий Ты меня слышишь? Чуть погодя Гара заглушил канал Вокса И мрачно посмотрел На Рубио и Варрона Связь нарушается Кустодий мертв Нахмурился Рубио Как ты можешь быть уверен? Удивился Варрен Я уверен Варрен потряс головой Пытаясь уложить в ней Внезапный Диаметральный переворот Того Что он держал за истину Как я мог быть таким слепым? Хаким и прочие Они Они были такими же белыми шрамами Как и любые другие Но В их укладе было что-то особое И не обращал внимания Воины Чегориса Ведут свой род Из такого множества племен Что я думал лишь О разнящихся родных традициях Но это была ложа Они скрыли это от меня Ракицо и его люди Никогда не были в союзе с Хорусом Понял Гара Все это Мистраль Вообще все Было затеяно для того Чтобы их изолировать Чтобы позволить Хакиму Сделать свой ход Он с самого начала Следовал за знаменем воителя Уверенно заявил Варен Это единственное объяснение Но мы можем ударить в ответ У меня все еще много воинов На борту этого корабля Больше чем у Хакима Не поверил Рубио Нет Но если бы я мог Их предупредить Как если они глушат Наш вокс Нам заткнули рты Тогда нам нужно двигаться Прямо сейчас Подожди Слушайте Поднял руку В призывном жесте Гара Раздалось потрескивание Это ожила система Внутренней связи Засечки кинжала Начиная трансляцию По всему кораблю И голос Который они услышали Передавался еще дальше Обратно на Ноландию И вовне На все космические корабли Беженцев во флотилии Это Хаким Из Пятого Легиона У меня тяжелое известие Несколько минут тому назад Предатель Ракицо Ныне разоблаченный Как шпион воителя Бежал из плена Со своими сторонниками И напал на моих людей Вот оно и начинается Констатировал Гара С глубочайшим сожалению Вынужден сообщить О смерти глубоко уважаемого Кустодианского гвардейца Карарина Который пал славной смертью В битве с Ракицо И его изменниками Будьте уверены Что мои воины И я отомстили За его убийство Дети императора Были казнены Все до единого Но опасность Еще не миновала Перед смертью Ракицо раскрыл Что среди вас Притаились другие шпионы Этих вражьих пособников Следует найти и уничтожить Поэтому я объявляю Во флотилии Военное положение Белые шрамы Выловят всех предателей Пощады не будет Единственная правда В этих словах Это то что Карарина Ракица Умер твой Сказал Рубио Мы должны попытаться Выйти на связь с Ноландией Если мы не будем действовать Расторопно и собрано Тут все пойдет в разнос Гара положил руку На плечо Варона Встречаясь с ним взглядом Я знаю Что твоя кровь Вопит о битве Сородич Я знаю Каково в этот момент У тебя на душе Лучше чем любой Из ныне живущих Поверь Но на кону Стоят не только наши жизни Мне нужно знать Что ты пойдешь за мной Если я тебя об этом попрошу Предатели заплатят За свое двуличие Это никогда не ставилось Под вопрос Хмурое жесткое лицо Варона не изменилось Но в конце концов Он сделал один единственный Отрывистый кивок Я пойду за тобой брат Тогда сюда Они будут нас искать Мы это все Что стоит между Хакимом И предательством Еще большего масштаба Десять Во тьме за бортом Раскатывались от корабля кораблю Слова Хакима И единственным звуком Что можно было услышать Был его голос Я объявляю Во флотилии Военное положение Экипажи кораблей Беженцев И так стояли На грани паники Из-за уничтожения Мистраля И зловещие угрозы Со стороны Наландии Та драма Что разворачивалась На засечке кинжала Разыгрывалась В миниатюре На борту каждого судна На крейсере Сильвин Беженцы подняли бунт И весь экипаж Летал трупами Теперь они дрались Между собой Обезумев До состояния Безмозглой толпы На горно-промышленной Борже Тессен Чудовищный мятеж Был подавлен Но на судне Отказали все системы Жизнеобеспечения И люди на борту Умирали от удушья На прочих кораблях Испуганные И отчаявшиеся Глядели на пространство По ту сторону Артиллерийских роботов И линкора Раздумывая Стоит ли рискнуть И совершить побег Белые шрамы Выловят всех предателей Пощады не будет Анархия Подпитываемая ужасом Вступила в свои права И флотилия Погрузилась в хаос Удерживаемый страхом В строй Внезапно рассыпался Когда дюжина кораблей Одновременно Заполыхала двигателями Совершая попытку К бегству Сильвин Пронесшийся Чересчур рьяно И стремительно Столкнулся С боржой Тессен Прежде чем Какой-либо Из кораблей Успел отвернуть Иглообразный нос Крейсера Располосовал Борт второго судна Как копье Вспарывающее Бок Неуклюжего чудовища Они сообща Истекали в вакуум Пламенем И атмосферой Гигантские перья Хлещащих Дыхательных газов Замерзали в облаке Кислородного льда Восемь тысяч душ Что были на обоих кораблях Сгорели в шаре Термоядерного пламени Их страх Убил их С той же легкостью Что и любой болтер И при всем при том Волна паники росла Артиллеристы Ноландии Приготовили свое орудие И прицелились В их ушах Отдавался последний Приказ Карарина Одиннадцать Сюда внутрь Прокричал Рубио В окс-рубке Засечки кинжала Полагалось быть Деятельными муравейниками С десятками сервиторов И техноадептами Управляющими работой Систем внутренней И внешней связи Фрегата Но отсек был Братской могилой Усеянный их телами На палубе Стояли лужи крови Она капала С богато украшенных Латунных пультов Плеснув туда При взрезании глоток Люди Хакима Постарались на совесть Проворчал Варон Гара пожал плечами Так их учили У белых шрамов Не котируется захват пленных Генера белых шрамов Хант никогда не принял бы Того, что он совершил Заметил Рубио Варон горько усмехнулся Повелителя их легиона Здесь нет Гара осторожно Пробрался через тела Тщетно выискивая Какой-либо признак того Что кто-то мог остаться в живых Но оценка Варона Была правильной Он двинулся К главному пульту связи С его множеством Элементов управления И обзорных линз Система была На порядок сложнее Вокс-модуля Встроенного В его боевые доспехи И без адепта Оператора У него не было Никакой надежды Восстановить ее функции Но все-таки Ему хватило знаний Чтобы сообразить Что здесь сделали Глушатся В селении коммуникации Вокс-связь На уровне отделений Внутреннее Межкорабельное Хаким позаботился о том Что услышат Лишь его слова Что насчет Остропатов Спросил Варон Он не позволил бы им жить Ответил Рубио Хаким может транслировать Любые выдумки Какие ему только Заблагород судится И ни у кого не будет Возможности их оспорить Гара задумчиво Посмотрел на Рубио И тот подтвердил Его догадку Харук Технодесантик Под началом Хакима Ему был бы По силам подобный трюк И большее Несомненно Гололит Смистраля Добавил Варон Да-да Такое могло быть Возможно Хаким пожертвовал Одним из своих Чтобы захватить танкер А Харук Состряпал фальшивку Изменив Видеозапись Регистратора Гарра Обдумывал Неутешительные Выводы К которым Вело это Умозаключение Очернение Детей Императора Под началом Ракицо Было лишь Первой частью Плана Предателя Если Хакима Не обуздать Он сумеет Направить События Таким образом Что в ширящейся Неразберихе Выживут лишь Он и его Братья Гара Представил Как вероломные Белые шрамы Возвращаются На Теру И нет никого Кто мог бы Свидетельствовать Против них Им поверят На Слово И они будут Вольно рассказывать Любые небылицы Каким только пожелается Смогут выставить Себя героями дня И очутившись На Тере Они окажутся В идеальном положении Чтобы выполнять Секретное приказание Воителя Может статься Что это дурацкая Затея Хаким умен Он может догадаться Что мы придем В это место Гарра Это самое слабое место Четырнадцатого Легиона Вы предсказуемо Как смена времен года Раздался голос Хакима К оружию Скричал Рубио Гарра Обернулся кругом Трупа воинов В белой с красным броне Чьи лица Скрывались Под увенчанными Плюмажами шлемами Он застыл Точно так же Как и Рубио С Вароном Белые шрамы стояли Направив на них Своё оружие У тебя нет мужества Показаться самому Гороломная свинья Бросил вызов Варон Есть задача И поважнее Не важно Кто тебя убьет Пожиратель миров Коль скоро ты умрешь И Лакей и Сигелита Вместе с тобой Я уже ликвидировал Всех бойцов Которых ты с собой привез Экая жалость Что ты прожил так долго Чтобы об этом узнать Чтобы понять Что ты вел их Навстречу их смерти Глумился голос Хакима Нет ты врешь В голосе Варона Сквозило отчаяние В твоих мечтах Рассмеялся голос Приканчивайте их И закроем этот вопрос Это была Смертельнейшая из ошибок Доводить до бешенства Пожирателя миров Они были не теми воинами Чтобы переживать эмоции Таким же манером Что и другие легионеры Для них страдания и злость Были постоянными спутниками Они были воздухом В их легких И кровью Пульсирующей в их венах Спущенный с поводка Сын Ангрона Становился воплощением ярости Он был самой резней И жестокостью Он был ненавистью И мщением Провокация Хакима Заставила Варона Закусить у дела И он превратился В берсерка Крушащего все На своем пути Через вок срубки И в гущу белых шрамов Он в одиночку Схватился с целым отделением И Гарра с Рубио С некоторым запозданием Последовали за ним Чтобы помочь Но они не могли подойти К нему слишком близко Опасаясь его неистового бешенства Гарра увидел Как Варон Пробивает глотку Одному из легионеров Сквышейную застежку Затем срывает шлем С другого воина И забивает им его до смерти Пожиратель миров Получал удар за ударом Но не обращал внимания Ни на один из них Гарра знал истории Которые ходили О 12 легионе Об их блокирующих боль Мозговых имплантах И их кровопролитной манере Ведения войны Но никогда не наблюдал Этого в такой близи Мысль о том Что станется с подобной Боевой мощью в руках Тех кто замышляет Смерть для Империума Ввергло его в шок Варон Прикончил последнего Из отделения Полоснув его мечом И замер Его белые доспехи Были расписаны Красными узорами Из потеков свежей крови Слишком мало Мои братья мертвы И этого слишком мало 12 Флотилия Рассыпалась на части Струи выбросов Из двигателей Сверкали во тьме Как пылающие факелы И дюжина различных судов Панически рвалась к свободе Некоторые взывали о снисходительности По безжизненным каналам Вокса Надеясь Что их мольбы Смогут удержать руку Артиллерийских расчетов На Ландии Другие обращались К собственным Слабеньким батареям Ближней обороны Словно лазерное оружие Созданное для борьбы С местными пиратами И астероидными раями Могло бы Поцарапать броню Имперского линкора Все они надеялись Спастись бегством Из этого безумия Но единственное Чего им удалось добиться Это презентовать Свои собственные Смертные приговоры Не подчиниться Последнему приказу Кустодия Было самоубийством Тем самым актом К которому Хаким их и подводил Из дул Орудийных башен На Ландии Вылетал ураган Когерентного света И пучков частиц Микросекундами позже К нему присоединились Выстрелы Дрифующих Автоматических платформ Чьи орудия Были подчинены Главному кораблю Заслоны Силовых полей Предназначенные Для отражения Космических осколков Были пробиты В мгновение ока Пышками излучения На псевдоцветных Изображениях Поток пылающих Бриллиантов Проплавил Расщелины В обшивке корпусов И проник В уязвимые Внутренности Пространства Гражданских судов Железо Превратилось в пар От пластали Остался шлак И те Кто не погиб От немедленно Скакнувших Вверх температур Умерли Когда их выбросило В безжалостную пустоту Фрахтовые суда И буксиры Танкеры И транспортники Лопались Как перезрелые фрукты Становясь Расширяющимися Сферами Сверкающей Металлической пыли И искрящих Обломков Тринадцать Они выбрались Из воксрубки Наткнувшись По пути На других воинов Хакима И вместе с ними На их новые подкрепления Они восстановили Против нас экипаж Воскликнул Рубио Он выбросил Из кончиков Пальцев Белое пламя Но ничего Не выиграл От этого действия Ему претило Истребление Легковерных Проклятые глупцы Зачем они с нами Сражаются Проворчал Варен Потому что Они боятся Хакима сильнее Чем нас Пояснил Гарра Бросая взгляд Через плечо Наблюдая за Вареном Который шел Замыкающим На лице пожирателя Миров Стойко держалось Угрюмое выражение И по его глазам Ничего нельзя было Прочесть Дюжина ран Бурно истекала кровью Но Варен Не обращал на них Внимания Он казался Оцепеневшим Гарра сделал Указующий жест Вальнолюбцем Сюда Мы подадимся На посадочные ярусы Мы можем взять Грозовую птицу Убраться с этого судна Вернуться на Ноландию Это план труса Уперся Варен Это план того Кто хочет выжить Капитан Варен Я понимаю твою боль Я знаю Что ты хочешь Отмщения Но мы должны Донести правду О том Что здесь происходит Тогда иди Бери псайкера И беги Я буду выслеживать Этих ублюдков Прячась под дыром Этого корабля Пока не найду И не убью их всех До единого Ты не протянешь Долго в одиночку Поддержал Гара Рубио У них численный перевес Три к одному И если Хаким Мобилизовал экипаж Засечки кинжала Сказал им Что это мы предатели Перевес меня не волнует Я сын гладиатора До мозга костей Я буду держаться И сражаться И мстить И умрешь Уточнил Гара Без колебаний Как и ты Хаким понял Чего ты стоишь Гара И уже сейчас Отряженные им воины Прикрывают все подходы К посадочным отсекам Ты не успеешь Подойти к грозовой птице На сотню метров Как ласпушка Разнесет тебя в клочья У меня есть другой вариант Рубио Замер впереди них Кристаллическая матрица Его псикапишона Испускала неземной свет Существует другой способ Покинуть это судно Если мы к нему прибегнем То сможем добраться До Ноландии И покончить с этим безумием Хакиму придется держать ответ За свои преступления Он сделает это На кончике моего меча Заявил пожиратель миров И этого будет достаточно Варон Твоя жизнь за его жизнь Задал вопрос Бывший капитан гвардии смерти Я могу дать тебе возможность Нести свою месть дальше К Хорусу К Ангрону Но для этого ты должен жить Слова Гара Похоже подействовали И в глубине угрюмых глаз Пожирателя миров Что-то изменилось Варон медленно кивнул Расскажи как Псайкер Хорошо Я объясню по дороге Сюда ответил Рубио Этот коридор Ведет еще дальше Вглубь корабля Удивился Гара Чего тебе там нужно Если мы намереваемся Пережить этот день То я должен найти признак Новоявленного покойника У нас немного времени Фантом исчезает Следуйте за мной 14 Даже если бы картины резни В вокс-рубке Было недостаточно То что ожидало их В грузовом отсеке Шокировало Натаниэля Гарра До самой глубины души Холодный воздух Был насыщен Медным запахом крови В нос сшибало Кордитовой гарью Которая затуманивала Пространство Помещение было Усеяно павшими Воины третьего легиона Так и валялись там Где они упали В полном своем составе Дети императора Приняли бесславную смерть Они были ликвидированы Вместо того Чтобы пасть в честной битве Здесь произошла Отбраковка Так это можно было назвать За неимением лучшего слова Галактика сошла с ума Прошептал Варон Рубио Присел на колено Около одного из тел И скривился Исследуя огромную рытвину От взрыва На доспехах мертвеца Застрелян в спину С близкого расстояния Этот умер Неудостойный милости Знать в лицо Своего убийцу С того момента Как начался мятеж Хоруса Гара пришлось повидать многое Что он изо всех сил Пытался уложить в сознание Но ничто не ужасало его Так, как это Тот ключевой И основополагающий кошмар На котором стоял Весь этот мятеж Брат, убивающий брата Отбросив обеты Товарищества и честь Несущий смерть Без колебаний И без сожалений Он просто-напросто Не мог осмыслить Откуда может исходить Подобное побуждение Это заставило его Почувствовать опустошенность Внутри эхом Отдавался вопрос Почему? Рубио ходил От тела к телу С мрачным видом Составляя перечень Имен мертвецов Он наткнулся На командира И остановился Ракицио Ему перерезали горло Пожиратель миров Указал в сторону теней На тела Лежавшие в озере Пролитой крови Я вижу там золото Хотя Карарин Похоже перед смертью Забрал с собой Некоторых предателей Протянул руку В указующем жесте Варон Что за бесчестная война Породила эту резню Горько усмехнулся Гарра Это так Хорус Хочет заявить Права на трон У нас так не принято Это беспринципно Я Я не Псайкер Который шел К телу Кустодия Застыл напрягаясь Его голова Внезапно дернулась И он уставился В густые тени Мы Не одни Из тьмы На дальних краях Помещения Вышли фигуры В белых Боевых доспехах С огненно-красной каймой Судя по числу Здесь были все воины Что имелись У Хакима на борту Засечки кинжала Все собрались здесь Для этой последней схватки Что не так Ведьмачья душа Скривился Хаким Ты не учуял Что мы тебя поджидаем Твои сверхъестественные Способности Были сбиты с толку Он лениво кивнул На одного из своих воинов Который крутил Между бронированными пальцами Своей латной перчатки Еще один серебряный медальон Меч Варона Вспыхнул Пробуждаясь к жизни И пожиратель миров Шагнул вперед Но Гара удержал его Его собственный клинок Уже был у него в руке Ты это учинил, Хаким Над своими собратьями Обвинил Гара Как ты можешь это оправдать? Как ты можешь жить Имея на совести Такой поступок? Легко Рассмеялся белый шрам А скольких легионеров Убил ты, Гара? Воинов Вместе с которыми Ты мог в былые годы Ходить в битву? Слишком многих Угрюмо ответил Гара Но Я никогда этого не желал И вместе с каждым С кем я сражался Потеряна часть моей души Какая сентиментальность Не думал, что гвардеец смерти Способен на подобные вещи А я не мог поверить Что белый шрам Способен на такое зверство Гвардеец смерти Гдевна указал на сцену Побоище вокруг них Почему, Хаким? Скажи мне Почему? Легионер кивнул своим людям И они рассыпались В редкую цепь Блокируя все пути побега И окружая трех воинов Его манера изменилась Наполняясь Беспощадной страстностью Ты уже знаешь ответ Гара Ты был на Истване Три Ты видел ту Абсолютную решимость Что продемонстрировал Хорус Ту дальновидность Ты так это называешь? Удивился Варен Хорус Луперкаль Первый среди равных Он воитель Если он хочет галактику То он ее получит Его победа неизбежна Она неоспорима Старый порядок Впал в застой Время императора истекло Как ты можешь в такое верить? Это заявление вызвало Изумление у Гара Я это знаю Так же, как я знаю Хоруса Мы служили бок о бок С шестнадцатым легионом В них многое заслуживало восхищения У нас с ними схожие сердца Такие же свободные души Противящиеся тем Кто хочет подрезать нам крылья Как твой хозяин Сигелит и так называемый Совет Терры Администраторы и щитоводы Диктующие лучшим из воинов В какую им сторону идти Тьфу! Такому не бывать Легионы Астартес Властелины своей собственной судьбы Хорус приведет нас к победе Так белые шрамы Отвергли власть императора Джагатай Хан Отрекся от своего отца? Рубио не мог в это поверить Нет, прискорбно, но мой примарх Все еще ослеплен ложью императора Многим из моих боевых братьев Лишь предстоит узреть ту самую истину Которую уже понял я Но это в конце концов произойдет А если нет Хан никогда не встанет под знамена Хоруса Перебил Гарра Если ты веришь, что такое возможно То ты введен в заблуждение Отринь это безумие, Хаким Прежде чем оно тебя прикончит Ложи тебя заморали Но Ты все еще можешь искупить содеянное Раскается? Это ты имеешь в виду? Как какой-нибудь религиозный еретик Хаким захохотал Я не отрекусь от своих слов Я скрепил их кровью Мои воины идут тем же путем Экипаж засечки кинжала следует за мной Лишь ты стоишь у нас на пути Хаким опустил свой меч Так что его кончик коснулся палубы И протянул свою руку Она медленно сжалась в кулак Я бы предложил тебе возможность присоединиться к нам Но я знаю, что ты никогда этого не сделаешь Я вижу тебя насквозь, Гарра Я вижу, как ты купаешься в блеске императора Словно это какое-то святое сияние Ты не откажешься от него никогда И если когда придет момент Мои боевые братья из пятого легиона Скажут так же Их тоже придадут мечу Как Карарина и Ракицуо Даже сам великий хан Откажись он преклонить колени перед воителем Не получит пощады Ты спятил, уверенно заявил Варен Да? Увидим Слова воина повисли в неподвижном воздухе помещения Мгновение растягивалось, как готовая лопнуть струна В полном соответствии с ситуацией Именно Варен был тем, кто подал голос в ответ Кончаем это Пятнадцать Битва была кровью И она была огнем Она была мечом и болтером Кулаком в шлем Белым, схлестнувшимся серым Алым, бьющим струей И раздавленными костями Генетически сработанных воинов Сынов Империума Обратили друг против друга И они сошлись в схватке Прекратить которую могла лишь смерть Этот конец казался несомненным По истечении нескольких секунд Максимум минут Ведущие неравный бой легионеры будут смяты и уничтожены Превосходящим числом бойцов Хакима Невзирая на это Гарра, Рубио и Варен дрались на пределе своих боевых умений Ни разу не попытавшись уклониться от схватки Отложив в сторону все свои разногласия Происходящее было миниатюрным отражением всей войны Идеологической борьбой и битвой за верность Притворенными в сражении Каждая сторона верила, что она несет меч истины И обладание этим оружием Оправдывает совершаемые ею деяния Брат против брата Верный против предателя Метеж против повиновения Окончательная победа Вырастет из тысяч подобных мелких битв Или же это выльется в разрушение и опустошение до скончания веков Рубио был вовлечен в собственную маленькую войну Пытаясь побороть двух предателей белых шрамов Которые пытались зажать его с флангов Он испустил волну телекинетической энергии Которая отшвырнула их назад Так что они врезались в переборку Но не успел он развернуться, как еще один боец Хакима Был уже тут как тут Это был Харук, технодесантник Единственный аугметический глаз На его землистом лице сверлил Рубио взглядом А третья механическая конечность, что изгибалась вверх дугой над его спиной Подобно хвосту железного скорпиона Обрушилась на Псайкера в гвоздящем ударе Массивная пилообразная клешня, которой она заканчивалась Расщелкнулась и затем сомкнулась на его плече Сжимаемая шипящими поршнями Броня Рубио трескалась и сминалась под костоломным давлением Какие-то мгновения и необоримая сила расщепит керамид и пласталь Размалывая в месиво его кости и плоть Он стиснул зубы и поднял руку Посылая разряд псионической молнии с кончиков своих пальцев Технодесантник принял на себя всю мощь ментальной энергии и умер, крича Пока натерзала его изнутри Рубио избавился от содрогающейся клешни И огляделся, готовый к следующей атаке Поджидая нового противника, он заметил невдалеке Гарра и Варона Которые бились бок о бок, выдущим полным ходом сражения Варон, справа от тебя, предостерег Гарра, я его вижу Вам не победить, сдавайтесь, и я дарую вам милость быстрой смерти Хаким вступил в бой с ними обоями, пуская в ход парный комплект изогнутых силовых тальваров, чтобы быть на равных с их клинками Ты можешь получить мою жизнь Я отдам ее с легкостью, скрижаща зубами ответил Варон Тебе нужно лишь согласиться с тыной Назови ее, откликнулся Хаким В его голосе слышалась усталость Сдохни побыстрей Клинок пожирателя миров пробороздил по лицу Хакима и полоснул по глазу, рассекая его Варон, ставь защиту, вскричал Гарра Несмотря на все свое неистовство, Варон терял расторопность Он получил множество ранений И даже Берсерк не мог выдержать подобные истязания без последствий Даже окривевший Хаким увидел брешь в обороне и воспользовался ею Скрещивая оба своих меча, чтобы полоснуть по горлу пожирателя миров Гарра отпихнул Варона и занял его место Нет, ты его не убьешь Тогда, гвардеец смерти, вместо него умрешь ты Я заберу твою голову в подарок Мартариону А я покончу с позором твоего предательства Во имя Хана, парировал гвардеец смерти Гарра засверкал своим силовым мечом и вынудил предателя Белого Шрама отступить Сражаясь с тем же самым нездерживаемым гневом Что Варон прежде продемонстрировал своим врагам Под неистовым шквалом его ударов Один из клинков Хакима переломился надвое Второй же Гарра выбил из его руки И тот, крутясь, улетел прочь Эта ярость казалась подобающей Она казалась правильной Хаким отступил назад, в шеренгу своих воинов Его лицо испещряли кроваво-красные потеки Он подал команду Поднять болтеры, прицелиться Мне начинает надоедать это дурачество с клинками Гарра, Варон, ко мне! Гарра обернулся и увидел Рубио Склонившегося над телом Карарина Его рука лежала у кустодия на груди Тебе здесь не подсобить, псайкер Теперь мы умрем, констатировал Варон Ты не прав, смотри Гарра увидел у Рубио в кулаке некую вещь Которую тот снял с пояса Карарина Это было устройство наподобие жезла Опутанное сеткой мигающих индикаторных огоньков Я вам говорил, что есть другой способ Воины распрямились в полный рост Бесстрашно глядя в дуло болтеров белых шрамов Гарра холодно улыбнулся Хакиму Предатель начал говорить Мы вырежем вас, как животных, которыми вы... Нет, нет, остановите их! Открыть огонь! Возвратное телепортационное устройство Карарина вспыхнуло Активируясь у Рубио в руке Троих воинов окутали полотнище Изумрудного света И они исчезли в мгновение ока Ни один человек на борту линкора Наландии Не ожидал вновь увидеть легионеров Искаженных передач, засечки кинжала И обвинительного заявления Хакима Было достаточно, чтобы капитан корабля Снова принял на себя непосредственное командование Он был верным, пусть и лишенным воображения Офицерам имперских вооруженных сил И в его намерение не входило исполнять Какие-либо приказы, кроме оставленных Карарином Наландия оставалась на позиции Ее артиллерийские расчеты Хладнокровно и методично уничтожали Любой корабль беженцев Который пытался удрать или дать отпор Возвращение Гарра и его товарищей Было сродни тому Как если бы в стратегиум Размашисто прошагала сама смерть Грязное лицо боевого капитана Измазанное кровью и копотью Было свирепым и разгневанным Прекратить огонь, распорядился Гарра Из-за шока экипаж не начал действовать немедленно И Варон навис над капитаном От него так и несло убийством Заткните эти орудия, взревел Варон Раздался звук падающего тела Передайте на все палубы, всему экипажу Кустодианский гвардеец Карарин был убит Агентами воителя Хоруса Мы изолировали предателей На борту фрегата засечка кинжала Орудийным расчетом перезарядить орудия И быть готовыми стрелять по моей команде Гарра бросил взгляд на Псайкера Рубио, проследи, чтобы астропаты были готовы к сеансу связи Я хочу, чтобы все подробности того, что здесь произошло Были отосланы прямо в дворец императора Малкадор должен узнать правду до того, как начнут плодиться слухи Есть капитан! А что насчет Хакима? Теперь они попытаются сбежать, улизнуть обратно к Хорусу и его мятежникам Рубио кивнул на фрегат, который висел в космосе за носом на Ландии Гарра не ответил, вместо этого он подал знак старшему артиллеристу корабля Нацелится на засечку кинжала всеми орудиями Гарра заколебался, потом жестом подозвал к себе Варона Этот выбор делать не мне Плен или казнь? Я оставляю способ наказания Хакима Уничтожить их категорично распорядился Варон Семнадцать Гарра открыл глаза, и его окружала цитадель Сомнус Он уже начал думать о безмолвной лунной башне, как о месте, которое было для него наиболее близким подобием дома С учетом того, что какое-то время оно служило ему тюрьмой в той же мере, что стало местом, где он смог обрести успокоение Это было по-настоящему грустной оценкой Он надеялся, что, выполняя новое задание Сигелита, найдет свое предназначение В определенной степени так оно и произошло, но не в полной мере, еще нет События в поясе Койпера отчетливо высветили для воина этот момент Гарра находился в поисках истины, которую ему лишь только предстояло открыть Той неуловимой определенности, которая, казалось, ускользает всякий раз, когда его разум пытается ее сформулировать Куда ведет этот путь? У него не было способа это узнать Восемнадцать И что произошло потом? Печально спросил Сигелит Гарра помедлил, мельком подняв глаза на Малкадора Регент Терры изучал его из-под своего капюшона Детали его лица терялись в тенях, но глаза... Глаза Сигелита всегда были ясными, всегда все примечали Гарра был для него как стекло, он не мог скрыть ничего Хаким был ликвидирован вместе с остальными предателями, выживших не было Малкадор медленно кивнул Он мало что сказал во время доклада Гарра о произошедшем на борту засечке кинжала Лишь прояснял для себя кое-где мелкие детали по ходу того, как легионер излагал эту мрачную историю Был только один раз, когда с его стороны наблюдалось хоть что-то похожее на настоящую реакцию И это сложилось при описании смерти Карарина Гарра понимал, что на Сигелита падает обязанность сообщить своему императору подробности гибели Одного из его доверенных кустодиев Мрачные события, что и говорить Потеря жизни достойна сожаления Тем не менее, безопасность Империума удалось отстоять Ты служишь императору на совесть, Гарра Мое побуждение тебя отрядить было оправданным Если бы твоих странствующих рыцарей не оказалось под рукой, обстоятельства сложились бы в пользу архипредателя Хоруса Достойна сожаления, поразился Гарра Милорд Регент, ни один из кораблей той флотилии не пережил этот день в целостности и сохранности Они прибыли к нам с надеждой, а мы встретили их подозрением и смертью Таковы времена, в которые мы живем, Натаниэль Такой роскоши, как доверие, больше не существует Во времени разберихи, последовавшей за смертью Карарина Когда флотилия беженцев бросилась в рассыпную Один корабль затерялся в толчье Он избежал обнаружения, затем проследовал солнечную систему Подозреваю, что кто бы ни находился у него на борту, это был шпион воителя Но я уже занял работой над этим вопросом других агентов К ним приблизился Рубио, остановившись, чтобы поклониться регенту Бок о бок с ним стоял Варон Выражение лица пожирателя миров было угрюмым и отчужденным У Варона забрали его забрызганную кровью броню И сейчас на нем были такие же безликие синевато-серые доспехи, что носили Гара и Псайкер Его силовой меч покоился в наспинных ножнах Его массивная латунная рукоять была единственной блесткой металла на воине «Твой следующий рекрут?» — кивнул Сигелит на Варона «Это представлялось подобающим, лорд Сигелит», — подтвердил Рубио «Гара сказал мне, что ваше дело — служить воле императора и нести кару предателям В известном смысле», — улыбнулся регент Перри «Годится! Моя рука с мечом в ней, в вашем распоряжении», — гордо выпрямился Варон «Тогда добро пожаловать в наши ряды, мейсер Варон Но предостерегаю тебя! Я предостерегаю всех вас! То, что случилось там вовне, то, что содеял Хаким, вполне может статься, что вы увидите что-то подобное вновь По мере того, как силы, противоборствующие в этой войне, все четче обрисовываются ввиду грядущих битв Грани между лоялистами и предателями размываются, отступники Хакима — не единственные перебежчики, с которыми вы столкнетесь «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Рубио «Даже сейчас по коридорам власти разгуливают заговорщики, на Терри и узловых мирах мужчины и женщины, глупцы, невольные марионетки и фанатики Они мастят дорогу для неминуемого вторжения, для удара Хоруса по пульсирующему сердцу Империума «Покажите их мне, они умрут!» — воскликнул Варон «Со временем, Варон, всему свое время!» — поднял руку Малкадор Гарра исследовал непроницаемое лицо Сигелита, выискивая на нем что-нибудь, что помогло бы понять намерение Малкадора Он этого не нашел «Каковы ваши пожелания относительно нас, регент?» «У меня есть для вас множество заданий, капитан Гарра, и когда они будут выполнены, я обещаю, что вы вернетесь к отправной точке К черным корням этого кровавого мятежа, но до этого дня вы будете моими глазами и ушами, моим киджалом во тьме Вы найдете этих пособников, и вы их уничтожите» Гарра склонил голову и положил руку на Эфес Вольнолюбца «Как вы прикажете, так тому и быть» Джеймс Сваллоу «Щит лжи» Хоть по всей галактике и бушует война, для многих людей на поверхности тронного мира Терра она существует лишь в виде слухов и толков Тем не менее, скромная письмоводитель, адепт Катана Талери, в ходе исполнения своих повседневных служебных обязанностей, обнаруживает свидетельство заговора внутри махины администратума Конечно же, это может предвещать только одно – предательский удар по самой Солнечной системе Талери бежит, скрываясь в тенях, и вскоре оказывается в руках загадочного странствующего рыцаря Натаниэля Гара Кем станет для нее этот доблестный защитник человечества? Спасителем или палачом? Гара. «Щит лжи» Джеймс Сваллоу Часть первая 1 Ночь. Гигантская верфь. Громады строящихся кораблей посреди шипения сварочных аппаратов и лязганья кранов Она знала, что ее найдут. Это было лишь вопросом времени Отряд преследователей, от которого она сбежала на административном уровне, был первым из многих Она спаслась из их когтей благодаря слепому везению Ему и адреналину, строившемуся по ее организму Но за ними последовали другие, преграждая ей дорогу, куда она не ткнись Все пути к спасению педантично блокировались один за другим Вокзал рельсовых челноков, грузовые отсеки, даже общественные транспортеры Все было перекрыто поисковыми патрулями В былые времена, когда это место охранялось людьми, а не машинами Она бы попытала счастье и рискнула попробовать проскользнуть мимо Адептус Арбитрес Но не сейчас. Она не осмеливалась пройти перед несмыкающимися ни на миг искусственными глазами Которые неустанно сканировали улицы города Нырнув в укрытие за высокой решетчатой башней обслуживания Она сделала передышку и попыталась взять себя в руки Паника, непродуктивное эмоциональное состояние Нельзя просто продолжать реагировать, следует думать Она подняла глаза, следуя взглядам за очертаниями массивных кранов, перемещающихся наверху И замечая полыхающие движения лучевых сварочных аппаратов Везде вокруг нее в титанских доковых помещениях обретали форму боевые корабли Громоздкие суда узкими, напоминающими долото носами Которые щетинились зубчатыми башнями ракетных установок Внутрисистемные корабли с латунной обшивкой Сконструированные вокруг подмонтированных килю мегалазеров Автономные платформы, набитые болванками кинетического поражения Прибывающий в вечном дрейфе на антигравах в милях над поверхностью Теры Мобильный город орбитальной платформы Рига Всегда служил империуму, токарным станком Но падение Марса и битва за контроль над ним Что осталось от кольца железа вокруг Красной планеты Изменили многое Теперь город занимался строительством мелких судов Для оборонительной флотилии Солнечной системы Жизненно важным приготовлением к грядущей войне С момента прихода вести о бунте воителя Воздушная платформа не знала и мига покоя Мятеж Хоруса Луперкаля против его отца императора Перевел галактику на военные рельсы Рига выписывала вечную петлю Медленно курсируя взад и вперед Между радиоактивными землями Мерики И районом древнего Урша В честь которого она получила свое название И все это время планета под ней Как и любой другой мир империума Готовилась к вторжению Беглянка была рождена на земле Там внизу 30 лет тому назад На краях Аталантской кручи Но Рига стала ее домом с того самого дня Как ее назначили сюда в качестве письмоводителя Неофита Отдела управления имперским имуществом Она полюбила ее на некий абстрактный лад Узнала гигантский парящий мегаполис так Как знают старого друга Но эта фантазия теперь казалась дурацкой Небесный город обратился против нее Ей не осталось места на парящей платформе Ее найдут За ней пожалуют неведающие устали охотники Словно бы накликанный одной мыслью о нем По сервисному мостику высоко наверху Прошел бронированный механический солдат Талакс Крутя туда и сюда своей бронзовой головой Поперек его пути веером лился Сапфировый лазерный свет прозревательных датчиков Которые всматривались во мрак Выискивая ее Отпрянув в складке своего капюшона Она не осмеливалась шевелиться Дышать Существовать Пока солдат не уйдет Одна ошибка Одна маленькая промашка И ее схватят Ей было страшно подумать о том Что случится если ее пленят Возможно ей удалось бы донести свои доводы до человека Но боевой киборг будет рассматривать ее лишь как цель Как объект для захвата или убийства Проклятые подделки Они что никогда не отдыхают Произнесла беглянка Соблюдая осторожность Перемещаясь от укрытия к укрытию И никогда не покидая теней Она двинулась дальше вдоль территории верфи С одной стороны от беглянки был край Риги Отвесно обрывавшийся в открытое загрязненное небо И она держалась от него на осмотрительной дистанции Там снаружи двигались похожие на ястребов Металлические силуэты Нарезающие нескончаемые круги Это были боевые беспилотники Управляемые синтетическими биомеханическими мозгами Искусственно выращенными в специальных резервуарах Они тоже искали ее Она вполне могла представить Что всем до единой машинам в городе Стало известно ее лицо и идентификационный код Тогда не будем облегчать им задачу Прошептала она Ее подкожный информационный имплантат Не был рассчитан на удаление чем-то столь грубым Как стело для письма Но у нее не имелось других подручных инструментов Она подковырнула скользким от крови стилон под своей кожей Пока у нее между пальцами Не оказалась блестящая кремниевая полоска Натужно крякнув Она зашвырнула имплантат за край платформы Глядя на то, как его подхватил ветер Возможно, это не даст им повиснуть у нее на хвосте И еще чуть-чуть дольше Достаточно долго, как она надеялась Чтобы выработать что-то приближающееся к плану Боль от нанесенной самой себе раны Помогла ей сосредоточиться Беглянка боялась, что если задержится мыслями на том положении В котором она очутилась То этого будет достаточно, чтобы подточить ее волю Считанные дни тому назад Она была всего лишь незначительным служащим Письмоводителем Работающим в исполинском канцелярском подразделении Департамента Мониторум Сейчас она стала преступницей Объявленной экскоммуникейтой Трейторис Преследуемой за тяжкие преступления против Теры Эти слова были во всеуслышание сказаны По информационной сети блюстителей правопорядкой Ей были омерзительные такие обвинения Это были измышления Сфабрикованные теми, кто хотел заткнуть ей рот И император-свидетель Она боялась, что они скоро этого добьются Укрыться больше было негде Ибо за ней охотились не только машины Был кто-то, было что-то еще На первых порах она думала, что это проделки ее ума Некий признак, охвативший ее усталость Она была человеком и, следовательно, была подвластна человеческим слабостям Она не могла бегать вечно В конце концов, ей придется сделать передышку Не похоже, чтобы охотник, тень, страдал от подобных ограничений Она мельком замечала его на крышах, когда проталкивалась сквозь толпу на главной улице Слышала его тяжелые шаги в проулках Она улавливала мерцание искаженного света, как у солнечных лучей, идущих сквозь залитое дождем окно Ее выслеживало нечто, скрытое под покровом обманного балахона Мимикрийный камуфляж подстраивался каждый миф, делая того, кто ее разыскивал почти невидимым Оно близко Она со стонущей в жилах кровью завернула назад свой капюшон И всмотрелась в полумрак в направлении близ лежащей причальной фермы И оцепенела Там стоял, наблюдая за ней, дышащий свирепостью исполим В два раза больше обыкновенного человека И струился с зеркальным эффектом металлический плащ, собирающийся за его спиной Закованный в броню гигант, исполненные угрозы и обещания кошмарного уничтожения Он напоминал древнего бога войны из преданий прошлого до эра раздора Это была не машина, беглянка знала это на инстинктивном уровне Ничто механическое не могло двигаться так, как он Пластично и по-воински, словно он был рожден для того, чтобы чинить смерть В решетках теней, отбрасываемых движущимися кранами в верхних доках Глазные прорези шлема горели зеленым над острым угловатым клювом Вся та боязнь, что ей доводилось испытывать когда-либо прежде, все ночные страхи и иррациональный ужас бледнели перед этим зрелищем Для того, чтобы ее прикончить, был послан легионер, один из ангелов смерти императора Он, словно какой-то мифический призрак, медленно поднял одну руку и сделал указующий жест в ее направлении Его смысл был ясен – тебе не уйти И поскольку она была всего лишь человеком, в эту секунду ее воля была сломлена 2. Способность соображать разлетелась в дребезги, как стекло Вместо нее нахлынул могучий вал паники, и беглянка вдруг обнаружила, что несется, не заботясь о том, куда ее может завести эта дорога Она бросилась на утек к низковисящей решетчатой ферме и проползла под ней, разодрав свою одежду, пока просовывалась сквозь зазор, который был слишком мал для легионера Выскочив с другой стороны, она оказалась в ущелье, образованном контурами грузовых модулей Воин не сбавил темпа своей погони Он вихрем перемахнул через ферму, неожиданно стремительно для существа, имеющего столь большой вес Беглянка чувствовала, как каждый скачок несущегося за ней воина отдается вибрации в листах настила под ее ногами В последнюю секунду она резко метнулась в сторону, свернув в узкий проход между двумя грузовыми цистернами Давясь кашлем, она продралась сквозь испарение пролитого прометеевого топлива За ними была тьма и безопасность густых теней И на один головокружительный миг ей подумалось, что она и в самом деле может уйти Но тут, слишком поздно, вскрылась цена ее панического бегства Тени не прятали путь к спасению, как она надеялась Вместо этого они кончились отвесной железной стеной, сдымавшейся высоко к причальным башням «О, трон, нет!» – простонала Беглянка Раздались замедляющиеся и приближающиеся шаги легионера Воин извлек свой меч, будящий энергией, идущий сквозь мерцающие кромки клинка Оружие почти не уступало длиной росту Беглянки Сейчас-то моглоясно видеть своего преследователя И под ярким натриевым светом ламп верфи грозность закованного в броню космодесантника явилась во всей ее полноте Сквозь вок шлема раздался голос «Ты – письмоводитель-адепт второй категории Катана Талери, и ты обвиняешься в измене» Все инстинкты призывали ее пасть на колени Прежде ей не приходилось бывать в обществе воина из легионов Астартес Она лишь мельком видела их издалека, или на статичных изображениях на пик-планшете Но сейчас, находясь так близко, что она могла его потрогать, Талери поняла Что все рассказы об окутывающей их ауре угрозы были правдой Над ней возвышался генетически сконструированный убийца Существо, созданное для одной только войны Как она вообще могла рассчитывать сбежать от него? Изменник-воитель имел в своем распоряжении тысячи таких воинов Так стоило ли удивляться, что один из них смог с такой легкостью явиться за ней, чтобы ее прикончить? Но, несмотря на весь охвативший ее страх, кота на Талери не была готова принять смерть молча Я не предатель, я верна Трепеща, она ухитрилась заставить себя выпрямиться Ей потребовались все силы, какие она только могла собрать, чтобы взглянуть легионеру в глаза Вы не прикроете это деяние ложью Я не совершила ничего против моего империума, что бы там про меня ни говорили Талери отвернулась, ее руки тряслись Она потянула за золотую цепочку на своем запястье, спрятанную под манжетом ее длинных просторных одеяний На ней висела крошечная подвеска в виде копии великого символа имперской аквилы Двуглавого орла, глядящего и в прошлое, и в будущее Талери сжала ее в пальцах, словно бы черпая силы в ее благородном силуэте «Император защищает! Император защищает! Император защищает!» Начала шептать она Долгое мгновение тишины, шипение воздуха и звук снимаемого шлема «Погляди на меня!» – произнес легионер Она сделала так, как ей было велено Ей открылось лицо, бывшее за грозным шлемом легионера На коже была вычерчена карта заживших ран, старых шрамов и печати, прошедшие совсем рядом смерти И все же, эти глаза Несмотря на весь грозный вид воина, его глаза были добросердечными Значок, который ты носишь на запястье, где ты его взяла? Какое это имеет значение, если меня казнят из-за лжи? Чего стоит правда? – ответила Талери Кончик гигантского меча опустился к полу И Талери почувствовала, что воин производит ее доскональную оценку На этом покрытом шрамами обезображенном лице было написано сомнение Он был не тем, что она ожидала Воин казался почти что человеком Я Натаниэль Гара Поведай мне твою правду, письмоводитель И может статься, что ты увидишь завтрашний день Три Прошлое День Офисный комплекс в стиле футуристической готики Латунные шестереночные машины Вакуумные трубопроводы Стук клавиш и царапание чернильных перьев Внимание, сервитер! Приложение номер 636121 Файл гамма Протокол Омния Майорис Письмоводитель Талери делает запись Талери откашлялась и продолжила диктовать Да будет известно, что 409-я колонна снабжения в систему Мертиол была перенаправлена через колонию на Россине из-за аномальных угроз для астронавигации Данную информацию надлежит записать и передать астропатическими средствами во все имеющие к этому отношение контактные точки Смотри пункт 8 альфа Сервитер подтверждает Письмоводитель Талери Произнес сервитер письмодел Поразительно, если задуматься, как обстоятельства могут измениться столь радикальным образом после всего одного неожиданного события Это было все, что потребовалось, чтобы положить начало крушению упорядоченного мира кота на Талери Одно распавшееся звено в цепочке судьбы, неожиданно оборвавшаяся жизнь Талери начала диктовать Запасы блоков охлаждения двигателей второй категории для штурмовых спидеров модели Drotic Надлежит увеличить с имеющихся 40 тысяч до 67 тысяч немедленно к исполнению Присвоить индекс и отослать ордер Как гласил принцип великого администратума Терры Не существовало более серьезной задачи, чем организация материально-технического обеспечения Империи В Империуме, который охватывал не просто планеты и звездные системы, а целую галактику Дело поддержания управления, финансирования войны и мира и сохранения линий снабжения в действующем состоянии было нескончаемым подвигом Если воины легионов Астартес были кулаком Империума, гильдия навигаторов его глазами, а астропаты его голосом То махина администратума являлась сердцем, качающим по его жилам животворящую кровь Ничто не перемещалось от планеты к планете Ни корабль, ни человек, ни кроха продовольствия Без направляющей руки гигантской машины администратума А во времена войны жизненно важные функции этого ведомства приобретали еще даже большую значимость Сервитор, запиши, что имущество, собранное с полей сражений Жодона и Хеликора, получило разрешение на утилизацию Остовы погибших кораблей, исписанные в утиль суда, ожидают разброски по ведущим мирам кузнецам Ордер подтвержден Это было жизнью Талери Этот миг чисел И она гордилась, что является его частью Будучи одной из множества чиновных письмоводителей Риги, работающих на департаментом унитором в настоящий момент Она занималась тем, что следила Чтобы продовольствия, припасы и оружие, проходящие через причалы орбитальной платформы Беспрепятственно двигались по бескрайним просторам владения императора Талери с ее врожденной эдетической памятью идеально подходила для этой задачи Следующий пункт Запросить подтверждение сигнала от массива прокси-серверов на Луне Адресу продолжала она Раздались шаги спешащего человека Это был Келькинот Он прокричал Талери! Письмоводитель Талери! Прошу вашего внимания! Пожалуйста, переформулируйте команду Отозвался сервитер Остановка диктовки Талери приостановила работу Келькинот, вы не можете просто взять и прервать меня посередине Это важно, отвлекись от своего занятия Талери совершенно не обрадовало появление письмоводителя адепта Вола Келькинота Свалившегося как снег на голову Это был суматошный, себе любивый человек Который всегда казался тонущим в своем форменном служебном одеянии Являя собой прямую противоположность с тонюсенькой и несколько угловатой Талери Хотя формально они и занимали одинаковое положение в сложной организационной структуре департамента Мониторум Келькинот всегда разговаривал с ней так, словно она была нежестоящей У него была раздражающая привычка совать нос в логистические операции, которые совершенно его не касались Давая так называемый совет, в котором не содержалось абсолютно ничего, кроме слегка завуалированной критики Но сейчас его обычная обрезгливость исчезла, сменившись неподдельной паникой Что случилось, смягчилась Талери На меня легла тяжелая обязанность принести печальные известия Наш достопочтенный старший адепт Куратор Лонд Этим утром его нашли мертвым в его спальне Что? Как? Медики говорят остановка сердца Он так усердно работал, покачал головой Келькинот Воистину исполнение долга кончается лишь со смертью, опечалилась Талери И оно не кончается на Лонде Идемте со мной Мы должны принять меры И не распространяйтесь об этом Категорически важно, чтобы рабочий процесс продолжал идти теми же темпами 4. Прошлое День Тот же комплекс, тесный личный кабинет Куратор Лонд был примечателен только одним Своим отсутствием в комплексе Монитору Мориди Любитель уединяться в своем личном кабинете по несколько дней подряд Босс Талери был почти недоступен взорам тех, кто трудился под его началом Единственным свидетельством его существования для нее Служил стабильный поток рекомендательных пометок и запросов сведений Текущий из его информационной очереди в ее Ну, или текший до сегодняшнего дня Взгляните, произнес Келькино Вы видите, у нас проблема, Талери Работа Лонда все накапливается и накапливается И мы не можем допустить, чтобы в ней произошел затык в этом кабинете Последнее, чего хочется любому из нас, это ревизия Согласна, тогда нам следует связаться с центральным управлением И проинформировать их о ситуации Я уже это сделал Стерры пришлют нового куратора, чтобы он как можно быстрее занял должность Лонда О, я думала, смутилась Талери А вы думали, что я собираюсь предложить повысить вас на его место, да? Фыркнул он Вы забываетесь У меня более чем достаточно опыта Талери, тело этого человека еще даже не успело остыть Я думаю, вряд ли подобает с такой поспешностью выбрасывать его из головы Они отказали вам в этой должности, так? Произнесла с ихицей Талери Лицо второго письма водителя залило краской И Талери поняла, что ее догадка попала в цель Хелькинот скривился и двинулся к обширному рабочему столу Лонда Делая резкий жест в сторону аккуратных стопок информационных планшетов и листов фатического пергамента Работа по координации прохождения через причалы риги военной техники, космических кораблей и разнообразных предметов материально-технического обеспечения армии Которую вел наш покойный куратор являлась Она является жизненно важным винтиком в деле противостояния предательству воителя Мне прекрасно это известно, пожалуй, плечами Талери Тогда вам известно и то, что нельзя допустить, чтобы обработка наших данных задерживалась чем-то столь незначительным Как безвременная кончина одного человека Поток разрешений, удостоверений и всяких прочих типовых формулировок не должен прекращаться Дабы смазанные шестерни имперской бюрократической машины не останавливались Без этого возникнет? Хаос, да, кивнула Талери Безусловно Центральное управление наделило меня полномочиями переложить все, что вам поручено в текущий момент на нашего подручного сервитора для временной обработки Этого тупого болвана возмутилась Талери Я не хочу, чтобы неквалифицированный работник с выскобленными мозгами портачил в моей информационной очереди Келькинот, игнорируя ее, продолжил И возложить на вас завершение всей неоконченной работы, назначенной куратору Лонды До той поры, пока на Ригу не прибудет его преемник Что, изумилась она, трона ради, Келькинот Да здесь должно быть порядка двухсот недоделанных ордеров По самой меньшей мере, подтвердил Келькинот Так что я советую вам приступать прямо сейчас Талери помрачнела, и ее свободная рука по привычке потянулась к запястью, к золотой цепочке и символу, спрятанному под манжетой Император, дай мне силы 5. Ночь, гигантская верхь Пока женщина говорила, Гарри изучал ее, выискивая в каждом ее слове малейшую нотку фальши Но он не обнаружил ничего Этот человек, этот, куратор Лонд Ты полагаешь, что его смерть не была естественной? Нет, подтвердила она Ну, по крайней мере, не на первых порах Но сейчас, оглядываясь на все, что случилось с того времени, я не могу не спрашивать себя Не совершил ли Лонд ту же ошибку, что и я? Не заставили ли его замолчать тем же способом, каким они хотят заткнуть рот мне? Кто они? Талерия задумалась и после паузы неуверенно произнесла Это сложный момент, милорд Знаю по опыту, что обстоятельства обычно такими и бывают, кивнул Гарри Так продолжай же, расскажи мне, что ты обнаружила Она грустно улыбнулась, и страх, который окрашивал ее лицо, мраморной белизной ненадолго растаял Талерия не походила ни на одну разновидность предательского отродья, с которыми Гарри доводилось сталкиваться прежде Но воин не собирался терять бдительность, пока не удостоверится в том, что она из себя представляет Наши враги не знают себе равных в вероломстве, напомнил он себе Он проявит доверие, если это окажется возможным, но только если у него не будет сомнений Полагаю, воин из легионов сочтет мою работу скучной и неважной, произнесла она Все мы сражаемся на этой войне на свой собственный манер Да, подтвердила Талерия, это то, что я не переставала себе твердить Но сейчас я спрашиваю себя, а вдруг я неосознанно служила врагам все это время и знать об этом не знала Вдруг я по неведению стала их соучастницей В пасмурном небе над верфью медленно проплыл мимо похожий на хищную птицу беспилотник, подвешенный к вышине на строях реактивной тяги Талерия отпрянула к стене, но машина заколебалась, исследуя воздух своими датчиками И лишь потом двинулась дальше, на прочесывание другой зоны Он не может увидеть нас здесь, внизу, подбодрил ее Гара Металл грузовых модулей препятствует любому удаленному прозреванию Продолжает письмоводитель Все доказательства были там, ответила она, в ордерах Лонда Требовалось лишь знать, что искать Доказательства чего? Государственные измены, мрачно произнесла Талерия Значит ты утверждаешь, что куратор работал во вред империуму? Талерия запротестовала Нет, о нет, ничуть Возможно он и знать не знал, что происходит Бедный глупец, жаль, что я не была так зашорена, как он Тогда ничего из этого не случилось бы Мне хотелось бы услышать все Помедлив, попросил Гара 6. Прошлое, ночь, кабинет куратора Часы, проведенные в кабинете Лонда, вскоре превратились в дни На каждый ордер, которым занималась Талерия, приходилось три неохваченных Объем работы рос, как снежный ком Каждое поручение или инструкция разрастались в многочисленные дополнительные задачи, любая из которых требовала тщательного изучения с ее стороны Талерия думала вслух Файл завершен Отослать и оформить бумажную копию Открыть следующий Она перекусывала, веля служителям приносить перечитающиеся ей порции в комнату, которую она покидала лишь для отправления телесных надобностей Талерия быстро привыкла спать на диване из кожи Грокса, задвинутом в угол кабинета, вместо того, чтобы возвращаться в свое собственное жилище на спальных ярусах В лишенной окон комнате день и ночь становились абстрактными понятиями, и она вскоре потеряла счет времени Файл завершен Она подавилась его Отослать Оформить бумажную копию Следующий Информационная очередь Лонда сильно запаздывала И Талере приходилось стараться изо всех сил, чтобы уложить ее обратно в график Но она прилежно трудилась над этой задачей Зная, что один единственный неправильный ордер мог означать разницу между жизнью и смертью для какого-нибудь далекого мира колонии Поставь не в том месте десятичную запятую, и партия продовольствия так и не придет Или жизненно необходимое подкрепление так и не будет послана Она со вздохом обратилась сама к себе Этому что, не будет конца? Именно тогда, в темные предрассветные часы, она обнаружила первую ненормальность Хм, это не может быть правильным На первый взгляд Талере показалось, что она смотрит на корреляционную ошибку Возможно, на неверные данные, введенные каким-то другим, не столь добросовестным, как она служащим Судное обеспечение, грузовой лихтер с названием «Пастырь Бориалеса» перевозило топливо, чье количество не соответствовало характеру назначенной ему задачи Это была крошечная ошибка, на одну цифру больше перед запятой, чем следовало Легко поправить, и все же Что-то тревожило ум письмоводителя Ошибка не давала Талере покоя Со дня и раздражая, словно порез бумажным листом Повинуясь внезапному порыву, который она не вполне могла объяснить Письмоводитель отложила свою работу и снова поглядела в тот документ Она начала копать глубже Следуя по цепочке разрешений Которые понадобились этим бумагам, чтобы попасть на стол куратору Лонду К ее ужасу, эта ошибка не была единственной, имелось множество других И по мере ее продвижения вглубь, по мере более тщательного изучения, число обнаруженных Талере ненормальностей росло Такое не должно быть возможным Она взвесила вероятность того, что это может быть результатом какой-нибудь программной ошибки Какого-то нарушения в масштабной сети кагитаторных устройств, которая обслуживала работу отдела управления имперским имуществом и монитором Но такая неисправность была бы незамедлительно ликвидирована Обнаруженная коллективом техноадептов, нанятых у механикум именно для таких задач Даже при том, что между национальными государствами Теры и их родичами с Марса До сих пор существовало недоверие Наследие вероломства приверженцев прежнего генерала-фабрикатора Талере не могла поверить, что они столь злонамеренно испортят системы Риги Она отмела эту идею как дурацкую Нет, элементы данных были слишком упорядоченными, чтобы оказаться случайными Слишком аккуратными, чтобы иметь вредоносную природу Ненормальности были указателями, которые остались от изменений Сделанных где-то в глубинах сложного и изменчивого потока информации Изменений, сделанных тайком Кто имеет такую власть? Никто, изумилась она Порученные Талере задачи пошли по боку Она с головой ушла в эту новую проблему То, что на первый взгляд казалось всего лишь горсткой мелких несоответствий Теперь складывалось в упорядоченную схему, которая внушала тревогу Ошибки всегда были в одних и тех же местах Накладные и коносаменты Рекомендации для навигационных маршрутов и разрешения для отправки на свалку Действуя тяжком и тайком под прикрытием повседневной работы администрации Риги Кто-то воспользовался орбитальной платформой, как базой Для широкомасштабной нелегальной операции Корни этого деяния тянулись далеко за пределы Риги, Терры и Солнечной системы Оно затрагивало бесчисленные имперские миры и отличалось коварной хитроумностью Талере обнаружило, что малое количество грузов, предназначенных для ведения войны, куда-то переадресовывались И каждый такой акт был тщательно сокрыт, так чтобы не поднять тревогу Партия оборудования, снаряжение, оружие, даже личный состав и целые суда, которые отсылались впрочь от линий фронта Но куда? Запрос «Поиск информации» произнесла Талере приказным тоном Показать сведения о пункте назначения всех выделенных перевозок По приказу Талере над большим столом куратора Лондо замерцал гололитический дисплей Повещащий перед ней в воздухе призрачной панели пробежал вниз поток информации Она поизучала ее, выискивая какое-нибудь указание касательно конечной точки всех переадресованных поставок Но каждая из них завершалась одним и тем же фрагментом информации Условным названием, которое не было связано ни с чем Одним единственным словом Офрис 7. Ночь. Гигантская верфь Я не знаю планеты с таким названием, пожал плечами Гаре Это потому, что таких нет Я произвела сверку со всем архивом Мониторума Ничего И не существует кораблей, космических станций или орбитальных объектов с таким наименованием Так же, как не имеется крупных городов или планетарных поселений где-нибудь в глубинке Лишь когда я расширила свой поиск так, чтобы он включал исторические документы, я нашла совпадение с этим названием А именно, во фрагментарных библиотеках, уцелевших со времен предшествовавших древней ночи Значит, это таранское слово. Именно так, ответила она. Офрис была горой там, где когда-то были острова древних элинцев. Ее больше не существует. Сейчас она размолота в радиоактивный песок боевыми действиями забытой войны и ходом времени. Упоминание этого названия — единственная неизменная вещь в обнаруженных мной несоответствиях. «Кодовое наименование места, куда посылают это снаряжение», — кивнул серый рыцарь. «Я так предполагаю, но признаться честно, я не знаю, зачем это происходит. Оружие, припасы, люди, корабли — это элементы, которые собирают для создания армии», — письмоводитель Талери, произнес Гара. «Если то, что ты говоришь, и в самом деле так, то это открытие огромной важности». «Да-да, вы понимаете», — обрадовалась Талери. «Не понимаю», — возразил Гара. «Почему ты не донесла эти сведения до твоих коллег или до самой правительницы Риги? И если заговоры впрямь существуют, то почему на сегодняшний день предателем называют тебя, а не автора этой махинации?» «Потому что я не знала, кому доверять. То, что я вам открыла, — это часть грандиозного заговора прямо здесь, в сердце Империума. Я знала, что должна действовать, но у меня были связаны руки. Любой на Риге мог участвовать в этой лжи. Лонг, Келькинот, даже придворные мех лордов. Вы понимаете, перед какой дилеммой я очутилась?» Гара вздохнул. «Я это пережил. Я знаю, что значит столкнуться с предательством у себя дома, среди тех, кого считаешь самыми надежными людьми. Но тем больше причин встать у него на пути. Обман, Талери, гибнет на свету. Его необходимо разоблачать любой ценой. «Обладая я вашим мужеством, мне, может быть, и не составило бы труда быть такой смелой. Но вы уж простите меня за мою слабость. Я обычный человек, и я подвержена ошибкам. Трудно пойти наперекор всем, кого я знаю. Она вздохнула. Я убеждена, что агенты-изменника-воителя Хоруса проникли в департамента Мониторум. Я думаю, что эти агенты занимаются подрывом терранской обороны, оттягивая ключевые средства от тех мест, где они нужнее всего, ослабляя нас перед тем, как начнется вторжение. Ты говоришь о том, что Хорус явится на Теру, так, словно считаешь это неизбежным. А вы нет?» Гарра помолчал и после паузы задал вопрос. «Что ты сделала с добытой тобой информацией? То, что сделал бы любой верный, подданный императорам». 8. Прошлое. День. Офисный комплекс Мониторума. «Письмоводитель Толери, где вы были?» – взъярился Келькинот. «Вам посылали вызов по информационной сети 4 часа тому назад. Вы не ответили. Не то, чтобы это хоть как-то вас касалось, но я спускалась в глубинное книгохранилище», – ответила она. «Мне надо было кое-что проверить. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Я требую, чтобы вы незамедлительно остановились и дали объяснение. То, что я должна сказать, предназначено только для ушей нового куратора». «Он едва успел вступить в здание. Вы не можете просто ввалиться к нему в кабинет и потребовать внимания», – отверг ее предложение Келькинот. «Я бы ожидал, что после вашего провала вы постараетесь не попадаться на глаза». Толери запальчиво возразила. «Что вы мне сказали?» «Вы не выполнили задач, порученных вам центральным управлением. Из-за вас мы отстали от графика. Ордера куратора Лонда так и не доделаны, и вина за это лежит на вас, Толери. Вам было верено с ними поспешить?» «Возникло кое-что поважнее. Поважнее, чем наши документы?» – изумился Келькинот. «Вы бредите?» «У меня нет времени на эту беседу». «Она отодвинула его локтем. Уйдите с моей дороги. Вам повезет, если вас не отправят считать гильзы отстрелянных болтеров в каком-нибудь захолустном мире кузнице еще до конца этого дня», – крикнул он ей вдогонку. «Девять. Прошлое. День. Кабинет куратора. Кто-то работает, безостановочно печатая на клавиатуре. Приемник куратора Лонда разместился в кабинете своего предшественника, и все следы его прежнего обитателя были ликвидированы. Большой рабочий стол, диван, редкие черточки, перевнесенные в это место человеческой рукой – все это исчезло. Сейчас комната была безликой и мрачной, освещаемой лишь тусклым светом гололитического стола. Талери медленно приблизилась, пока ее глаза приспосабливались к полумраку. «Сэр, меня зовут Катана Талери. Я письмоводитель адепт второй категории. Могу я к вам обратиться?» Поначалу новый куратор не отреагировал на ее присутствие. Ей было видно худое, изможденное лицо, выглядывавшее из-под тяжелого капюшона. Глаза были прикованы к призрачной проекции экрана, плавающей между ним и Талери. Она настаивала. «Куратор, я должна поговорить с вами по безотлагательному вопросу. Я обнаружила, что в этом ведомстве ведется преступная деятельность. Измена, сэр». Звук нажимаемых клавиш резко оборвался. «Я... э...» «У меня здесь комплект журналов учета грузов для 8-го и 11-го секторов верфи. И это лишь самые последние примеры. Куратор, складывается впечатление, что кто-то умышленно уводит важные ресурсы, предназначающиеся для ведения войны в некий неизвестный пункт назначения. В этот момент куратор, похоже, впервые обратил на нее внимание. Пощелкивая своей аугметикой, он сосредоточился на словах Талери. Письма водитель, столько дней носившая в себе обнаруженные ей улики, сейчас едва удержалась от того, чтобы не вывалить их все. Ей требовалось с ними поделиться, хотя бы для того, чтобы избавиться от чувства ядовитой паранойи, которым была заражена эта информация. «Я не сообщила это никому другому, сэр. Мои коллеги здесь? Они не находятся вне подозрений». Куратор молчал, впитывая в себя каждое ее слово. Его тонкие пальцы неподвижно зависли в воздухе над клавишной панелью перед ним. Талери подвела итог. «Я не могу обнаружить никакого терминального идентификатора, чтобы проследить эти изменения до их источника. У меня нет никакого способа найти человека или людей, которые за это ответственны. Единственным повторяющимся фактором во всем этом является упоминание места, обозначенного как «Офрис». «Офрис», — произнес куратор. «Да, ни в одном из наших документов нет записей, касающихся этого места. Вам это название что-нибудь говорит, сэр?» «Офрис», — «Офрис», — механическим голосом проскрежетал куратор. «Обрабатываю». «Нет, ничего». «Письма водитель Талери. Не беспокойтесь. Возвращайтесь к вашим обязанностям. Печатание на клавиши возобновилось, словно ничего не случилось. «Постойте!» «Кто?» «Что вы такое?» Она метнулась вперед и, нарушив тончайшую валь галалитического изображения, встала над фигурой за клавишной панелью. Талери протянула руку и стащила капюшон, покрывавший голову куратора. Тот не отпрянул от ее прикосновения, как мог бы сделать нормальный человек. Вместо этого, когда капюшон свалился назад, являя его истинную сущность, он остался спокойно сидеть, продолжая работать над своими задачами. Когда-то он был человеком. Годы или десятилетия тому назад этот куратор был кем-то, обладающим именем, биографией и полноценной личностью. Но сейчас все это было им утрачено, отсечено, как участки его черепа и мозга, которые отсутствовали под капюшоном. На их месте были шестереночные механизмы тонкой работы из латуни и серебра. Их крошечные зубчатые колесики безостановочно вращались в окружении электрических цепей с манимоническими кристаллами и информационными капсулами. Это существо, которое сидело перед Талери, жило и дышало, как она, но осознавало себя не в большей степени, чем тупой терминал-кагитатор, который она использовала для ввода своих ордеров. Приемник куратора Лонда был всего-навсего куклой со стертым разумом, сервитором, которого дергали за ниточки программы с перфокарточных пластин и дистанционные команды. От откуда-то. Взгляд Талери наткнулся на толстые кабели, змеящиеся вниз из гнезд разъемов на цеплячьей шее куратора, и в ней проклюнулся первый росток страха. Провода исчезали под складками его одеяния, снова появляясь вблизи пола. Талери проследила за ними через комнату, по-совидному таращась вглубь теней, пока не добралась до места их окончания в стемной полости. Куратор-сервитор был намертво подключен в сети обмена данными администратума. Такая телесная модификация попахивала скорее культом механикум, чем департаментом-мунитором. И если этот человек, если это существо, было всего лишь марионеткой некоего далекого хозяина, находившегося где-то в другом месте. Талери поглядела в эти тусклые стекляшки глаз, не видя в них никакого узнавания и никакого понимания, и спросила себя, кем был тот, кто смотрел на нее в ответ с той их стороны. «Возвращайтесь к вашим обязанностям», – проскрежетал Куратор. «Да-да, конечно, вы совершенно правы, я уверен, что это ерунда. Просто погрешность округления или что-то в этом роде, нет повода тревожиться. Я поступлю так, как вы сказали. Ей потребовалось приложить все силы, чтобы не развернуться и не броситься оттуда бегом». 10. Прошлое. День. Офисный комплекс муниторума. Выйдя из кабинета Куратора, Талери вдруг осознала, что все до единого письма водители в офисе отрываются от своей работы и поднимают на нее глаза. Некоторые казались безразличными, другие сверлили ее холодными, оценивающими взглядами, в которых была одна только неприязнь. У нее не имелось союзников среди коллег. Она никогда не проявляла охоты водить с ними компанию во внеслужебное время, и это породило настороженное отношение к ней. Прежде Талери было безразлично такое мелочное поведение. Но сейчас, когда она отчаянно нуждалась в поддержке, она знала, что ее не будет. А затем на дальней стороне комнаты она заметила Келькинода. Талери не могла разобрать его слов, но он оживленно переговаривался с манипулой громоздких андроидов, четверка которых возвышалась над ним. Каждая из машин была украшена сложной эмблематикой, некой разновидностью двоичной геральдической символики, которую Талери не могла прочесть. Она знала лишь то, что эти символы обозначали их как бойцовую челюсть, принадлежащую самой повелительнице Риги, правительнице парящего города-государства и отпрыску легио-кибернетика. На этой орбитальной платформе киборги-правительницы играли роль правоохранительных сил. Они представляли собой упрощенную версию ее войсковых талаксов в самой базовой их конфигурации. Они без устали патрулировали городские улицы, сурово и догматично верша правосудия над любыми преступниками, которым доставало невезение привлечь их внимание. У Талери упало сердце, когда Келькинот произнес ее имя и обернулся в ее сторону. Он указал рукой, и вся четверка киборгов дружно уставилась на нее. Блестящие лица машин были безлики и абсолютно лишены эмоций. «Котан Аталери», — произнес талакс механическим голосом, — «сохраняй неподвижность, ты обязан следовать закону, установленным властью Империума Человечества». Нет, тут наверняка какая-то ошибка. Если киборг и слышал ее слова, он не подал виду. Вместо этого он и его товарищи двинулись через комнату тесной колонны, поднимая железные руки, чтобы продемонстрировать захватные когти и зевы электростайнеров». Она попятилась. Это было чисто рефлекторное действие. Ее мысли неслись скачь. Не так ли Лонд встретил свой конец от рук этих машин? Не сказала ли она слишком много, сдуру выболтав то, что узнала, тем самым силам, которые пытались это скрыть? У Талери вдруг возникло очень явственное ощущение, что если она сдастся киборгам, то распрощается со своей жизнью. Она была добропорядочной гражданкой, верной подданной своего возлюбленного императора. И сверх того. Но в этот день она подняла голову и обнаружила себя в центре водоворота недоверия. Если она исчезнет, то никто не узнает про Офрис и про пропавшие корабли, про хищение военного имущества. Этому никак нельзя позволить случиться. «Котана Талери, сохраняй неподвижность», — повторил Талакс. «Простите, не могу пойти на этот риск». Машина уже почти дошла до нее, когда письмоводитель резко пришла в движение. Она дернулась прочь от хватательного жеста когтей и едва не столкнулась со слюнявым сервитором, который толкал колесный лоток, нагруженный тяжелыми бухгалтерскими книгами и информационными планшетами. Среагировав на бессознательном уровне, Талери схватила сервитора за плечи и силой пихнула его к талаксам. Толстые книги и стеклянные планшеты опрокинулись с лотка и лавиной рассыпались вокруг механических солдат, на какой-то миг задержав их продвижение. Талери воспользовалась неразберихой, чтобы рвануться в коридор. Киборги открыли огонь, и воздух озарился энергетическими импульсами. Талери услышала сдавленный крик. Один из служащих оказался слишком медлительным, не успев убраться с дороги. И она увидела, как он волчком летит на пол, корчась от прошившего его разряда, который предназначался ей. «Не сопротивляйся аресту! Талери, что ты наделала!» – раздался издалека голос Келькинода. 11. Прошлое. День. Коридор офисного комплекса Мониторума. Она вылетела в коридор, и во весь опор понеслась к шахте транспортера, на дальнем его конце, рисуя в уме свой будущий маршрут. Транспортер доставит ее вниз, через всю протяженность башни Мониторума, до подземных уровней. Оттуда-то Лери сможет затеряться в людской толчее, обретя безопасность в многочисленности толпы. Ей нужно будет искать способ выбраться с Риги, возможно, челноком или грузовой боржой. Ее план в мгновение ока рассыпался прахом, когда из-за дальнего угла вывернула вторая манипула киборгов и заняла позицию прямо перед шахтой транспортера. «Трон и кровь нет!» – отчаянно произнесла Талери. Она попала в ловушку, ей отрезали путь к спасению, а первая группа машин уже наступала ей на пятки. «Сохраняй неподвижность!» – прокрепел Талакс. «Не сопротивляйся!» Талери в отчаянии оглянулась. Она выбрала для себя этот курс действий, и она не могла от него отступить. Она знала, что машины ни за что не станут слушать ее объяснения. Теперь они считали ее склонной к побегу. И ей повезет, если ее не пристрелят прямо на месте. Мятеж воителя перевел Теру на военное положение, и с этой перемены пришли другие, более зловещие и отталкивающие. Черная тень, отброшенная отступником, обуславливалась не просто боязнью Хоруса и того, что он может сотворить, но также и страхом перед его отцом-императором. Империум закручивал гайки для своих граждан, поскольку людям мерещилась измена в каждом темном углу, и они были правы. На Риге имелись изменники, и им требовалась Катана Талери. «Я не сдамся!» – она собралась, подавив зарождающуюся панику. В считанных метрах от нее в коридор вливался свет. Идущий сквозь высокое окно из разноцветного гласейка, изображавшего усердные труды фермеров на полях какой-то аграрной планеты. Талери без колебаний ухватилась за край короткой скамьи, стоявшей вдоль стены. Взвалила ее вверх тормашками на плечо и поволокла к стеклу. После удара стекло разлетелось в дребезги. «Остановись!» – продолжал бубнить Талакс. «Ты обязан следовать закону!» «Остановись немедленно!» Игнорируя приказы машины, письмоводитель вскочила на оконную раму, и через битые панели остекления вылезла на карниз, куда громоздкий киборг не мог тотчас же за ней последовать. 12. Прошлое. День. Наружная часть офисного комплекса «Мониторум» высоко над городскими улицами. Дует ветер. Мимо несутся летательные аппараты. Она никогда не задумывалась всерьез, насколько высокой была башня, пока не настал настоящий момент, когда она взглянула на многолюдие улицы далеко внизу. Грузовые машины и более мелкие конвертопланы прокладывали себе маршруты вокруг здания и окрестных жилых блоков. Она закричала мчащемуся мимо пассажирскому Ялику и попыталась его остановить, замахав рукой пилоту. «Эй вы, помогите!» Ялик не стал разворачиваться обратно. Если Талери в ближайшее время не покинет карниз, ее преследователи найдут способ выбраться вслед за ней. Но ведь кто-нибудь непременно придет к ней на помощь. Казалось, чуть ли не весь город несся на своих летательных аппаратах всего в нескольких метрах от нее. Так неужели все они ее проигнорируют? Неужто все до единого на Риге боялись поднять голову и, завидя несправедливость, бросить ей вызов? Неужто все они были слишком напуганы, чтобы вмешаться? Раздался звук ломающегося камня и голос Талакса через стену. «Тебе не уйти!» Проявив безупречную логику, неугомонные машины выбрали наиболее прямолинейный подход к захвату Талери. Трансформировав свои когти в бронированные кулаки, Талаксы занялись проламыванием дыры в стене башни, зарегистрировав письма водителя через каменную кладку своими тепловизорами. Появившаяся из пробоины толстая пластиловая рука вцепилась в одежды Талери, ухватившись за ткань. Письма водитель вскрикнула и попыталась вырваться на свободу. «Пусти меня!» прокричала она, вырываясь. «Не сопротивляйся!» «Нет, нет!» Она уже видела, что происходит, и знала, что ничего не сможет сделать, чтобы этому помешать. Каменный карниз под ее ногами треснул и отломился. Ее одежды начали рваться под действием потащившего ее вниз тяготения. Какую-то тошнотворную секунду она висела на остатках своего капюшона, а затем упала вниз. «Не-е-е-е-ет!» Ее крик заглушил рев тяжелого грузового флайера, пролетевшего мимо башни. Тринадцать. Ночь. Гигантская верфь. Гарра смотрел на нее внимательным взглядом, в котором не было ни капли тепла или сострадания. «Ты должна быть мертва!» «Я так думала», — ответила Талери. «Но там был грузовой флайер. Он пролетел подо мной, и я стукнулась об него, когда впадала. Я вцепилась в него изо всех сил. Я выжила. Император защищает». «Это так, к счастью для тебя. Ты сделала наихудший выбор из всех возможных. Окно было глупым решением. Куда ты вообще надеялась уйти? О чем ты думала?» «Я была перепугана. Я реагировала инстинктивно. Я говорила вам прежде, милорд. Я всего лишь несовершенный человек. Не боец, как вы. Все это для меня в новинку. Это уж точно. Твои решения были не безупречными. Их было просто предсказать. Вот почему мне удалось выследить тебя с такой легкостью. Считай себя счастливицей, что механическим солдатам легио-кибернетика не достает подобной проницательности. Если бы они могли думать, а не просто реагировать, ты очутилась бы у них в когтях уже несколько дней тому назад». Он нахмурился. Эта женщина представляла собой осложнения того рода, каких ему хотелось избежать. Но с каждым проходящим мигом он все яснее осознавал, что у дилеммы Талери нет простого разрешения. «Возможно», — предположила Талери, «это было предопределено. Это судьба». Я думал то же самое в былые дни. Я слышала, как по информационной сети оглашали ордер на мое имя. На меня навесили ярлык предательницы. Мои собственные коллеги обращаются против меня. Этот крещеныш Телькинот и все остальные. Все они верят, что я виновна в измене моей планете и моему императору. Но ничто не может быть так далеко от истины. Вы мне верите?» Вопрос застиг Гара врасплох. Он едва удержался, чтобы не кивнуть в знак согласия, и отвел глаза. «Во что я верю? Присутствие здесь лжи. И предательница ты или нет, но ты с ней тесно связана, письма водитель. Если вы вернете меня властям, то меня казнят», скорбно произнесла Талери. «Если в этом участвует повелительница Риги, она захочет заткнуть мне рот. А если нет, то те, кто дергал за ниточки, дирижируя событиями до сих пор, сделает это и с ней тоже. Никому нельзя доверять». «И все же ты доверила мне то, что знаешь, чтобы заставить меня удержать мою руку», удивился Гара. «Откуда ты знаешь, что я в этом не участвую? Потому что вы никогда не позволили бы мне заговорить. Этот ваш здоровенный клинок снял бы мне голову с плеч». Гара поднял вверх свое оружие, оторвав его кончик от стального настила. «Этот клинок зовут Либертас. У этого имени много значений, и одно из них – истина. И я верю, что именно это ты мне и сообщила. Ты знаешь, кто я такой? Чем я занимаюсь? Вы – один из ангелов смерти Императора, космодесантник. Хотя, признаться, я не узнаю расцветку ваших доспехов. Из какого вы легиона? У меня нет братьев», – ответил Гара. «Больше нет. Мой отчий легион погряз в бесчестии, и мне дали новую жизнь во исполнение более важной службы. У меня новое назначение. Я служу ведущим агентом. Агент Япримус у Малкадора Сигелита, лорда регента Теры. Я веду для него охоту, письмоводитель, разыскиваю сходных по духу воинов, а также выслеживаю и уничтожаю шпионов-воителя. И вы поэтому находитесь здесь, в этом городе? Вас послали оборвать мою жизнь?» Гара проигнорировал этот вопрос. Он находился на орбитальной платформе Рига по своим личным причинам, и у него не было желания рассказывать о них кому-либо еще. «Я заинтересовался охотой за тобой, когда услышал тот ордер по информационной сети. Мое присутствие здесь является тайной, даже для Малкадора. Сигелит всевидящий», – покачала головой Талери. «Ему хотелось бы, чтобы мы так думали. Но я успел узнать, что есть множество местечек, куда не падает его взгляд». Гара убрал свой клинок. Он изучал взглядом худенькую и непритязательную женщину. Ее история об этом пропавшем военном имуществе и о коварном обращении имперской мощи против самой себя – во всем этом звучали знакомые нотки. Еще один случай измены, наподобие описанного Талери, произошел несколькими годами ранее, когда Хорус дал отмашку своему кровавому мятежу. Силы предателей похитили с верфи Юпитера циклопический военный корабль «Ярость бездны». Эта грандиозная плошность имперской системы безопасности была кульминационным моментом тайного заговора, который со всей точностью продемонстрировал, насколько уязвима солнечная система для шпионской сети воителя. Несмотря на последовавшие за этим чистки и погромы, было ясно, что близ тронного мира по-прежнему есть затаившиеся предатели. Не дальше, чем Рига, следовало полагать. Но имелась и другая причина, по которой Гара позволил Талери жить. Не только для того, чтобы услышать ее рассказ. Его взгляд снова притянула золотая аквила на ее запястье. «Я знаю, кто ты такая, Катана Талери. Я знаю, во что ты веруешь». «Что вы имеете в виду?» испугалась Талери. «Это подвеска, которую ты носишь. Это тайный знак культа Бога Императора. Вы верите, что Повелитель Человечества представляет собой нечто большее, чем утверждает он сам. Вы считаете его живым божеством, достойным вашего поклонения, при том, что он этого не велит. «Ваша церковь и ваша вера запрещены имперской истиной». Она медленно кивнула, не отрывая глаз от земли. «Это так. Я верю в него. Если я еще жива, то это по его милости. Это обязано быть так. И со вздохом закончила. Вы считаете меня дурой за то, что я это признаю». Гара грустно улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Тогда я тоже дурак. Я выучил кровью и огнем, что вера единственное, что по-настоящему неприходящее. Император защищает Талери. Если это ложь, тогда в этой войне нет никакого смысла. И я этого не приму. Поднимайся на ноги, письмоводитель. Нам нельзя здесь оставаться. Беспилотники вернутся». С гражданкой на прицепе Гара уже не мог позволить себе такую роскошь, как использование обманного балахона для сокрытия своих передвижений. Маскировочная накидка сложилась назад поверх его боевой экипировки, а он взамен вернулся к более примитивной тактике, держась в гуще теней на их столере пути через верх. Письмоводитель к ее чести оказалась способной ученицей. Она делала все возможное, чтобы как можно лучше копировать движение Гара, ступая за ним вслед-след и держась на почтительном расстоянии от всего, что могло привлечь к ним внимание. Она не приставала к нему с расспросами, и это говорило о ее характере. Его генетически усовершенствованные чувства улавливали запах пота на ее коже и звук ее торопливого дыхания, и он понимал, что рука об руку с ней шел ужас. Он мог представить, что один лишь страх смерти стоял выше боязни его самого. Обычные люди гражданского населения Империума, такие как Катана Талери, были с рождения приучены, что легионеры Астартес являются самой войной воплоти, сынами битвы, которых надлежит почитать и страшиться. Иногда Гара и его сородище упускали это из виду. Он обернулся и кивнул ей, надеясь, что сумел выразить этим свое одобрение. Но было сложно сказать, восприняла ли она этот жест именно так. Гара хотелось объяснить ей, что они были не такими уж разными, воин и письмоводитель, оба ставшие жертвами предательства, каждый на свой лад. Его тоже когда-то назвали изменником людей, не видевшие дальше собственного носа. И он знал всю жгучесть этого обвинения. Даже если все остальное в Талере оставалось для него загадкой, уж это-то он понимал. Сюда, шепотом позвал Гара. Куда мы идем, милорд? Собираемся найти? С решетчатых ферм над их головами нежданно-негаданно ударили яркие лучи, заливая пол резким светом. Гара с шипением втянул воздух, когда его аугментированные глаза приспособились к слепящему освещению. Талере же, не имевшая подобного генетического усовершенствования, отшатнулась назад, заслоняя лицо руками. «Сохраняй неподвижность!» – раздался голос Талакса. «Тебя обнаружили!» «Не пытайся бежать!» Гара проклял их невезение. Он ставил на то, что если они пойдут назад по своим следам, это поможет им проскользнуть через патрульные линии Талаксов. Но, как видно, эти машины были не такими тупоголовыми, как он надеялся. «Сколько же этих штук они послали!» – пробормотал под нос Гара. «И все это только ради бухгалтерши!» Сквозь резкий прожекторный свет тенями проступили силуэты громоздких металлических фигур. И он различил очертания электростайнеров и шоковых булав. Один такой киборг не смог бы с ним тягаться, будучи незамедлительно изрубленным в капусту острием его меча. Но к ним спускалась полная когорта этих машин. И с учетом необходимости обеспечивать безопасность Талери, соотношение сил в любой схватке сместится не в пользу Гара. Он решил ждать, держа руки подле рукояти меча и болт пистолета, убранного в кабуру на его бедре. «Они нас убьют!» – произнесла Талери дрожащим голосом. «Я этого не допущу! Не лезь вперед!» «Твое присутствие в этом секторе не санкционировано!» – вынес вердикт Талакс. «Назови себя!» «Я боевой капитан Натаниэль Гара, ведущий агент Регента Терры. Своей властью приказываю вам опустить оружие. Твоя власть не признается. Уйди с дороги. Передай письма водителя нам под стражу». «Ты отказываешься подчиняться воле лорда Малкадора?» – изумился Гара. Он легонько постучал по одинокому знаку, который таился на наплеснике его во всех остальных отношениях безликой брони. Символу, который означал, что он действует с официальной санкцией Сиделита. «Ты знаешь, что это значит, машина?» «Отбой!» «Я приказываю!» «Приказ отклонен!» «Ликвидация объекта перекрывает все прочие полномочия!» «Мы повинуемся только повелительнице Риги!» Не такого ответа ожидал Гара, и он ощутил, как напрягается Талери за его спиной. Говорить таким образом с уполномоченным Регента не осмелился бы ни один человек. Даже если, как в случае Гара в данный момент, он действовал не по приказам Сиделита. Но повелители орбитальной платформы Рига уже перестали быть обычными людьми», напомнил он себе. Среди парящих городов, которые дрейфовали над поверхностью Терры, Рига была уникальна тем, что здесь правили мех лорды в изгнании. Этот дар был пожалованным после того, как их новый повелитель, генерал-фабрикатор Кейн, бежал от падения Марса. Как следствие этих событий, определенные дома Легио Кибернетика, сохранившие свою верность, вошли в милость при имперском дворе, и Рига стала наградой за их постоянство. Гара не был посвящен в расчеты, стоявшие за подобными политическими ходами, и знать о них не желал. Для него это означало лишь то, что у него на пути стояли бесстрастные механические патрульные, а не арбитры из плоти и крови, которых ему было бы легче запугать. В письмоводитель Толере объявлено «Excommunicated Traitoris». Расплата за это – ее жизнь. Уйди с дороги. Я отказываюсь. Она находится под моей защитой. Тогда ты будешь переквалифицирован в соучастника ее преступлений, и с тобой обойдутся согласны. Талакс не договорил. Меч Гара в мгновение ока покинул ножны на его спине и прочертил в воздухе мерцающую дугу, которая завершилась ударом, смахнувшим голову механическому солдату. «Письмоводитель, ищи укрытие». Вторая его рука вскинула болт-пистолет и с близкого расстояния выстрелила в другого Талакса, прежде чем тот успел зарядить свой электростаннер. «Атаковать!» «Схватить!» В разнобой завопили Талаксы. «Уничтожить!» «Атаковать!» «Схватить!» «Уничтожить!» Гара ринулся в схватку, позволяя себе раствориться в привычной атмосфере битвы. Ему не требовалось сдерживать свои удары в бою с этими машинами, как он мог бы сделать, если бы его противниками были люди. Его губы презрительно скривились, когда он начал расчленять этих искусственных созданий стремительными взмахами меча, мощными и смертоносными. Сокрушительный удар за сокрушительным ударом, меткий выстрел за метким выстрелом. Гара сражался с маленькой армией машин. Он преподавал им урок, что сверхчеловеческая плоть и кости могут быть ничуть не менее неподатливыми, чем пласталь с латунью. Толерия в ошеломлении и благоговейном страхе наблюдала за тем, как сражается легионер. Гара расчленял механических солдат кибернетика свирепыми точными взмахами, с непоколебимой стойкостью перенося удары их шоковых булав и тесняя их назад. Настил под его ногами стал темным от пролитого масла и жидкости органического процессора. Отсеченные механические конечности дергались на полу, делая слепые хватательные движения, пока по их системам все еще текла энергия. Воин в серых доспехах уничтожил еще одного киборга выстрелом в упор, разметав по воздуху металлические осколки. Гара прорубил брешь в шеренге машин, и когда он рискнул бросить взгляд в сторону Толерии, та инстинктивно поняла, что ей следует делать дальше. «Письмоводитель, беги!» прокричал Гара. Она рванула с места, очертя голову, ощущая укол вины. Странная реакция по отношению к тому, кто еще недавно был на грани того, чтобы ее казнить. Но этим поступком и своим желанием позволить ей высказаться, Гара доказал, что он хороший человек, готовый ее защищать, готовый в нее поверить. С того дня, как кто-то верил в кота на Толерии, прошло так много времени, что она едва опознала это ощущение. «Идемте же!» «Они вызовут подкрепление!» Она полуобернулась на бегу, и судорожный вдох застрял у нее в горле. Стремительные смертоносные машины сплотили все свои силы и дружно атаковали легионера. «Не оглядывайся!» Механические солдаты синхронно открыли огонь, и в Гара со всех сторон ударил залп шоковых разрядов. Их ослепительно яркие молнии змеились по его броне и впивались в его плоть. Боль, которая прикончила бы десяток обычных людей, вырвала из глотки воина мучительный стон. И он споткнулся, припадая на колено и изо всех сил стараясь не потерять сознание. Ну, или так думал о Талере. Испустив могучий рев, Гара принял мучение и выдержал их. Он снова поднялся, игнорируя сверкающие сетки голубых разрядов. Его меч, сияя в резком свете прожекторов, пошел по кругу ослепительной дугой смертоносной стали. К Талере пришло понимание. Гара позволил машинам приблизиться, завлекая их к себе, так, чтобы он мог завершить эту схватку одним идеальным ударом. Меч прошел через шеи оставшихся талаксов, обезглавливая их одного за другим. Его клинок сверкнул, заканчивая бой в одно ошеломляющее мгновение. Все как говорят. Ваш род есть молот императора, произнесла Талере. Вы инструмент проявления воли его. Можно и так на это смотреть. Я велел тебе бежать и не останавливаться. Если бы меня победили, это казалось маловероятным исходом, перебила Талере. Я не непобедим, как никто на свете. Даже император, чтобы мы о нем не могли думать. После паузы Талере произнесла. Кажется, повелительница Риги хочет моей смерти. Возможно, но машину можно заставить думать все, что ты ей скажешь. Она обладает лишь той верностью, на которую запрограммирована. Здесь могут действовать другие источники влияния. Кто бы за этим не стоял, теперь они явятся по душу нас обоих. Несомненно, вздохнул Гара. Так это ложится на нас с тобой. Мы должны доискаться до истины. Я не знаю, откуда начать. Какой бы ответ не собирался дать воин, его неожиданно заглушил ураганный шум реактивных двигателей, обрушившийся на них сверху. «Беспилотник, берегись!» закричала Талере. Похожий на хищную птицу, беспилотный летательный аппарат завис над ними, загибающимися вниз крыльями и бьющим со шквальной силой выбросом маневровых двигателей. Тяжелые баллистические пушки, достаточно мощные, чтобы пробить корпус стандартного танка, развернулись, наводясь на них. Талере встретилась взглядом с пустыми сенсорными глазами хищника с машинным разумом, подготавливающегося к поражению цели. «Мой пистолет пуст!» прокричал Гара, перекрывая шум двигателей. «Письма водитель за мою спину!» «Цели обнаружены!» прокаркал беспилотник. «Уничтожить!» Часть вторая Один Ночь Гигантская верфь Гара, вызывающий, ухмыльнулся беспилотнику, грозя ему своим мечом. «Я не паду в этом месте от рук какой-то заводной птички. Ну давай, попробуй меня убить, если посмеешь». Но прежде чем машина успела открыть огонь, письмоводитель выбежала на открытое пространство и ринулась прямо к беспилотнику. «Талере нет!» заорал Гара. «Захват главной цели произведен», произнесла машина. Гара решил было, что женщина делает какой-то отважный самоубийственный жест, добровольно ставя себя под угрозу, чтобы уберечь его от стрельбы. Но затем он увидел, как Талере вскидывает руки и обращается непосредственно к подергивающейся сенсорной головке беспилотника. Она выкрикивала ей «Слушай меня!» Директива командного ввода «Офицао сенсорум омни спинталия». К удивлению легионера, машинный мост беспилотника и в самом деле заколебался. «Во имя Теры что?» удивился Гара. «Переопределить!» кричал от Алере. «001 1-1-0-1 1-0-0 1-0-1 1-0-1-0 0-1-0-1 0-0-1 Директива принята. Возвращаюсь в ангар 4.8. Столь же внезапно, как и обрушился на них, беспилотник унесся в небо, не сделав ни единого выстрела. Сработало! Слава императору! Это и в самом деле сработало! Что ты сделала?» Гара был поражен. Эти слова, которые ты произнесла, это был код механикум. Примитивная форма бинарного языка для готика, да. Я использовала команду департамента для перехвата управления, чтобы убедить беспилотник в том, что его орудием требуется восстановить боезапас. В этот самый момент он направляется обратно в ангар. Машину можно заставить думать все, что ты ей скажешь. Разве не так вы говорили? Нужно только знать, как с ней разговаривать, конечно же. Ты что, не могла сделать то же самое с механическими солдатами? Разные механоиды имеют разные командные протоколы, возразила Талери. Я помню относящиеся к боевым беспилотникам из приложения в файлах куратора Лонда. Я запоминаю все, что вижу. Казалось целесообразным пойти на такой риск. Тебя, похоже, так и тянет искушать судьбу. Тебя могли убить. Талери судорожно втянула воздух, и Гара увидел, как она побледнела, когда схлынул адреналин. Это произошло бы в любом случае, и после паузы продолжила. Нам нужно идти, на место этого беспилотника прилетят другие, и моя уловка не сработает дважды. Есть такое место, куда вы могли бы меня отослать? Под какую-нибудь защиту. Если вы агент Малкадора, то он, вероятно, сможет обеспечить мою безопасность до тех пор, пока все это не выйдет наружу. Покрытое шрамами лицо Гара непроизвольно скривилось в мрачной гримасе. Его присутствие на Риге было несанкционированным, и ему не хотелось гадать о том, что может случиться, если он доведет это до сведения Сигелита. Малкадор был не из тех, кто с легкостью спускает неповиновение, как уже успели узнать другие на своем горьком опыте. Он отрицательно покачал головой. Как бы мне этого не хотелось, этот вариант пока что невозможен. Обстоятельства таковы, письма водитель, что мы должны оставаться вместе. Если я собираюсь пробиваться сквозь ложь, окружающую этот заговор, мне потребуется твоя идеальная память. Мы должны найти Офрис и узнать его секреты. Гарра показалась, что Талери может ему воспротивиться, но затем она неохотно кивнула. Моя жизнь в ваших руках, милорд, как было все это время. Два. Они без дальнейших происшествий добрались до второстепенного причального кольца, под краем орбитальной платформы. Под башнями, которые сталактитами вытягивались из нища парящего мегаполиса, были лишь воздушные просторы, дотронный мир далеко внизу. В межбашенных промежутках располагались отсеки, где ожидали новых приказов, раненые на войне суда. Для многих из этих некогда величайших кораблей, тяжко искалеченных в битве с предателями, единственной ожидающей их судьбой была пасть судоразделочной верфи. Один такой корабль, маленький корвет, который прежде служил в оборонительных флотилиях, вылетевших с Проксимы Центавра, стоял на якоре невдалеке, готовясь в последний раз спуститься в путь. В маленьком диспетчерском отсеке внутри одной из башен работал одинокий сервитор, гоняя причальные системы по нескончаемому монотонному кругу прилетов и отлетов. Готов к стыковке Барматалон. Приготовиться. Открылся люк и появился Гарас Талери. Это закрытая зона, произнес причальный сервитор. Гарас игнорируя сервитора. Удостоверься, что это то, что нам нужно. Хорошо, сказала Талери, приступая к работе и щелкая клавишами. Стоять! Назовитесь! Сервитор упорствовал. Посмотри на маркировку на моей броне сервитор. Признай полномочия. А если нет, последняя ваша попытка не сработала, предостерегла Талери. Тогда для нашего пустоголового друга ничем хорошим это не кончится. Подневольный работник замялся. Он разглядывал знак Малкадора, пощелкивая оптикой с рубиновыми линзами. Знак Сигелита. Давай-ка я проясню этот вопрос. Или ты мне подчинишься, или я завершу твое жалкое существование. Понятно, милорд. Он быстро учится, обрадовалась Талери. Это то самое судно, Гара, списанный в утиль корабль-мертвец с таким же регистрационным номером, что я видела в тайных файлах. Записи указывают, что он направляется на металлоломный завод на спутниках Юпитера. Сервитор, куда эта корыта направляется на самом деле? Требовательно спросил Гара. Точный пункт назначения неизвестен. Где находится Офрис? При упоминании кодового названия сервитор начал подергиваться, точно жертва паралича. Неизвестно, неизвестно, не могу ответить, данные удалены. Стоп! Остановило его мучение Талере. Должно быть мнемонический блок. Он не знает этого слова, поскольку не может его знать. Из его головы выжгли все упоминания об Офрис. Там внутри не найти ничего, даже Псайкеру. Как скоро эту руину отсюда спровадят? Отбытие произойдет через десять минут. Времени мало, нам следует пошевеливаться. Три Внимание тех немногих охранников, что присматривали за стыковочным отсеком, было направлено куда-то в другую сторону, позволив Гарре и Талере быстренько пробраться на борт корабля мертвеца. Письмоводитель лезла из кожи вон, чтобы поспевать за легионером, но она начинала выбиваться из сил. Воин нахмурился, удерживая открытым широкий шлюзовой люк, так, чтобы она могла войти. Поспеши, через считанные секунды корабль запустит двигатели. Надеюсь, вы знаете, что делаете, милорд, склонила голову Талере. У тебя есть вера в императора, Талере. Даруй и мне Толику того же самого. Мне не в новинку действия такого рода. Я никогда не бывала на верхах Юпитера. Если уж совсем честно, то я никогда в жизни не покидала орбиты Терры. Гарра покачал головой. Мне сомнительно, что нашим пунктом назначения станет Юпитер. Офрис может находиться в любой точке внутри пределов досягаемости двигателей этого корабля. Талере остановилась и бросила на Гарра встревоженный взгляд. Но если мы отправимся в Варп, мы можем провести в пути не один день, месяц, или дольше, подтвердил Гарра. Но сейчас нам уже не свернуть с этого пути. Полыхая маневровыми двигателями, корабль-мертвец отделился от Риги и отправился в путь. Не прошло и нескольких минут, как он вырвался из поля тяготения Терры, поднявшись за пределы атмосферы. Он развернулся, направляя свой покалеченный нос к звездам. Скорость росла, заставляя дрожать палубу у них под ногами. Тусклые лампы над их головами начали мигать от оттока энергии, отводимой для обслуживания более важных систем. Начал во дворя целлютый холод. На металлических стенах образовалась корка иния, а их дыхание распушилось струйками белого пара. Талери закашлялась. Холод, откуда он? Я этого ожидал. Мы на борту корабля-призрака, письмоводитель. Здесь нет человеческого экипажа, который заслужил бы хоть какого-то упоминания. Лишь кагитаторы да сервиторы, нужные для управления этим судном. Все остальные палубы пусты, поэтому здесь внизу не требуется жизнеобеспечение. Кислород, вода, как именно я, по-вашему, переживу путешествие без этих вещей, удивилась она. Я слышала, что космодесантники могут выдержать даже вакуум глубокого космоса, но я не такая одаренная. Воин махнул рукой вдоль коридора, указывая на боковой отсек поодаль от них и поманил за собой Талери. Я провел тебя по всему этому пути не для того, чтобы позволить тебе задохнуться или погибнуть голодной смертью. Ты права в том, что моя генетически усовершенствованная физиология позволяет мне проживать длительные периоды времени в состоянии приостановленной жизнедеятельности. Десятки лет, если потребуется. У меня есть схожая идея на твой счет. Четыре. Завидев десятки стеклянных капсул размером с гроб, которые объявили струйки газов, охлажденных до отрицательных температур, письмоводитель резко остановилась. Стазисные капсулы. «Вы собираетесь погрузить меня в спячку? Я буду стоять на страже, пока ты спишь». «Нет, не могу», запротестовала Талери. «А если я не проснусь?» «Атмосфера в этой части корабля вскоре разрядится настолько, что ты не сможешь дышать. Мне доводилось видеть людей, погибших такой смертью, и этот конец не из легких. Ты должна выжить, я нуждаюсь в тебе, чтобы мы могли завершить то, что начали». «Все это для меня чересчур, ей просто было страшно». «Я в это не верю, ты храбрее, чем ты думаешь. Ты без страха встала перед этим беспилотником». «О, еще с каким страхом, милор», произнесла Талери со смешком. «Ты будешь в безопасности, даю слово». Гарра было известно, как управляться с подобными стазисными устройствами. Он вспомнил это благодаря давним курсам гипногогического обучения, полученного им в бытность легионерам-новобранцам. Сведения, заложенные в него целую жизнь тому назад, когда он был новообращенным гвардейцем смерти. Сейчас всплыли обратно, и он принялся за дело, приводя систему в рабочее состояние. Гарра знал, что если он позволит Талерии размышлять над ситуацией, в которую она угодила, то это быстро подточит ее решимость. Ему требовалось удержать ее внимание на чем-то другом. «Хотелось бы мне знать, письмоводитель, как ты пришла к пониманию божественности императора? Почему ты думаешь, что он – бог среди человеческих существ? Я не одиноко в такой вере, даже если это не угодно лордам Терры, даже если он сам чурается нашей имперской истиной. Идет время, и наши ряды растут. Нас множество, тех, кто разделяет истинное прозрение, тех, кто принял веру. Ты не ответила на мой вопрос, заметил Гарра. Талерия вздохнула. Я прочла книгу, она называется «Лектицио дивинитатус». Примитивная вещица, напечатанная на настоящей бумаге, если можете в такое поверить. Ее тайно передал мне друг, сейчас уже давно как мертвый. То, что в ней было написано, все, что я могу вам сказать, оно отозвалось в моей душе. Я не могу внятно объяснить, каким образом. Но я ощущала себя так, словно была слепой всю свою жизнь. И только в тот момент научилась видеть. Это звучит иррационально, когда я произношу это вслух. Для некоторых, возможно, Гарра покачал головой, не для меня. В легионах поклоняются императору, Талари дрожала от холода. Вы все-таки сыны его сынов, примархов. Мы ему повинуемся, но считается неподобающим видеть в императоре божественное существо. Письмоводитель смотрела на него внимательным, изучающим взглядом. У вас другое мнение. Гарра прекратил свою работу. Мне тоже сложно облечь это в слова. Мне доводилось повидать ужасы письмоводитель Талери. Пылающие планеты, чудовища, братья, идущие на братья, смерть и война. Все, что я сберег, пройдя через это безумие, это моя несломленная вера. Во что, удивилась Талери, в него. Я верю, что он меня для чего-то сохранил. Он счел, что у меня есть предназначение. Тогда я вам завидую. После того, через что я прошла за прошедшие дни, моя убежденность подверглась суровому испытанию. Взгляд Гара стал отрешенным, погруженным в глубины собственной души. Ты не одинока. Таков характер этой войны. Я прибыл на Ригу, поскольку искал ответы. До этой минуты я не говорил об этом никому другому. Вы искали святую Кииллер, да? Талери продолжала дрожать от холода. Ты о ней знаешь? Удивился серый рыцарь. Как же иначе? Говорят, она дарует просветление каждым словом, слетающим с ее губ. Но я никогда ее не видела. Ходят слухи, что святая странствует от станции к станции, никогда не отдаляясь от Теры. Вы прибыли на Ригу в надежде, что она будет здесь. Я ошибался. Эуфратия Кииллер когда-то помогла мне обрести ясность взгляда. Я надеялся, что она может сделать это снова. Какое-то время тому назад, сейчас казавшееся вечностью, Гара повел команду беглецов на борту корабля Эйзенштейн в отчаянный полет, чтобы бежать от предательства Хоруса в системе Истван. Кииллер была с ними в том судьбоносном путешествии и по пути Гара выяснил, что содеянная воителем изменила ее точно так же, как и его самого. Кииллер стала тем, кого за неимением лучшего слова можно было назвать пророком, а он стал верующим. Воздух становится разреженнее, произнесла Талери, замерзая и хватая воздух ртом. Тяжело дышать. Сюда. Залезай внутрь капсулы. Она будет хранить тебя все время полета. Женщина опасливо прошла вперед и устроилась в мягком внутреннем отделении капсулы. Я снова доверяю вам свою жизнь во имя святой и императора. Ты не ошиблась со своей верой. Как и вы, подобно мужеству, чей источник лежит внутри, а не в речах других. Она смеялась, пока закрывалась крышка. Я прочла это в книг. Гара смотрел, как стадисная капсула вбирает хрупкую жизнь Талери и не дает ей уйти. Подвергнутая мгновенной заморозки письмоводитель сможет пережить все то время, которое понадобится им, чтобы достичь Офриса, где бы это не могло быть. Спи, кота Наталери, я буду стоять на страже. Глубокий вакуум межпланетного пространства. Терра уплыла в бездонную тьму и корабль-призрак продолжал свой дерзкий ваяж в одиночку. Судно, сверкающее своими маршевыми двигателями на фоне космической пустоты, было всего лишь трепещущей свечкой, крошечным осколком ржавой стали в беспощадной ночи. Когда Талери растворялась в бессознательном несне стазиса, Гара присоединился к ней в своей собственной разновидности анабиоза. Легионер позволил себе впасть в трансовое состояние. Каталептический узел, имплантированный в глубины его мозжечка, давал ему возможность отдыхать без потребности в настоящем сне. Как его понимают люди, когда одно полушарие его мозга погружалось в бездействие, второе поддерживало активность на базовом уровне, передавая функции то туда, то сюда, так что воин никогда не забывался по-настоящему. Дни растягивались и истончались, точно нагретое стекло. В черной, лишенной снов пропасти между мирами тишина была всеобъемлющей. Здесь, вовне, где звезды вращались на спицах гравитации, а ночь длилась вечно, можно было ненадолго забыть, что это была галактика, объятая огнем. Но те, кто смотрел более зорким взглядом, те, кто мог заметить мерзость, пятнающую эти далекие маячки света, видели нити скверны, тянущиеся от мира к миру, гаснущие солнце, планеты, становящиеся пустынями, испепеленными и заброшенными. В этой тишине галактика исходила криком, но Гара его не слышал, он оставался за стенами своего собственного разума, в обществе мыслей, которые в кабале полусна двигались медлительностью ледника. Для бывшего гвардейца смерти существовали лишь вопросы, которые не оставляли его ни на миг. Сомнения и опасения. Хиллер прошептал Гара, где ты? Его бесконечный дух рвался языков его души, противясь тому, что воин взял себе за истину. Если он и впрямь веровал, как он сказал письмоводителю, тогда почему ему было так трудно смириться с ходом вещей? Неужто какая-то крошечная часть Натаниэля Гара все еще жаждала увидеть мирное разрешение мятежа? Неужто в нем жила тщетная надежда, что все те ужасные деяния, которые свершались на его глазах, можно каким-то образом отыграть назад? Слишком много тайн, Гара прибыл на Ригу в поисках смысла и по своей глупости обнаружил лишь новые вопросы. Так что на передний план выступала более насущная неясность. Что такое Офрис? Корабль падал сквозь космос, приближаясь Казалось, что перелет тянется вечно, но наконец в финале путешествия, по прошествии времени, чей счет был потерян безмолвным недвижимым воином и его вынужденной спутницей, старый израненный корвет позволил, чтобы его захватило тяготением облачной коричневой сферы. Если бы у иллюминаторов из брони стекла на командной палубе стоял наблюдатель, он отметил бы, что издалека эта малая планета кажется лишенной любого рельефа. Но по мере приближения становилось ясно, что этот мир окутан толстым покровом клубящейся дымки, удерживаемой в атмосфере сильными нестихающими ветрами. Корабль изменил курс и начал падать к океану завесы. Его маневровые двигатели выстреливали огненными струями, выводя его на правильную траекторию. Другие суда, прибывшие с разных румбов Некоторые подобно корвету едва не разваливались на части. Другие были поновее, прямо со стапелей миров кузнец со всего сегментума. Все они прибыли сюда с тайной целью, укомплектованные экипажами либо из лоботомированных болванов, либо из малого числа душ, облеченных самым глубоким доверием. Достигнув точки входа в атмосферу, судно вонзилось в плотное чужое небо и пробилось сквозь него, ненадолго преобразившись в огненное копье. Последний полет корабля-призрака был почти завершен, и вместо того, чтобы попасть в зубья далеких юпитерианских дробилок, его железные кости и стальная шкура будут утилизованы здесь, посредством других рук, и для дел, о которых Империум в большинстве своем и предполагать не мог. Выйдя из густого вихрящегося облачного подбрюшья, корабль с углеводородным ливнем. После пролета над скульптурными утесами из черного льда и криво-вулканическими хребтами двигатели судна полыхнули один последний раз, устраивая его в захватах гигантских кранов, которые займутся его разборкой. Гаснущая нота главных двигателей замолкла, затерявшись в неведомых небесах. Офрис заполучил очередную добычу, и счет был далек от завершения. 7. День Поверхность планеты Вышенегра хочет гром, льет нескончаемый дождь. Старый корвет еще не успел остыть от нагрева при входе в атмосферу, а резаки уже приступили к работе, отделяя от него кусок за куском. Как слуга мог бы разделывать на ломтике зажаренное животное, чтобы ублажить ужином своего хозяина. Открылся и закрылся шлюзовой люк. Быстро письмоводитель поторопил Гара. Мы должны убраться с этого корабля. Хорошо. Что это? Что это вы надели мне на лицо? Дыхательная маска. Атмосфера этой планеты изобилует азотом. Она годится для моих аугментированных легких, но ты... А, конечно, согласилась Толери. Я чувствую слабость. Побочный эффект стазиса. Это пройдет. А это? Мы нашли офис. Мы достигли конца наших поисков, кивнул головой Гара. Трон, взгляните на это место. Позади них рядами тянулись вдаль демонтажные площадки, уходя к ломаному гребню темных гор. Они напоминали верфи Риги, но здесь было ясно, что подобные суда переделываются во что-то совершенно иное. С них массово и планомерно снимали все, что годилось для повторного использования. Монорельсовые поезда и гравиподъемники уносили утилизируемый металл к огромной строительной площадке под сенью гигантской черной горы, колоссальному круглому котловану, вырубленному посредством лазеров в твердокаменном льду, который находился под ногами. Толерия окинула площадку беглым взглядом, замечая работу бесчетного множества строительных бригад в защитном снаряжении и экзоскелетах. Некоторые трудились над закладкой ракритовых фундаментов, другие сооружали стены, зубчатые парапиты и донжоны из гигантских блоков мрамора и гранита. Котлована над самыми высокими кранами покачивались на ветру, мерцая предупредительными сигнализаторами сквозь нестихающую маслянистую морость. Письмоводитель разглядела сквозь их решетку фрагменты крупного сооружения. И когда она запрокинула голову, чтобы оглядеть его целиком, ее вдруг пронзило озарение. Точно из центра рабочего котлована вырастал искусственный пик, который почти достигал высоты нависающей над ним горы. Хотя, как и все остальное перед ними, он не был завершен. Талери тут же поняла, что смотрит на какую-то крепость. Эта гигантская цитадель была сердцем всей постройки, и у ее подножия уже заложили основания для еще многих строений, схожих по масштабам и величию. Что они здесь возводят, восхитилась Талери с благоговением. Никогда не видела ничего подобного. Я видел на Барбарусе, построенного после прибытия императора. Это копия аналогичных конструкций на Ваале, МакКраги и Фенрисе и прочих планетах. Бранная крепость. Место, откуда будут вестись воины. Талери окатила тошнотворным леденящим ужасом. Она прищурилась для лучшей видимости, протерев линзы своей дыхательной маски от ржаво-красного дождя. Чем внимательнее она присматривалась, тем яснее становилось, что крепость близка к завершению. Когда Талери задумалась над тем, что за армию можно разместить письмоводитель не была тактиком, но она собаку съела в арифметике и логистике. В ее понимании, даже по консервативным прикидкам, гигантская крепость и ее владение смогут обеспечить содержание тысяч солдат и единиц боевой техники. Укрывшись за скалистым утесом, они произвели более обстоятельный осмотр стройплощадки. Гара долгое время хранил молчание, но мрачное выражение его лица говорило о его настроении. Я не вижу никаких эмблем легиона, ни одного узнаваемого мной обозначения гарнизона или роты. Прямо как ваша броня. Итак, Офрис, секретная база, как мы и подозревали. Что резонно, вся техника и все оборудование, которые тайно перенаправляли с Риги, шли сюда. Их используют, чтобы строить все, что мы видим, не только с Риги. Могу поручиться, что данные, которые та обнаружила на орбитальной платформе, были лишь одним ручейком снабженческих грузов, согласился Гара. Чтобы сохранить такую вещь в тайне, уводишь как раз столько, чтобы не поднять тревогу. И так сто раз по всему империуму. Во время войны не представляет труда перекинуть не в то место корабль, там, грузовой караван Сиан. Насколько же это хуже, чем мне казалось возможным? Мы обнаружили не просто какого-то коррумпированного губернатора, набивающего себе карман. Это гнездо пособников воителя на нашей стороне фронта. Я едва способна поверить в то, что такая вещь может пройти незамеченной. Не забывая, что приспешники Хоруса построили и затем умыкнули яростную бездну. Это развитие той же самой тактики, только разыгранной в более грандиозном масштабе. Сооруди секретную крепость глубоко на территории своего врага и используй ее, чтобы нанести удар в его мягкое, уязвимое брюхо. Что гениально, так это то, что предательски использовали для строительства нашу собственную инфраструктуру. Я едва ли не восхищен таким нахальством. Он поднял руку в латной перчатке и указал вдаль. Видишь пили, вон там наверху на линии хребта. Это глушители датчиков. Их тут десятки, ими окружена вся площадка. Они излучают энергетическую сетку, которая сбивает с толку любые прозревательные датчики, глядящие в эту сторону. Это и облачный покров. Корабль, проходящий в пределах дальности сканирования этой планеты, не заметит ничего неладного. Но кому под силу срежиссировать затею такого размаха, удивилась она. Никто не способен построить крепость внутри имперского пространства и вечно избегать обнаружения. Они и не избежали, письмоводитель Толери. Они были обнаружены тобой. Гара кивком головы указал за ее плечо. Она обернулась и увидела группу фигур с накинутыми капюшонами, бредущих колонны по скользкой от дождя земле. На всех них были длинные просторные одеяния, грязно-малинового цвета, с окантовкой в виде зубьевшей стерни. Они шли, поблескивая в тусклом освещении латунью своих бионических конечностей. Так значит, их предательство вышло за рамки мятежа на Марсе. Механику воскликнула Толери. 8. Сияние дня, рассеиваемое оранжевым небесным сводом, померкло и на поверхность планетки упала ночь. Она принесла с собой мороз, превративший маслянистый дождь в сальные хлопья химического снега. Гарра знал, что если они останутся за периметром стройплощадки, это в конце концов приведет к их обнаружению. Не отпуская Толери от своего бока, он так быстро, как только осмеливался, спустился в рабочий котлован. Они пробрались внутрь герметичного грузового вагона монорельса и позволили ему провести весь остаток пути до цитадели. Сматриваясь наружу сквозь решетку, Гарра видел проплывающие мимо каркасы недостроенных дотов и орудийные вышки, оснащенные перепрофилированными корабельными батареями. При сооружении Офриса ничто не шло в отход. Это был проект, который по завершении составит достойную конкуренцию осадным сооружением имперских кулаков. Но только если Гарра позволит этому и дальше воплощаться в жизнь. Воин покрутил в голове идею незаметно пробраться в сердце самой цитадели. Если ее построили по правилам проектирования стандартной имперской крепости, на ее глубинных уровнях будет мощный реактор. Гарра знал, как превратить подобное устройство в оружие. Но катастрофическая перегрузка сметет все в радиусе пяти километров. Тайна Офриса сгинет в огне, прихватив с собой и их столери. Он нахмурился, у Гарра не было способа узнать их точные координаты. И даже если ему удастся уничтожить это место, ответственные за ее создание не будут призваны к ответу. Ничто не помешает им начать заново где-нибудь еще. В лучшем случае он лишь отсрочит исполнение их планов. Нет, проворчал Гарра. Чтобы покончить с этим, необходимо вытащить на свет всю правду, стоящую за нечаянным открытием письма водителя. Милор, идите посмотрите на это. Что ты нашла? Контейнеры на всех товарные коды, которые я помню из файлов куратора Лонда. Толерия уже сорвала крышки с нескольких транспортных контейнеров. Гарра увидел стойки с плавающими сердечниками для мелтобомб и коробки с крупнокалиберными болтами. В последнем ящике находились замысловатые рамы для тяжелого оружия, пушек направленного энергоизлучения. Гарра был лишь поверхностно знаком с такой их разновидностью. Что это за оружие? Конверсионные излучатели, объяснил Гарра. в одном нет элементов питания. Кто бы не собирал эту армию, он хочет, чтобы у нее было хорошее оснащение. Один такой излучатель может с единого выстрела уничтожить тяжелую броню. Мы замедляемся, заметила она. Впереди погрузочная площадка. Быстро закрой обратно эти грузовые контейнеры. Будь готова прыгать. Нам никак нельзя находиться в этом поезде, когда он достигнет платформы. Талери начала закрывать контейнеры. Ну что ж, мужайся, письмоводитель, произнес серый рыцарь. Талери настороженно кивнула и снова натянула свою дыхательную маску. А вы император, прошептала Талери. Прыгаем, приказал он. Девять Ночь. Обширная погрузочная площадка под открытым небом. Сырые сугробы талого метанового снега смягчили их падение. Довгар Талери возможность пройти сервисной трассой под монорельсовыми платформами. Глядя вверх сквозь решетчатое металлическое покрытие, они имели превосходный обзор вагонов, освобождаемых от их груза двуногими шагающими машинами. Ты должна впитывать в себя все, что здесь видишь, письмоводитель, приказал Гара. Внимательно разглядывая все, не упуская ничего. Это твоя эдетическая память послужит в будущем в качестве свидетеля. Что толку от моих воспоминаний, если я сгину прежде, чем получу возможность их передать? Ты улетишь домой, Талери. Сейчас ты и есть моя задача. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доставить тебя обратно на Теру в целости и сохранности. Нужно придать известности, что на самом деле стоит за этим офрисом. Низкие тучи боржа, снижающаяся к цитадели на копьях тормозных выбросов. Еще одно грузовое судно на подлете, кивнул Гара. Нет, это не грузовой корабль, я узнаю очертания, это медицинский транспортник, госпитальное судно. Воин нахмурился, следя за тем, как огромный корабль устраивается в посадочной люльке, выступающей из отвесных стен цитадели. Вместо припасов, оружия или снаряжения, новоприбывшее судно высадило людей. Усовершенствованное зрение Гара позволило ему разобрать вереницы раненых солдат, некоторым из которых помогали идти их товарищи. Он узнавал лица, хотя он и не был знаком с этими бойцами, но знал их по роду, пострадавшие на войне. Гара доводилось видеть таких людей рядом с собой, в битве на множестве планет во время Великого Крестового Похода, или в залах своего легиона, среди новобранцев. Все они были воинами, но при этом юными и пока еще не проверенными в деле, хотя огонь боевого пыла и горел в них ярким пламенем. Всякий раз, когда я думаю, что у меня есть какое-то понимание этой загадки, на свет вылезает новая неожиданность. Зачем они привозят сюда раненых, удивилась Толерия. Это место не госпиталь. В уме Гара начал формироваться ответ, просачиваясь в его мысли холодным ветром на его коже. Он увидел на корпусе госпитального судна геральдическую символику известной ему планеты. Мертиол, утерянный миник по донесениям астропатов, варп, штормах и железной хватки воителя с пылающими городами и покоренным населением. Лишь горстке кораблей удалось бежать из этой колонии до того, как небеса Мертиола почернели от военной флотилии Хоруса. И сейчас перед Гаром встал следующий вопрос, почему это лоялистское судно попало в хватку Офриса, и прочими беженцами. Все эти люди мертвы. Их имена, полагаю, сняты с учета. Корабль числится пропавшим в пустоте, сделал вывод Гара. Мне кажется, я понимаю, их вылечат Толери и затем дадут им новое назначение. Армия Офриса будет состоять из призраков. Письмоводитель внезапно обрушилась на него, вытаращив глаза под визором своей дыхательной маски. Сколько еще нам нужно увидеть, обозлилась Толери. Вы притащили нас на какой-то ублюдочный шарик из черного льда и с отвратительным небом, вместо кишащей отступниками механикум. Бежать отсюда нам не на чем, мы никак не можем позвать на помощь. Вы обрекли нас на гибель, нас обоих, и будьте вы прокляты, если велите мне мужаться. Гара угрюмо кивнул в ответ. Мы оба будем прокляты, если не закончим то, что ты начала на Риге. Империум должен узнать про это место. Тайный аванпост в сердце паутины секретов. Офрису нельзя позволить существовать. Нам понадобится корабль, что-то гораздо быстрее, чем эта боржа. Гара снял свой болт-пистолет с предохранителя. Следуй за мной. Десять. Талери двигалась следом за Гара, со всей доступной ей быстротой, но поспевать за ним было сложно. Даже в громаде своих синевато-серых, лишенных украшений доспехов, легионер обладал проворством, о котором она и мечтать не могла. В его исполнении это казалось не стоящим никаких усилий, и он двигался без всякого страха или сомнений. Талери пришлось как следует потрудиться, чтобы удержать свою панику в крепкой узде, черпая силу внутри себя самой, но это было настоящим подвигом. Все это настолько выходило за рамки ее жизненного опыта, что было сущим безумием. Катана Талери готовили к тому, чтобы быть вычислителем, спецом по части вычисления цифр и сведения баланса. Она не была шпионом или же боевым агентом. И все-таки упертая целеустремленность Гара сделала ее такой на время этой отчаянной миссии. Она вдруг обозлилась на него за это, хотя и понимала, что остается в живых лишь благодаря ему и ему одному. Так что она изо всех сил старалась не отставать. Следуя вдоль окружности крепостной башни, они добрались до гигантской лифтовой площадки у подножия цитадели. Цилиндрические транспортерные платформы, не уступающие размерами к подвезшему их монорельсовому вагону, ходили вверх и вниз по длине башни, доставляя оборудование и припасы на верхние этажи. Талере смотрела на то, как они движутся друг мимо друга, поднимаясь и опускаясь в замысловатом балетном танце. И это напомнило ей пневматические вакуумные трубопроводы в офисах Риги, по которым капсулы с запечатанными документами обычно уносились в кабинет куратора. «Зачем мы сюда пришли?» спросила она. «Посмотри вверх», Гара указал на круглую посадочную платформу на половине высоты недостроенной крепости. Вырастая из отвесного утеса башни, словно дисковидный гриб из древесного ствола, она казалась маленькой и незначительной. Расстояние от нее до земли вполне могло составить полкилометра. Вот как мы отсюда выберемся. Разве нам не следует двигаться от центра активности? Я не тактик, но то, что вы предлагаете, кажется противостоящим здравому смыслу. Не заблуждайся, письмоводитель, думаю, что у тебя нет выбора. Да, расстроилась Талерия, сдается мне, что моя жизнь обречена следовать путем, который определяется чем угодно, кроме моей воли. Уверенность в лектицу единственный выбор, который я когда-либо совершила сама. И гляньте, куда он меня привел. По лицу воина пробежала тень, и Талерия ощутила невольный укол сострадания. Так действует судьба. Берет нас, делает из нас то, что нужно мирозданию. Не то, кем мы хотим быть. Он помолчал. Чтобы добраться до посадочной платформы, нам нужно захватить транспортер, не притягивая внимания. А для этого мне нужен отвлекающий фактор. Он посмотрел на Талерия пристальным изучающим взглядом. Я изумилась Талерия. Одиннадцать. Ночь. Лифтовая площадка. Ээээ, привет! Письмоводитель медленно шла к стоящему транспортеру. Ее руки были подняты, верхние одежды распахнуты, чтобы показать, что она не прячет оружие и не представляет собой угрозы. Несколько скитариев, рядовых пехотинцев механикум с обширной аугментацией, находившихся у погрузочной рампы, прервали свой патрульный маршрут и обратили на нее свои холодные взгляды. Бионические имплантаты, кибероружие и превращенное в броню кожа придавали скитариям грозный вид. Каждый из них имел стальную конечность со встроенным лазганом. И когда Талери приблизилась, они сместились так, чтобы взять ее на прицел. «Стой! Назовись!» проскрепел скитарий. Сначала Талери решила, что под их малиновыми капюшонами находятся дыхательные маски, наподобие ее собственной. Но при более тщательном рассмотрении обнаружилось, что это человеческая плоть, трансформированная хирургическим путем. Глаза были заменены выпуклыми оптическими датчиками и подергивающимися антеннами. Рты и носы наглухо закрыты безликими решетками, в которые входили пульсирующие кислородные шланги. В отличие от сервиторов, которых она знала по Риде, движения этих гибридов человека с машиной были стремительными и экономичными, и они дышали угрозой. «Я... Мне требуется ваша помощь. Это площадка с ограниченным доступом. Ты являешься нарушителем». «Именно так, да», подтвердила Талери. «Вот почему я здесь, конечно же». «Взять ее», приказал скитарий. Вокруг руки Талери сомкнулись выпущенные стальные когти, и ее пихнули в сторону, ждущей кабины транспортера, вжимая ей спину гудящее дуло готового к выстрелу Лазгана. Она в отчаянии огляделась сколотящимся в груди сердцем. Ни в одном направлении не было видно никаких признаков Гара, и на какой-то жуткий миг письмоводитель испугалась, что он бросил ее на произвол судьбы. Двенадцать. Скитарий разжал свою хватку и толкнул Талери через край рампы внутрь обширного пространства кабины. Пока он продолжал держать ее на прицеле, второй скитарий дернул тяжелый рычаг управления. Транспортер пошел вверх от погрузочной площадки, поднимаясь на цепном приводе с толстыми звеньями размером в рост человека. Глядя наружу через открытый край платформы, Талери следила, как уплывает земля, и на нее накатил всплеск тошнотворных воспоминаний о том леденящем моменте, когда она падала с карниза на риге. Только не снова. Не разговаривать распорядился скитарий. Она отвела взгляд мне без этого никак не обойтись. Как же еще у меня получится вас отвлечь? Что ты? Попытался узнать скитарий. За спиной солдата киборга возникла светящаяся зыбь, и обманный балахон эффективно отключился, являя гигантскую фигуру космодесантника под металлическим камуфляжным плащом. Дальнейшее случилось так быстро, что Талери едва успела за этим уследить. Гара метнулся вперед и обхватил горло двух скитария. Он сделал неистовый рывок и столкнул солдат вместе, треснув их аугметические черепа друг от друга с такой силой, что кость раздробилась, а сталь разлетелась на осколки. Этот все еще жив. Тревога, тревога, пытался кричать второй. Гара прикончил скитария, топнув сверху ногой по его голове. Они выносливее, чем кажутся на вид. Вдалеке раздались звуки тревожной сирены. Слышите, в панике прокричала Талери. Они подняли тревогу. Вот вам и скрытность. Никогда не было моей сильной стороной. Гара отломил одну из кибер конечностей мертвых скитарьев, вырвав имплантированный лазган из его держателя. Он протянул его Талери. Возьми, император тех защищает, кто сам не плашает. Тринадцать. Не прошло нагоняя подъем их собственной. Талери осмелилась бросить взгляд через край и увидела еще дюжину солдат скитарьев, уставившихся вверх на нее. Раздалось несколько выстрелов из лазганов, ударивших в первый лифт. Их гораздо больше, чем мне бы хотелось, крикнула Талери и нырнула обратно. Отлично, я уже сыт этими прятками в тенях. Я говорила вам прежде, что я не боец. Тогда тебе повезло, что один легионер стоит тысячи обычных солдат. Вот они. Вторая платформа нагнала их на пути вверх, и скитарей дружно прыгнули через прогал, толкаемые вверх и вперед гидравлическими поршнями в своих ногах. Гара зарычал и скинул свой болт-пистолет, убив троих из них выстрелами в центр туловища, прежде чем они миновали верхнюю точку Талерия укрылась за пультом управления, спасаясь от лазерных лучей, рассекавших воздух вокруг нее. Близкие попадания выбивали отметины на платформе, прожигая одежды письмоводителя горячими капельками раскаленного металла. Она вслепую стреляла в ответ, направляя свой трофейный лазган на звуки битвы. Ей было слишком страшно поднять голову над пультом из-за боязни ее лишиться. Поблизости ренулся в бой Гара, воздев свое оружие. Его меч пел, сражая любого нападающего, который вступал в пределы досягаемости остря клинка, искрящегося по всей своей длине холодной энергии. Болт-пистолет легионера рявкал, масс-реактивные снаряды находили свои цели и разносили их в клочья. С трудом выходящий из себя, но неистовый в своей ярости, воин с легкостью впал в привычный боевой настрой. Это было то, где он был на пике своих умений, чиня смерть с безукоризненной убийственной точностью. Он сражался без всякого позерства или же эффектных демонстраций бросковых боевых приемов. Такова была его манера и тот стиль, в котором он был обучен. Гвардеец смерти до гробовой доски Гара прибегал к схватке как необходимому средству, при помощи которого отстаивал добро. В этом не было славы, одно лишь исполнение долга. Слава было чем-то оставшимся в его прошлом, сгоревшим на пепелище его позабытого братства. Теперь он стал просто защитником, уже больше не крестоносцем. Гара крутнулся, уходя от проносящегося через платформу массированного лучевого залпа, с выстрелами, отскакивающими от керамита его брони. Шальные лазерные лучи прошили приводной механизм транспортера и кабина с тошнотворным рывком содрогнулась на своих держателях. Талери приводную цепь подбили. Платформа дала резкий крен у них под ногами и письмоводитель выскочила из укрытия. «Мы упадем!» в панике прокричала она. «Нет, ко мне немедля!» Гара наотмаш ударил стрелка скитария тыльной стороной руки, отбрасывая его в сторону и бросился через площадку, прыжками покрыв расстояние до Талери. Его ботинки уже начали терять сцепление с полом. Платформа! Есть другой путь! Зачехлив свое оружие, Гара сгреб Талери в охапку и прежде чем она успела запротестовать, швырнул ее через прогал между движущимися транспортерами. Талери плюхнулась на другую платформу и теперь, когда она на какое-то время была в безопасности, Гара пустился бегом во весь опор, крайне досягаемости. Но его латные перчатки смогли ухватиться за край и надежно зацепились за него. Позади отвалилась кабина первого лифта, отдаваясь в объятия тяготения. Нарушитель! Нарушитель! надрывался скитарий. На противоположной стороне платформы неожиданно возник одинокий скитарий, нацеливая свой лазган в голову Гара. Один выстрел и воина собьет с края площадки, Талери! Закрихтев от усилия, Гара заволок себя наверх и обнаружил письма водителя, стоящую над мертвым скитарием с дымящимся оружием в трясущихся руках. Я его убила! Поразилась Талери! Мы живы! Это все, что имеет значение! 14. Холодный ветер, теребивший одежды Талери на земле, стал наверху посадочной платформы, завывающим штормовым ветрищем, и письма водитель стягивала на себя свой драный капюшон, чтобы не потерять ни крохи тепла. Какие бы попытки терраформирования окружающей среды не были предприняты на этой беззащитной планете, ее губительная атмосфера, стужа и ядовитый снег были абсолютно неблагоприятны для любого человека, не обладающего значительно усовершенствованной физиологией. Сходя вслед загара с рампы подъемника, Талери не могла удержаться от того, чтобы не бросить последний взгляд назад на труп застреленного ей скитария. Страшная горелая рана на спине бойца показывала, куда ударил выстрел из лазгана, расплавив почерневшее месиво плоти пластил. Ее поразило, насколько быстрой была эта смерть. Вот он жив, а в следующий миг уже нет. Не так ли погиб куратор Лонд, спрашивала она себя, было ли у него время увидеть надвигающийся конец, время понять и примириться с ним. Талерия много раз имела дело с жизнью и смертью посредством регистрационных записей о новорожденных в жилых блоках Риги и списках потерь на полях сражений по всему империуму. Но они всегда были для нее абстракциями, числами на геограмме, единичками и нулями. Она знала, что начиная с этого дня уже никогда не посмотрит на них так снова. Эта грозовая птица заправлена под завязку, мы возьмем ее. Талерия отвернулась и пошла к воину, перед которым стоял крылатый десантный катер, сутулясь на одной из посадочных площадок, как спящий ястрик. Вы ведь знаете, как летать на этом судне? Я могу вывести нас в космос, оттуда нам придется подать сигнал бедствия на флотских каналах и... Слова замерли у Гара на губах и Талерия увидела, как он напрягся. Мелод, что не так? Будь они прокляты, пробурчал Гара скорее самому себе. Откидная рампа грозовой птицы сама собой опустилась, являя дюжину смутных силуэтов внутри. Талерия осознала, что они сами пришли впасть в ловушки, но уже было слишком поздно. Из грузового отсека катера выдвинулась когорта тяжело вооруженных притарианцев механикум, более чем достойный противник для одного космодесантника. Плазменные пушки не дрогнувшей рукой. Позади нас тоже. Из теней вышли новые солдаты, блокируя все пути побега. Но эти новоприбывшие не принадлежали к техногвардии механикум. Талерия пронзила пугающим чувством узнавания, когда она увидела цвет панцирной брони, в которую были одеты эти бойцы. Серый оттенка грозового неба, лишенный любых символов, обозначающих подразделения, командную власть или подданства. Гара тоже это заметил, и в его добросердечных глазах мелькнул вопрос, прежде чем он загнал его внутрь. Воин поднял меч в защитную позицию, опуская свободную руку на рукоять своего пистолета. «Прости, Катана, но я, кажется, не смогу исполнить то, в чем поклялся, и перед тобой, и перед самим собой. Я не хотел привести тебя к такой развязке». «Мы умрем здесь», обреченно произнесла Талери. «Скорее всего, этим все и кончится». Он шагнул вперед и вперелся вызывающим взглядом в наставленные на него дула. «Стреляйте, если угодно. Увидим, сколько из вас последует за мной во тьму». Талери ожидала первого взвизга лазерного пистолета, первого грома болтерного огня, но слышала одно только завывание ветра. «Они опускают свое оружие». «Боевой капитан Натаниэль Гарро», протрещал притарианец механическим голосом, «Ты пойдешь с нами. С чего я должен тебе подчиняться? Нашему повелютелю угодно с тобой поговорить». 15. Ночь внутри цитадели Конвоируемые с обеих сторон солдатами-людьми и притарианцами Гарро и Талери были в молчании припровождены на самый верхний этаж незавершенной цитадели. Они вышли в обширный круглый зал, который напоминал арену для поединков тренировочного полигона Астартес. Крыша наверху была куполом, сделанным из треугольных кусков глассейка. Над ним клубилось бурное янтарное небо, гонимое нестихающими ветрами. Впереди в центре зала блестело отраженным светом возвышение из черного мрамора. Гарро заметил на нем плохо различимый силуэт. Это был человек в темной мантии с накинутым капюшоном, который стоял, отвернувшись от них. Казалось, что он просто-таки лучится холодным бешенством, так что ледионера пробрала мороз там даже сквозь его силовую броню. Окружающий воздух казался вязким и насыщенным статическим электричеством, как будто его удерживала под контролем некая могучая сила. Сердце Гарро стиснуло крепнущее дурное предчувствие, и он рискнул бросить взгляд в сторону Талери. Письмоводитель уже сняла свою дыхательную маску. Ее глаза были круглыми от страха, но она справлялась со своим ужасом. Воин кивнул ей, надеясь, что она сочтет этот жест ободряющим. Но, по правде говоря, у него самого ум пребывал в смятении от открывшейся перед ним зловещей и весьма весомой возможности. В этот момент он понял, что увидит под этой темной мантией. Человек медленно повернулся, его лицо терялось в тенях. Из полумрака появился длинный посох из вороненого железа, сжатый в морщинистой руке, и ударил о мрамор с раскатистым стуком. Пространство вокруг возвышения озарилось светом языков плазмы, льющимся из узкой стальной корзины на верхушке древка. В этом огне сидел золотой орел, чьи когти окружали свисающие цепи с покрытыми письменами звеньями. Гара знал этот посох, как знал его носителя. Капюшон упал назад, и на них сверху вниз воззрилось древнее, но не имеющее возраста лицо Малкадора Сигелита, на котором было написано явное неудовольствие. Лорд задохнулась Талери, Реген, не в силах сопротивляться идеологическим установкам, которые закладывались в нее с момента рождения, письмоводитель молитвенно упала на колени. Она склонила голову, и с Китарей сделали то же самое, изъявляя свою верность человеку, выше которого стоял один лишь император человечества, Малкадор, первый лорд совета и регент Терры, а также повелитель, которому Натаниэль Гарро поклялся подчиняться. Но как бы ни стремились к этому все клеточки его тела, легионер не стал преклонять колено. Как? Как вы руками Малкадор? Это место принадлежит мне. Тебе не следовало сюда являться. Ты не готов это увидеть. Приготовления не завершены. Вы предатель? Открой глаза. Ты знаешь, кто я такой. Сиделит, правая рука императора, усмехнулся Малкадор. Предать его было бы невозможно. Хорус Луперкаль когда-то мог бы сказать то же самое. Малкадор сверкнул глазами, и его лицо помрачнело. Никогда не сравнивай и я выжгу тебе разум. Преклони колено, Натаниэль. Подчинись мне. Не раньше, чем вы объясните все это. Гара огляделся, указывая на стены притарианцев и бойцов в сером. Я сказал тебе на колени. Сиделит уперся в него гневным взглядом, и Гара потерял контроль над своими ногами. Он мигом очутился на коленях, и вся его могучесть была ничем в сравнении с телепатической силой, которая принуждала его к подчинению. Пригвожденный к месту внутри своих собственных доспехов, он был способен лишь на то, чтобы повернуть голову и держать грозный взгляд Малкадора, зная при этом, что на его усмирение ушла всего кроха колоссальной псионической мощи Сиделита. Я хранитель тайны Офриса, тайны, которую ты так жаждал узнать. Так обрати свой взор к небесам. Узыри, куда привел тебя тот путь, заметив, что Талери осмеливается сделать то же самое. Оранжевое облачное море по ту сторону гигантского глоссейкового купола истончилось, как будто какая-то сверхъестественная сила тянулась вовне, стремясь раздвинуть пелену. Черное ночное небо, что было за пределами атмосферы планеты, внезапно стало видимым. И в нем, мерцая во тьме самоцветным камнем, висел знакомый газовый гигант в ореоле паутинно-тонких колец. Сатурн, изумилась Талери. Это Сатурн. Тогда мы стоим на... Начал Гаррой и не закончил. Его спутники Титани. Да, подтвердил Сигелив. А ты думал, это будет какая-то далекая, запредельно гиблая планета? Гаррой изо всех сил пытался уразуметь увиденное. Это бессмыслица. Если то, что вы здесь строите, служит императору и империуму, зачем скрывать это за этим щитом лжи? Зачем стремиться заткнуть рот любому, кто об этом узнает? Ты учиняешь мне допрос? Да, Гара все еще сомневался. Это крепостная цитадель и комплекс у ее подножия. Они могут предназначаться лишь для одного. Для создания и тренировки нового легиона космодесанта. Даровать жизнь легиона Састарта сможет только сам император, заметила Талери. Он знает о том, что вы это делаете, Малкадор. Император покачал головой Малкадор. Он поглощен своими великими задачами, а я своими. 16. Какая-то часть Катана Талери желала замкнуться в глубинах собственного рассудка, ожидая неизбежного конца. Но другая ее частичка, которая все всегда хотела знать, не могла оторвать глаз от великого властителя Псайкера. Все эти тайны стоят моей жизни и жизни Куратора Лонда. Дорогая моя, ответ будет да, сто тысяч раз да. Мудрость светилась в глазах Сигелита. Ради высшего блага нашего Империума. Гарра бросил все свои силы на то, чтобы прижать кулак своему нагруднику. Значит, этого недостаточно моей силы. Силы Рубио, Айсона, Локена, Варена, Галлара и всех остальных. Вам недостаточно, что по галактике разгуливают наши агенты. Теперь вам подавай армию. Ты мой ведущий агент, Натаниэль. Но то, что я выковываю здесь, будет предназначено не для меня. Горски странствующих рыцарей недостаточно, не для грядущей войны. И вы говорите не просто о мятеже воителя, так, уточнила Талери. Вы имеете ввиду что-то еще, что-то худшее. А у нее острый ум. Теперь понимаю, почему от нее было столько проблем. Малкадор сошел с возвышения и направился к ним, отстукивая каждый свой шаг железным посохом. Натаниэль уже сталкивался с угрозами, не укладывающимися в рамки разумного. Он сражался с ними лицом к лицу. Я глядел в эту тьму, прозревая мирят нити еще не реализованных вариантов будущего. Те сущности, с которыми Хорус заключил союз, запредельные демонические сущности, «Знаю это всем своим нутром. Поэтому мы должны быть готовы к войне, которая начнется вслед за этим. Войне, которая будет вестись за сами наши души. И это то место, где будут выковываться эти защитники», поняла она, «Офрис». На древних языках это название означает «обитель титанов». Его символичность представлялась подобающей. Сигелит отвернулся от Толери и, подойдя к Гарро, вытащил меч воина из его ножен. «Теперь ты понимаешь, эти приготовления должны совершаться втайне, не только для того, чтобы сокрыть их от глаз Хоруса и его союзников, но и от наших собственных граждан, от Империума, который еще не готов принять правду о том, что за ужасы кроются в Варпе. Я не прав, Натаниэль? Нет, нет, лорд-регент, вы не правы». Кивнув головой, Псайка расслабил телепатический контроль Надгара, и воин получил свободу. Малкадор развернул его меч своей руке и протянул его рукоять легионеру. Эти тайны могут быть сохранены только теми, кто обладает непреклонным мужеством, и лишь путем жертвы и кровопролития. Из-за незначительной ошибки по чистой случайности письмоводитель адепта Толери узнала то, что ей никогда не полагалось знать. «Я, я верна», начала заикаться Толери. «Я никогда и слова об этом не скажу, клянусь троном Теры и императора ради». «Она не может жить с этим знанием», размышлял Малкадор, не обращая на нее внимания. «Даже самых верных можно совратить с праведного пути. Даже у молчальников можно вырвать их тайны эзотерическими средствами». Одни лишь мертвые не способны выложить правду. Он помолчал. «Возьми меч, Натаниэль, я не зверь, соверши это быстро и безболезненно». «Капитан, Гарра», с мольбой произнесла Толери. Воин медлил, шел ему наперекор, отправившись на Ригу без его разрешения. В прошедшие дни я вышел за рамки его приказов. Так что сейчас он проверяет меня вот этим, чтобы увидеть, стану ли я по-прежнему ему подчиняться. «Это необходимо сделать», упорствовал Сигелит. «Даже сама письмоводитель это знает. Она по-настоящему верна. Она не станет сопротивляться». «Мне жаль, но я должен ответить отказом на ваше приказание, лорд Реген». Талери судорожно вздохнула. Малкадор скрестил взгляд с Гарра и в его грозные глаза было жутко смотреть. «Мне стоит лишь подумать об этом и ее сердце остановится», произнес Малкадор с холодной яростью в голосе. «Тогда это вы станете убийцей невинного человека. Это вы станете тем, кто лишит жизни верную подданную императора, которая не сделала ничего плохого и если и приступила закон, то лишь во службу империуму», произнес Гарра и после паузы добавил. «И если это ваш выбор, прикончите и меня в придачу, поскольку я не желаю участвовать в решениях наподобие тех, которые принял бы самый отпетый предатель». «А какая альтернатива?» вскричал Малкадор. Гарра взглянул на Талери, и это ей придало силу. Он снова отвел глаза, бестрепетно встречаясь взглядом с Сигелитом. «Вы сами это сказали, Малкадор?» «Письмоводитель обладает острым умом. Я могу это засвидетельствовать, а еще ее мужество и верность. Так почему бы не использовать эти таланты? Сделайте ее частью того, что здесь совершается, введите ее в круг». Талери оказалась достаточно умна, чтобы найти изъян в обеспечении безопасности Офриса с другого конца солнечной системы. Она может решить для вас эту проблему и выискать любое другое слабое место, еще могучее быть неизвестным. Талери затаила дыхание, зная, что ее жизнь висит на волоске. И еще она знала, закрывая глаза, что ей нужно делать. Ее пальцы нашли золотую аквилу на запястье и стиснули ее мертвой хваткой. «Император защищает», шептала Талери. «Император защищает». 17. День. Посадочная платформа. Грохочет гром, льет дождь. Гро держал свой меч на уровне глаз и смотрел вдоль клинка. На острие не имел ощербин. Цвет металла был ровным, клинок казался совершенным, свежевыкованным не далее, как в этот самый день. И все же это оружие в той или иной форме просуществовало столетие и было обогрено кровью многих, давным-давно погибших людей. Воин утешался тем знанием, что пока он был хозяином этого клинка, от него не пало ни одной невинной души. Вернув оружие в ножны, он развернулся и начал наблюдать за грозовой птицей на ближайшей посадочной площадке, которую экипаж готовил к отлету. Она унесет его с Титана, но не обратно на Теру, а на новое задание по приказу Сиделита. Мысль об этом заставила его нахмуриться, и он ощутил уныние, сгущающиеся на горизонте. Легионер, капитан Гара, я имею ввиду, окликнула его Талери. Вы собрались улететь не попрощавшись? Он слегка поклонился, делая знак Аквилы поперек своей груди. Я не хотел отрывать тебя от исполнения новых обязанностей, письма водитель. Прошу прощения, ведущий куратор адепта Талери. Мне все кажется, что это звание как-то странно на мне сидит, скривилась Талери. Как и моя жизнь, если в этом есть хоть кроха смысла, все теперь по-другому. Оно никогда не станет прежним. Я знаю, о чем говорю. После Иствана, после полета Эйзенштейна. Я чувствовал себя так же. Он не договорил. Изменившимся закончила Талери. Да. И как к лучшему, так и к худшему. Ты узнаешь больше в грядущие дни, Талери. Ужасные вещи. И, быть может, настанет время, когда ты озлишься на меня за то, что я не сделал так, как приказал Малкадор. Я встречу эти испытания с верой и мужеством, гордо произнесла она. Вы напомнили мне, где их найти. В этой новой роли я смогу сослужить максимальную службу моему империуму и моему императору. Моему богу императору в грядущие дни. Никогда не называй его так при Малкадоре или прочих. Это не найдет у них отклика. Да, со временем возможно, но не сейчас, кивнула она. Ты никогда не сможешь вернуться домой. Ты это понимаешь? Не велика цена, согласилась Талери. Мне так и не выдался случай поблагодарить вас за то, что вы меня отстаивали. Сигелит был прав. Я не стала бы сопротивляться, если бы моя смерть послужила высшему благу. Судьба уготовила тебе иную стезю, нам обоим. Здесь ты внесешь весомый вклад в войну против мятежников. Она протянула руку вверх и положила ладонь на его латную перчатку. Надеюсь, что вы найдете ответы, которых взыскиваете. В словах святой или где-либо еще. Но, несмотря на теплоту в голосе женщины, Гаррет чувствовал, что у него на душе становится все чернее. Его мысли омрачали отголоски ощущений, которые он не мог внятно выразить до конца. Это гнетущее чувство насчет его будущего погнало его на поиски Киилер, когда он пытался обнаружить ее на Риге и не нашел ничего. Это было так, словно где-то вдалеке раздавался за могильный звон колокола. И с каждым ударом Натаниэль Гара соскальзывал все дальше и дальше от него. Талери увидела смятение в его глазах. Что-то не так? Где-то там лежит тень Талери, тень моего будущего. Я могу ухватить лишь ее край, но, боюсь, моя стезя не такова, как я сначала думал. С ревом запустились двигатели грозовой птицы, и Гара шагнул прочь, бросив на Талери один последний взгляд. Я не знаю, где меня ждет моя судьба. Я знаю лишь, что не здесь. Вы должны верить, Натаниэль, прокричала вслед Талери. Помните, что... Входной люк захлопнулся, и грозовая птица рванулась в небо. Император защищает, закончила она. Джеймс Валлоу Пепел верности Длинный железный зал был заполнен тенями. В гулком пространстве не было ничего человеческого. Слышалось лишь жужжание крошечных мух. Никто не смел войти сюда, будучи в страхе перед тем, что было скрыто здесь. Никто не осмелился ступить внутрь, ибо там невозможно было сделать вдох и тем самым не бросить вызов судьбе. По крайней мере, никто из людей не осмелился. Открылись двери, послышались приближающиеся шаги. Капитан, прошу! Нет, подожди! И не подумаю. Но это были не люди. Они были выше обычных людей, эти отпрыски битвы. Когда-то они оба с гордостью состояли в рядах легиона Састартес-Императора. Братьев, находящихся в конфликте, товарищей, вопреки всем напастям. Теперь же судьба направила их по разным путям. Один из них был одет в снаряжении от света бури, украшенной керасой с золотым орлом. Его шлем крепился магнитным зажимом к поясу, а меч висел за спиной. Натаниэль Гара, странствующий рыцарь и агент примус регента Терры. Другой бывший воин был лишен брони, оружия и желания воевать. Мерик воин, облаченный в свою мантию, некогда апотекарий легиона гвардии смерти, а ныне душа, мечущаяся в поисках мира. Остановись, прошу тебя, позволь мне объяснить. — Что бы ты мне ни сказал, это ничего не изменит. — Натаниэль! — выкрикнул воин. Гара посмотрел на руку воина, лежавшую на его наручей. Его глаза, предупреждающе, сверкнули. — Отойди назад, брат, сейчас же! — Выслушай меня! — Нет такого объяснения, которое ты мог бы высказать, Мерик. Я разочарован в тебе. Я сделал это не ради вашего одобрения, мой капитан, ответил воин. Я сделал это ради высшего блага, ради наших боевых братьев и нашего легиона. Гвардия смерти более не наш легион, перебил его Гара. Они нарушили данное слово, когда Мортарион обернулся против императора. Мы можем вернуть их, я могу вернуть их. С помощью этого Гара повернулся и кратко махнул рукой в сторону единственного предмета в зале, увесистого цилиндрического криоконтейнера из стали и бронестекла, набора отравленных лекарств из-за разной мертвичины. Как можно исцелить недуг Натаниэль? Во-первых, ты должен заполучить вирус, проанализировать и подавить его. Только тогда создание вакцины станет возможным. Воин усмехнулся. Вакцина, иронично произнес Гара. Мы говорим не о какой-то болезни, которую можно вылечить бальзамами и снадобьями. Ты не сможешь оправиться от этой порчи. Я видел ее в непосредственной близости, видел свою смерть в ее клыках, смотрел в глаза этой мерзости и увидел в них истинную тень ее ненависти. В этом ты не одинок, ответил воин. Я тоже был на Эйзенштейне. Помнишь? Мне известно, что случилось с Грульгором и Децуусом. Я видел чуму, овладевшую их телами. Молчание протянулось между ними. Казалось, прошла вечность с тех пор, как они бежали на Теру, неся вести о воителе Хорусе и его окровавом предательстве на Истване Три. Гарра, воин, Хакур, Круз и другие из тех семидесяти, что осмелились выступить против своих примартов, когда вся верность Терри была выжжена дотла. Впоследствии среди безвоздушных пустошей Луны их ждала неопределенная судьба. Воинам, осиротевшим в результате предательства их кровных родичей. Мало кто доверял, большинству они внушали опасения. В этом забвении их брат Солун Дециус поддался той же коварной заразе, которая, несомненно, совратила остальную часть их легиона. Гарра убил Дециуса там, в море кризисов. И во время этого действия боевой капитан узнал, что избавился от чего-то большего. Однако, воин увидел в тот день нечто совершенно другое. Болезнь, которую не мог оставить без внимания. Апотекарий отказался от своего права к первородству космодесантника и посвятил свою жизнь поискам того, что Гарра теперь считал невозможным. Лекарство? Ирония сквозила в голосе боевого капитана. Я верю, что оно существует, должно существовать, сказал воин. Независимо от того, насколько сильно ты этого жаждешь, Мерик, поверь мне, когда я скажу тебе, что его нет, спокойно ответил Гарра. А теперь уйди с моей дороги, пока я не подвинул тебя силой. Гарра оттолкнул своего товарища и направился к помосту и опорной раме, на которой покоился контейнер. Все еще слышалось жужжание крошечных мух. Ты не можешь этого знать. Что мне известно, сердито процедил Гарра, что мне известно, так это то, что порча абсолютно, она неуловима и постоянно. Вы видите ее во мне, милорд, спросил воин. Однажды ты уже скрыл кое-что от меня, брат, свое членство в ложе. Воин заколебался при упоминании Гарра тайных собраний, инициированных легионом Хоруса. Чувство вины оброчило его лицо. Я искупил вину своей ошибки. Я отринул эти нелегальные сборища, когда узнал, что они были инструментом верломства воителя. Верно, но все же ты скрыл это от меня. Ты начал свою работу в тайне и скрыл ее от всех. Почему? Может, потому что знал, что я сделаю, когда узнаю о ней. И не думал, что ты поймешь, ответил воин. Я человек науки и мыслю в таких рамках, а вот ты... Что я? Перебил его Гарра. Держишь меня за легковерного дурака? Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо. Воин согласился со своим бывшим командиром. Ты всегда уделял слишком много внимания сверхъестественному. Я же верю только в то, что могу увидеть, потрогать и познать. Гарра колебался подле стального синего цилиндра. Да, у меня есть вера, брат, но это не значит, что я отказался от здравого смысла. Это ты не можешь видеть ясно. Ты цепляешься за истину, с которой родился, от целесообразной вселенной непреложных законов. Говоришь себе, что сможешь понять все сущее, стоит только его структуре стать видимой, но это ложь. Тогда в чем же по-твоему правда? Спросил его воин. Правда в том, что мы живем на поверхности великого вихря, населенного силами, которые только начинаем постигать, которым мы должны противостоять насмерть. На этот счет у нас с тобой нет разногласий. Но если ты ограничиваешь себя только здравомыслием и верностью, то ты уже потерян. Архивраг находится за пределами таких человеческих понятий, как разум и логика. Чтобы бороться с ним и побеждать, мы должны приоткрыть завесу прошлого. Если я смогу спасти жизнь гвардии смерти, ты не можешь спасти их души, перебил его Гара. Уже слишком поздно что-либо предпринимать. Воин изучал контейнер. Через запотевшие стеклянные панели была видна темно-серая масса корпускулярной материи. Она напоминала вулканический пепел. Ее скопления собирались вокруг объектов, которые могли быть фрагментами мутировавших костей или искривленного хитина. Это все, что осталось от земли, где погиб превратившийся в чудовищного повелителя мух Солун Децуус. Там, где они упали, пепельные останки Децууса испоганили поверхность Луны подобно токсичным брызгам. В любом другом месте, кроме величественной пустоши Луны, осадок смерти распространился бы подобно язве. А теперь эта материя была собрана и доставлена сюда для эвакуации с планеты. И куда ты надеешься вывезти это? На Ио, на орбиту Юпитера, ответил воин. Там есть установка, плавающая на поверхности океанов Серы. Она принадлежит фракции Магус Биологис, отвергнувшие восстание Марса. Там мы смогли бы исследовать останки в безопасности. Сколько людей погибло, собирая это? Глубоко вздохнув, спросил Гара. В процессе добычи погибло семь человек, причем каждый от разного химического переносчика болезней. Они умерли прежде, чем мы смогли доставить их в изолятор. И ты еще удивляешься, почему я пришел остановить тебя? Вздохнув, с сожалением вымолвил Гара. Когда воин заговорил снова, его манера речи изменилась, что-то в нем поменялось, вместе с почти умоляющим тоном его слов. Ты покинул нас, Натаниэль, тех остальных из семидесяти. Ты ушел, получил новую цель, но ее не дали никому из нас, ни мне. Так что я создал свою собственную. Мы, легионеры, фактически бессмертны, не так ли? Вдали от битвы и угрозы смерти мы могли бы жить на протяжении тысячелетий. Так что я решил посвятить свою жизнь поиску лекарства от этой отвратительной живой смерти, забравшей нашего бывшего родича. Он встретился с пронзительным взором Гара. Я нуждаюсь в этой цели, без нее я всего лишь брошенный сын легиона предателя, потерянный и забытый, подозреваемый и оклеветанный. У меня нет ни брони рыцаря, ни разрешения Малкадора Сигелайта. Все, что у меня есть, это моя надежда. Ты понимаешь, ведь так? Ненадолго повисла тишина. Я понимаю больше, чем ты можешь себе представить, мой старый друг. Именно поэтому я отказываю тебе. Это должно закончиться здесь. Если ты сделаешь это, у нас не останется шанса на спасение. Ты обречешь имя Гвардии Смерти на жизнь в позоре в течение тысяч лет. Этот выбор сделал наш генетический отец, Мерик, владыка Мортарион, не я. Тени здесь были особенно темными. Плотные занавеси ночи и тьмы сделали немногие освещенные участки зала изолированными и гнетущими. Потянувшись к контейнеру, Гара почувствовал покалывание в затылке. Это пробудилось его природное боевое чувство, привитое ему генетическими усовершенствованиями легиона. Интуиция, которую он не мог описать, животный импульс предупредил его о надвигающейся угрозе. Его бронированные пальцы коснулись изогнутой крышки, и он понял, что что-то неладно. Толстые медные магнитные замки, располагавшиеся вдоль линии стыка крышки и корпуса контейнера и призванные поддерживать его герметичность, свободно болтались. Защелки были похожи на расслабленные челюсти. Он, быстро пробормотал Гара, открыт. Что? Это невозможно! Воздух внезапно приобрел привкус зловония и протухшего мяса. Поднялась волновония от скотобойни и гниения, достаточно мощная, чтобы сгустить воздух в легких Гара, и вызвать отвращение даже у организма легионера. Он невольно сделал шаг назад, но какой-то инстинкт заставил его протянуть руку к черной, обвитой тенями опоре, поддерживающей контейнер. Свет странно перемещался по железным столбам, как будто поглощенный тьмой. И Гара внезапно понял, что эти неестественные тени не были игрой света и тени. Тьма покрывала все с непостижимой гладкостью. Его пальцы проскользили фигурок, собиравшихся вместе так плотно, что образовали густой черный покров. Он мгновенно все понял. Эти тени мухи! Скрытые до этого во мраке, тихие неподвижные насекомые теперь разлетелись подобно взрыву ужасной причудливой жизни. Их крошечные мутировавшие крылья были острее бритвы. Их зараженные варпом жвалы истекали кислым ядом. Они жаждали теплого мяса и пролитой крови. Проклятие! Потрясенно вымолвил воин. Что это во имя Терры? Назад приказал ему Гара. Отходи назад! Откуда они взялись? В пепле не было никакой органической материи. Они не могли появиться из контейнера. Это помещение было герметично закрыто. Ничто не могло войти или выйти. Они пришли из имматериума, порожденные безумием и разложением. Разве теперь ты не видишь Мерик? Вот в чем состоит природа врага. Варп? Да! Он толкнул воина к тяжелому шлюзовому люку позади. Уходи, ты не защищен. Эти создания будут пировать твоим мясом, сделают из твоего тела гнездо для своих новорожденных личинок. Мы не можем позволить Рою выйти за пределы этой комнаты. Теперь иди и запечатай за собой дверь. Тот рухнул с постаментой и разбился. По собственной воле металлический цилиндр с треском открылся и историк из себя поток новорожденных мух, наполнивших воздух ураганом блестящих крыльев. Люк открылся. Капитан, ты не сможешь сражаться с ними мечом. Позволь, я буду беспокоиться об этом. Воин переступил порог, и Гара ударил бронированным кулаком по системе управления люком. Люк закрылся. Барьер метровой толщины из твердой пластали скользнул на место и заблокировался. Гара нагнулся и отцепил свой остроносый боевой шлем, закрепил его на голове, чтобы противостоять крайне возбужденному облаку платоядных мух. Через бронестекло портала Гара видел лицо воина, глядевшее на него в ответ из безопасного коридора. Выражение лица апотекария было лицом человека, потрясенного истиной, с которой он не желал сталкиваться. Я предупреждал тебя, передал Павоксу Гара. Вот на что способен враг. И когда мы пытаемся бороться с ними на поле боя битвы разума, они уходят в пески под нами. Мы воюем с невозможным. Он вошел в бурю мух, но не извлек свой силовой меч. Воин был прав, даже заряженная энергия и кромка оружия уничтожала бы лишь горстку существ из кишащей орды. Гара имел ввиду другой способ атаки. Он застонал, плотность мух нарастала по мере приближения к контейнеру. Он слышал скрип и щелканье тысяч микроскопических клыков, впивавшихся в керамитовые узлы его брони. Мухи жевали гибкие шарниры, пытаясь пробиться к пластали под ней. Гара начал задыхаться. Они забили дыхательные щели его лицевой пластины влажной кашицей из собственных измельченных тел. Светящиеся глазные прорези его шлема приманивали их, как пламя мотыльков, ослепляя его. Дыхание стало тяжелым. Гара ощущал каждый шаг своего пути назад, к контейнеру на возвышении. Колоссальная масса мух, корча, ползала по стальной поверхности. Кислота шипела из их пастей. На мгновение в жужжении их крыльев воину почудился варп отголосок смеха Солона Децилуса. Гара открыл вокс-канал. Это капитан Гара. Запустить аварийный протокол. Открыть двери. Раздались звуковые сигналы, после чего двери с шипением начали открываться. Гара активировал магнитные подушки, и подошвы его ботинок притянулись к полу. Пустая переборка в дальнем конца зала вздрогнула, а затем в стиле трюка фокусника одна за другой начали сдвигаться серые панели, ускользая на невидимых глазу рельсах обратно в стены. Неожиданно раскрылся желто-оранжевый ад, пылающая за втягивающимися дверями бурая поверхность Сола великого солнца Теры. Наступила тишина. Зараженная атмосфера внутри отсека сразу выдалась в вакуум, а вслед за ней отправился Эрой. Мутировавшие насекомые мгновенно заморозились и тут же сгорели дотла, и даже их связанного с варпом происхождения было недостаточно, чтобы спастись от титанической мощи звезды. Алые предупредительные руны вспыхнули во всех диапазонах видимых легионеров, когда температура внутри отсека выросла до ужасающих пределов. Жар испепелил тушки мух и выжиг серую броню Гара до черного матового. Он почувствовал, как варится заживо в собственном доспехе под ослепительными лучами светило. Гара простонал. Он натужно потянулся к контейнеру и схватился за него. Когда капитан Гара ступил на борт этого корабля, узнав об опрометчивом плане Мерико-воина, его первым действием стал приказ командиру судна изменить курс Сио и Юпитера прямо к Солнцу. Теперь между ним и забвением солнечного горна не было ничего. Гара оторвал контейнер от его опоры с напряженным рычанием и высоко поднял его. Затем, объединив весь потенциал своей генетически усиленной мускулатуры и силовой брони, охватывающей его, он выбросил свою ношу в открытый люк в объятие звезды. «Гара-мостику, закрыть отсек!» передал он по Воксу. Раздался звуковой сигнал. Сирены выключились, люк с шипением закрылся. Дело сделано. Из коридора воин смотрел на Гара, стоявшего среди следов пепла сожженного роя, и ужас истинного понимания наконец пришел к нему. Все его надежды отыскать лекарства от недуга гвардии смерти и спасти своих братьев, эта надежда, определившая его, все это было зря. Ибо если Гара был прав, если эта новая война была предметом демонических сил и грязной магии в той же мере, что и пушек и клинков, как может разумная душа встретиться с этим? Воин почувствовал неожиданное жжение в крови, после чего у него перехватило горло. Жалющее ощущение заставило плоть его предплечья дергаться, и он задрал свою мантию. На его коже была покрасневшая отметина укуса насекомого, и уже формировались три крошечных язвы. Вернулось жужжание крошечных мух. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok